Заваривай чаёху, а мы начинаем. Я у Чихо Итачи, мой внутренний мир никогда не заплачет пропитанной болью. Я сделал свой выбор забытый шиноби, и там я был избранным место. Мира бы выбрали за гордушью, у ребёнка оставили радость, забытый огонь. На моём пальце, кровь на клинке, яся на кацуке. За пределами Канухи, в пещере в одной из гор были слышны крики. Это были крики боли, но не из-за ранений или травм, нет. В этот момент на свет появлялась новая жизнь. На кушетке лежала красноволосая женщина лет 30. Рядом стоял мужчина лет 25 с пшеничным цветом волос, держа руки над животом женщины. Роды длились уже целый час, всё это время мужчина нежно улыбался девушке, когда она переставала кричать. Ещё несколько секунд и слышится плач. Мужчина убрал руки, чтобы взять сына на руки, но это стало его ошибкой. Через минуту младенцы забрали со словами, потом насмотритесь, а сейчас займитесь печатью Минатосон. Сказала женщина лет 50. Жена третьего Хакаги. Беловолосый быстро кивнул и направился к женщине на кушетке. Не переживай Кушина, всё будет в порядке. Сказав это Минато потянул руки к печати. Резкий выброс чакры отбросил мужчину к стене и он, ударившись головой о стену, потерял сознание. Все присутствующие стали свидетелями того, как женщину стала покрывать красной чакурой. Быстро спрыгнув со стола, дженчурики помчалась на кушерку и жену третьего. Резкими движениями она нанесла смертельные раны двум женщинам чудом не задев младенца. На выброс чакры тут же прибыли все анбу, которые охраняли пещеру. Увидев два трупа, плачущего младенца, бессознательного четвертого и кушена в покрове биджу, они сразу поняли, что тут произошло. Окружив дженчурики, все одновременно начали складывать печати, но закончить им не дали. Резкими движениями дженчурики Каюби убила всех анбу. Не обратив внимания на плачущего ребенка, дженчурики выпрыгнула из пещеры и побежала в сторону Канохи. Остановившись возле стен, дженчурики Каюби сложила одну печать. Чакра начала отделаться и собираться в сгусток. Сгусток стал обретать форму лиса с одним хвостом. Чакра потекла быстрее. Тем временем четвертый очнулся. В глазах темнело, в ушах звенело. Через минуту он встал и осмотрелся. Услышав плач, он сразу же кинулся к источнику звука. Подняв малыша с пола, Минато телепортировался домой. Уложив младенца, он накинул на себя плащ с надписью «Четвертый Хакаги», посмотрел на трех младенцев и, взяв под сумок, он телепортировался к жене. Появился он возле огромного пролома в стене. Рядом с огромным валуном лежала его жена. Нащупав ее пульс, он вздохнул с облегчением. Взяв Кушину на руки, он переместился обратно в дом и положил ее на ту же кровать, что и Наруто. Он собирался уходить, когда услышал. «Минато, не умирай!» Сказала слабым голосом Кушина. «Не умру, обещаю!» Ответил Минато, поцеловав жену, переместился на монумент Хакаги. Девятихвостый уже вовсю разрушал деревню. Увидев желтую вспышку, Кюби начал заряжать бомбу Хвастатого, нацелившись на четвертого. Моменты бомбы уже летят на Хакаги, еще моменты бомбы исчезают, еще моменты происходит взрыв далеко от Канохи. Не став медлить, Минато кидает куны в лиса, а после с помощью Хирайшина вместе с Биджу, появляется за пределами Канохи. В серии печати и на лиса падает огромная жаба. «Гамма Бунтасан, вы сможете удержать его пару минут!» Сказал Хакаги стою на огромной жабе. «Минато, черт, я постараюсь только давай быстрее!» Сказал жабе-босс. «Понял Гамма Бунтасан!» Сказал четвертый, перемещаясь домой, чтобы забрать Наруто. «Зачем он тебе?» Спросила Кушина. «Я запечатаю в нем Девятихвостого!» Ответил Хакаги серьезным голосом. «Не надо, прошу!» Сказала красноволосный со слезами на глазах. «Кушина, боюсь у меня нет иного выбора, ты ведь понимаешь!» Гореча в голосе была очень отчетливо слышна. Узумаки ничего не ответила, лишь заплакала. От их разговора проснулись Минмайная, младенцы, которым всего по году. Быстро отдав их Кушине, Минато поднял Наруто на руки и переместился к жабьему боссу, зная, что он и так потерял много времени. Гамма Бунте уже становилось тяжело сдерживать. Он старался из-за всех сил сдержать Кьюби, но ему не хватало сил. Резкие вспышки отвлекли его, но уже через секунду он не чувствовал сопротивления. Посмотрев вниз он увидел Минато с младенцем на руках. «Спасибо, Гамма Бунтасон!» Сказал четвертый. Как только Гамма Бунта хотел ответить яркая вспышка ослепила его, в следующую секунду он уже появился на мебоку. Сложив несколько ручных печатей, перед Хакаги появился алтарь. Размотав ткань, Минато положил туда своего сына. Кьюби начал рычать, это все, что он мог сейчас делать. Вся тысяча печати обездвиживания и две тысячи печати подавления не давали ему возможности даже глаз повернуть. Закончив с ручными печатями на пальцах Минато появилась чакра. Запечатывающий стиль восьми триггерам. Произнес на одном дыхании Минато. Кьюби начало затягивать и через пятнадцать секунд он исчез. Дальше послышался крик младенца и из глаз словно слезы пошла кровь. Как только Намикази, хотел взять сына как перед ним выросло странное существо. Посмотрев ему в глаза он замер. Через секунду четвертый упал без сознания. Отлично, теперь никто не узнает что Девятихвост и жив. Сказало существо. Изменив печать так, чтобы никто не почувствовал печать, а если чакра выйдет за пределы, то моментально смешается с щекрой мальца. Заглянув в воспоминания Хакаги, существо сказал, «Теперь он будет думать, что Лис погиб во время запечатывания, а Наруто рожденный без чакры, это ему сказали врачи сразу после того, как забрали». Существо полминуты насмехалось над бессознательным Хакаги, но погрузившись в землю, оно исчезло. Минато очнулся из-за криков младенца. И подняв Наруто он посмотрел ему в глаза. Они были полностью белые. Даже не надо быть медиком, чтобы понять, что ребенок слепый. А воспоминания в его голове, как жена третьего сказал, что у него нет чакры, пронеслись за пару секунд. Сын, который не сможет даже себя защитить, позор настоящего Хакаги. Именно эта мысль следующая пронеслась в его голове. Переместившись на развалины квартала в Канохе, он оставил младенца там. Появился возле алтаря, упав из-за истощения чакры, Минато вырубился. Он еще не знал, что скажет Кушани, но перед отключкой ему было уже все равно, что будет с его сыном. Очнулся он уже в больнице. Рядом с ним сидела Цунади, которая, по всей видимости, только пришла. Мысли в голове смешались, но что-то ночью случилось, что заставило его сказать эти слова. Я не смог спасти его. Минато, ты о чем? Задала вопрос Синджу. Она боялась услышать лишь одно. Они не нашли Наруто рядом с Нами Кази и это наталкивало на плохие мысли. Наруто, Кэби забрал его с собой. Сказав это, у него покатились слезы. Оставь меня, Цунади. Ничего не говоря, она вышла. Синджу отлично знала, что такое потерять близкого. Выйдя, она услышала, как что-то падает на пол, плюс после разбивается стекло. Следующая неделя была объявлена траурной. Из-за нападения лиса погибло 30% всего населения Канохи. А также погиб сын Хакаги. Кушина была разбита. Стоя смотря на надгробие, она начала рыдать. На Микази Наруто такая была надпись на надгробие. В деревне все считали его героем, который умер, но забрал лиса с собой, отомстив лису за все смерти. В это время, в одном из приютов лежал мальчик, уже с волосами серебряного цвета и без шести полосок на щеках. На его глазах была черная повязка, означающая, что младенец слепый. Он был тихим, не рыдал и никому не мешал. В это время на Совете решали вопросы о безопасности. На ближайший год в Канохе усилили патруль, ведь как только великие деревни прознают обо всем, они могут напасть. Также и этот день теперь будет днем победы над Каюби. Каноха начала восстанавливаться. Так и началась жизнь у Зумуки Наруто. Вечер после того, как Минато доставили в госпиталь и рядом с полностью нереагирующим телом появилось существо, оно будто вылезло изнеоткуда. Резким движением оно положило руку мужчине на голову и начало рыться в его голове, пытаясь что-то сделать. Оно хотело изменить его воспоминания, и оно это сделало. Это существо полностью стерло воспоминания о том, что Хакаги просто выкинул своего сына, и заменило их на новые. В этих воспоминаниях Минато видел, как его сына вместе с Каюби просто растворяют в воздухе, и он ничего не может с этим поделать. Ночь. Звездные неба поистине прекрасны в новую луну. По улицам Канохи шел мальчик лет пяти с ровными волосами цвета серебра и черной повязкой на глазах. Одет он был в стандартный комбинезон, в котором ходят все чунины джанины только без жилета. Сверху был одет черный плащ. Сегодня на всех улицах Канохи горели разноцветные лампы, ведь сегодня, 10 октября, день победы над Каюби, день рождения детей Хакаги и самые главные уже годы дети Хакаги сдерживают демона Лиса. Подумав о последнем Наруто усмехнулся. Наруто появился в своем подсознании, Эйкурама. Сказал Узумуки. «Чего тебе?» Спросил сонным голосом Лис. «Это касается тебя». Сказал серьезно Наруто «Тебе пора врождаться». «Ха-ха, очень смешно». Ответил Лис с раздражением в голосе. «Я серьезен, Курама». Сказал спокойно Наруто «У меня уже есть план». «Рассказывай». Заинтересованно сказал Каюби. «Мне нужна твоя чакра, в размере четырех хвостов и чтоб у этой чакры ты переписал воспоминания». Сказав это Наруто повернулся спиной к клетке. «И все». Скептически спросил Лис «Ну, что дальше?» «Дальше я использую придуманные тобой хинги». Сказав это Узумуки пошел к выходу план «Задействуем завтра». С этими словами Наруто исчез. Точка. Идя по улицам, Узумуки вышел к дому Хакаги. Во дворе слышались поздравления и крики детей. Не обратив внимания на это, Наруто пошел дальше, но его остановил голос. «Эй, мы калек не звали». Сказал голос. Из открытых ворот вышла группа мальчиков лет шести-семи. «Не для тебя стараюсь, Минма». Ответил Узумуки, продолжая идти. «Ах ты!» Сказал Номикази и пошел к Наруто «Да я тебя». Как только Минма хотел схватить его за ворот плаща, как он исчез в шумшине. Все стали свидетелями этого и были в шоке. Даже не ученик Академии, а уже использует такие техники. Появившись около ступени к трехэтажного дома, Наруто стал подниматься по ним. Его квартира была на втором этаже. Стоит описать квартиру маленькая, однокомнатная квартира с кухней, коморкой и небольшой ванной. Обустроена она была так стены, на которых висят черные обои, широкая кровать, тумба, комод и шкаф из темного дерева. На кухне кухонный стол, стулья и шкафчики для посуды из темного дерева, холодильник и плита. Ванная также сделана в темных тоннах. Рядом с тумбой, в комнате спальни, висела клетка, но без дверцы. Сейчас в клетке спал вором. Войдя в квартиру, Наруто скинул плащ и снял ботинки, пошел к кровати. Сев на нее в позу лотоса, он стал медитировать. Медитация заняла час, после чего Зумаки сходил в душ и лег спать. Проснулся Наруто от того, что почувствовал знакомую чакру. Подойдя к двери, он открыл, прежде чем рука постучалась в нее. «Нам бы ван бы таких сенсоров!» Сказал женский голос. «И тебе привет, Юга!» Сказал Узумаки, пропуская гостью в дом, может быть, при другом Хакаге. Первым делом Узуки сняла маску и разумилась. «Завтракать будешь?» Спросил Наруто, идя на кухню. «Нет, я уже позавтракала», — сказал глава Анбу. Выходя из ванной с полотенцем в руках, а вот от чая не откажусь. Поставив чайник, он стал вспоминать, как познакомился с девушкой. Но также в тот день Узумаки познакомился с еще более интересной личностью. Наруто сидел под деревом и медитировал. Солнце садилось. Вдруг сзади послышалось много шагов. По ощущению чакры он понял, что это было четыре чунина. «О, Иик, это же наш, Иик, калека!» Сказал один из пьяниц. Узумаки напрягся. Он знал, чем это может закончиться и сразу начал придумывать план отступления. «У меня, Иик, есть, Иик, идея!» — крикнул второй голос. Это было сигналом к отступлению. Как только шаги начали приближаться, Наруто быстро вскочил на ноги и побежал. Но сбежать далеко не получилось. Наруто был так сосредоточен на чунинах, что не почувствовал дерево впереди. На своей максимальной скорости он впечатался в это дерево. Узумаки упал и схватился за нос, из которого пошла кровь. Сзади послышался дружный и громкий хохот. Как только смех прекратился, чунины начали приближаться к мальчику. Через пару минут его начали избивать. Один из чунинов бросил почти пустую бутылку в мальчика. Она разбилась об голову. Наруто стал чувствовать, что сознание покидает его. Очнулся Узумаки в воде. Хоть он ничего и не видел, но отчетливо слышал, как из поломанных труб вода стекает на пол. Также мальчик уловил небольшой поток чакры, который откуда-то исходил. Наруто решил пойти к источнику. Идя по нити чакры, он вышел в просторный зал. За решеткой чувствовалась та же чакра, только в тысячи раз мощнее. «Малявка, сними печать и я отомщу им!» Сказал громкий и злобный голос. «Понятно», — сказал Наруто поднимая голову, чтобы посмотреть на печать, из которой исходило небольшое количество чакры. «Значит вы, Биджу?» «Хм, а ты смышленный!» Сказал Кьюби. «Можно ли узнать, сколько у вас хвостов?» Спросил Узума Кьюби-Джу. «Я девятихвостый демон-лис!» Ответил ему Кьюби-Оскорился. «Но, люди говорят, что вы погибли во время запечатывания в сынах Акаги, а также он умер с вами. В тот день Наруто узнал правду о себе, о родителях, о своем брате и о своей сестре. В тот день он понял Девятихвостого, а лис понял его. Кьюби-Ной Ока, это ведь не имя я прав?» Спросил Наруто. «Да, ты прав», — сказал лис моё имя Курама. «Спасибо, что сказал мне своё имя!» Сказал Узума Кьюби с уважением в голосе. После этих слов он вышел из печати. Наруто очнулся посреди ночи. Он пытался встать. Голова раскалывалась. Из рта капала кровь, что говорило о повреждении внутренних органов. Рядом с правым глазом была глубокая рана, но глаз чудом не задело. Пройдя пару метров, Узума Кьюби-Джу упал, но всячески пытался доползти до ближайшего дерева, чтобы хоть обо что-то опереться. Как можно безболезненнее и удобнее Узума Кьюмастил своё тело. Он обещал себе не плакать, но из глаз предательски потекли слёзы. Это было самое обидное. Он ничего не сделал, но его все ненавидят. Внезапно, рядом он опять почувствовал приближение чужой чакры. Юга шла домой. Она только вернулась с миссией. Прыгая на очередное дерево, Узуки заметила мальчика, сидящего под другим деревом. Спустившись с дерева, она начала незаметно подходить к нему. Узуки отчётливо не видела лица мальчика сначала, но подойдя ближе, она ужаснулась. Недалеко от правого виска была рана из которой стекла кровь. Он плакал, нет. Рыдал. Всё его тело было в ранах, синяках и садинах. Сам мальчик еле дышал. Ей напугал голос мальчика, который ей заметил. «Пожалуйста, только не бейте!» Попросил Наруто, всхлипнув. Юга остановилась. Она была удивлена, что её почувствовали. Но также её заставил нахмуриться тот факт, что мальчика избивают. «Я не собираюсь тебя трогать», — сказала Анбу ласковым голосом. «Но как ты меня почувствовал?» Взяв себя в руки, Узумаки ответил более спокойно. «Ваш меч отчётливо пахнет кровью, а броня Анбу издаёт характерный звук и в конце — ваша чакра». Ответил он на её вопрос. Юга была удивлена. «Так кто Сенсар?» Спросил Анбу, продолжая подходить. «Как тебя зовут?» «Наруто!» «Узумаки Наруто!» Ответил сер волосый. Как только она начала поднимать руку, Узумаки сразу же закрылся своими руками, будто бы защищаясь от удара. Не почувствовав удара, Наруто убрал руки, и ответил на немой вопрос. «Меня часто бьют из-за того, что я слепая», — сказал Узумаки. Слёзы опять потекли из его глаз. Точка. Допив чай и отдав Наруто деньги и записку от Хакаги, Юга ушла на миссию. Приготовив себе завтрак, он открыл письмо от Хакаги и дотронулся до листа. Узумаки пропустил чакру и она начала растекаться по буквам. Как только это закончилось, Наруто увидел, что написано, и начал читать уважаемый Узумаки Наруто. «Я, четвертый Хакаги, предлагаю вам вступить в Академию на год раньше. Это связано с вашими умениями. Если вы согласны, я жду вас у себя в кабинете в 1100. Всего доброго!» Дочитав письмо, он вышел на небольшой балкон и подал в руку чакру. Лист стал осыпаться пеплом. Вернувшись обратно, Узумаки посмотрел на часы, в котором так же, как и в письмо, была влита чакра, поэтому Наруто видел сколько времени. 0,730 «Меня всегда удивляло, что ты уже, в таком раннем возрасте, умеешь использовать чакру как настоящий мастер!» Сказал женский голос «Я думала, такие письма отправляют только с 8 лет, когда слепый смог почувствовать чакру и научился вливать ее куда-то. Это была йога, Наруто знал, что она не ушла, а просто скрылась, поэтому ждал, что он сделает что-то в таком роде. «Ну, не зря же придумали такой способ общения с слепыми людьми!» Ответил Узумаки уже в пустоту. Не обратив на это внимания, Наруто продолжил заниматься своими делами. Сев за стол, он начал завтракать. Доев, Узумаки пошел в душ, в котором пробыл недолго. Выйдя, Наруто одел свой комбинезон и сел медитировать. За медитацией он просидел до 1030. Обувшись, одев перчатки как у Мадара и накинув плащ, Узумаки пошел к резиденции, которой 20 минут пути спокойным шагом. Минато сидел в своем кабинете и работал. На часах было 1055. Четвертый уже думал, что тот мальчик не придет, как вдруг он услышал стук. Сказав «Войдите», Минато посмотрел на дверь. В проходе показался Наруто. «Здравствуйте, Хакаги Сума», — сказал он, став напротив лидера деревни. «Приветствую, Наруто», — сказал Минато, — осматривая его я так понимаю ты согласен. «Да», — коротко ответил Узумаки. «Это была отличная возможность. Да еще и на год раньше. Тогда вот», — сказал Минато, — доставая из стола конверт. «Этого должно хватить на закупку своего для Академии». Взяв конверт, Наруто развернулся и пошел. Остановившись у самой двери, он сказал «До свидания». И вышел. Засунув руку в конверт, Узумаки нащупал три бумажки, размером с пол конверта. «Пятнадцать тысяч». Подумал он. Дойдя до дома, Наруто применил технику теневого клонирования, который его научил Кураму и отправил его по магазинам, а сам решил впервые прогуляться за пределами деревни. Перебравшись через стену, он пошел в лес. Гулял Узумаки долго, до вечера, пока не получил воспоминания клона. Собравшись уже идти, Наруто засек слабый импульс чакры. Идя на этот импульс, он добрался до входа в пещеру и перед тем, как зайти, Узумаки обдумал все несколько секунд, а после шагнул вглубь пещеры. Дойдя до конца, Наруто увидел в одном из камней, след из чакры. Дотронувшись до него и пустив немного чакры, он отошел. Стена начала отодвигаться. Зайдя, Узумаки почувствовал два источника чакры снизу. Спустившись по ступенькам, он наткнулся на еще одну стену, только более прочную. Стихии земли каменный кулак сказал Наруто замахнувшись. Его рука почернела. Удар, и стенка начинает обваливаться. Хм, у нас гости сказала странный голос. Отовсюду стали чувствоваться новые источники чакры. Стой, Зицу сказал хриплый, старый голос. Кто ты такой, и как ты нас нашел? Спросил он. Меня зовут Наруто Узумаки. Сказал он, поворачивая голову в сторону старика. Это место я нашел, когда почувствовал слабый импульс чакры. Старик все так же сидел, что и настораживала Наруто. Узумаки приготовился к самому худшему. Тебе не стоит волноваться, сказал незнакомец моё имя Учихамадара. Я думаю тебе знакомо это имя. Учихамадара? Удивился он и это невозможно, вы умерли пятьдесят лет назад. Нет, я не умер. Ответил Мадар я выжил из пользы из-за Наги. Я пытаюсь достичь мира, не хочешь мне в этом помочь? Немного поразмышляв, Наруто кивнул и мысленно усмехнулся. Внимательно слушаю. Сказал Узумаки, всё так же стоя. Мадара стал рассказывать об Акацуке, Биджу, плане и о том, что получится в итоге. Я согласен. Ответил Наруто. Хорошо, следуй за мной, я пересажу тебе свои глаза. Сказал Мадара, направляясь в другую комнату. Пересадка заняла всего час, после Мадара умер. Лёжа на том же столе, Узумаки начал смеяться. Ха, ха-ха, ха-ха залился злобным смехом Наруто. Как же это прекрасно, видеть. Осмотрев комнату, он размял шею и посмотрел на Мадару. К глазам он ещё сильно не привык, и все ему было в новинку. Встав, Узумаки вышел в главную комнату, где начал осматриваться, пока не увидел чёрного зецу. Так вот ты какой, сказал ухмыляющийся Наруто, умри. Крикнул он и хотел уже спалить зецу в чёрном пламени, как вдруг чёрный посмотрел Наруто в глаза. Узумаки появился в тёмном месте. Он просидел здесь долго, пока не услышал. «Приветствую тебя, человеческий мальчик!» Сказала незнакомка. Повернувшись, Наруто увидел красивую женщину в белом кимоно, с лиловыми глазами и со светлыми волосами. «Приветствуйте тебя, человеческий мальчик!» — сказала Низ на комка. Повернувшись на руту, видел красивую жену щи, но в белом кимоно с лиловыми глазами и со светлыми волосами. «Кто вы?» — спросила Зумуки. На его слова женщина лишь хихикнула в рукав кимоно, а после сказала «Меня зовут Кагуя Цуцуки, я прародительница чакры». «От Суцуки?» — спросил Наруто, но в древнем свитке я читал, что единственный От Суцуки, был Хагаром От Суцуки или же Мудрец Шести Путей, а также что он был первым пользователем чакры. Историю пишут победители. Сказала Кагуя «Я покажу, что было на самом деле». Положив левую руку на голову Узумуки, Кагуя начала передавать ему свои воспоминания. Наруто стоял так около минуты, пока из его левого глаза не потекла слеза. «Твоя история такая же печальная, мальчик выброшенный на улицу из-за мировоззрения своего отца, от того, что он ошибся». Вырвала его из своих мыслей от Суцуки. «Откуда?» «Но договорить он не успел, его перебила она, пока ты смотрел в мое прошлое, я видела твою». Узумуки склонил голову, дальше послышалось капанье Чагато, а после он сказал, «Если все это правда и вас запечатали, то может есть какой-то способ освободить вас?» «Есть, но это будет непростой путь», — ответила Кагуя. «Мне все равно, я хочу спасти вас», — сказал более уверенно Наруто. «Я дам тебе все свои знания и свою силу». Она села на одно колено перед ним, чтобы заглянуть в его глаза и я буду ждать, — сказала Кагуя, мягко улыбнувшись в последнюю секунду, положив ему что-то в руку. В следующий момент, Узумуки появился в том же самом месте, где и заглянул в глаза Зитсу. Он в свою очередь был тем же и казалось, что даже секунду не прошло. Опустив свой взгляд, Наруто увидел на своих руках медальон. Открыв его и увидев фотографию Кагуя, на его лицу появилась небольшая улыбка. «Так ты...» — начал Зитсу, но был перебит, согласен. Ответил Узумуки, одевая медальон на шею. Создав клоны с повязкой на глазах, чтобы не появилось лишних вопросов, он отправил его обратно в Канаху, а сам остался. Зитсу начал рассказывать план. Следующие три недели Наруто был в пещере с Зитсу, учась использовать свои глаза и способности. Из знаний Кагуя он узнал очень много техник, а с помощью ее сил он может использовать все пять стихий. Трики Кегенг и Бакутон в освобождении взрыва, Джетон в освобождении магнетизма и Катон в освобождении стали. Контроль чакры стала настолько сильной, что теперь Узумуки мог делать то, чего никто не смог бы. Кроме хождения по стенам, деревьям и воде, он мог также подниматься по водопаду, а также мог ходить по мелким деталям, таким как снежинки и капли воды. От этого по-настоящему казалось, что Наруто ходит по воздуху. К глазам он полностью привык уже за неделю. Стал различать цветы и смог направлять чакру в глаза. Сами глаза остались такими же белыми, как и были, но теперь Узумуки мог видеть. Способности же этих глаз действительно поражали. Если направить в глаза чакру проявится Бьякуган, чуть больше Шаринган, еще чуть больше появляться Мангёки, но не если подать чуть больше чакры проявится другой Мангёки. Первый Мангёки Фугаку Учихи, второй Итачи Учихи, третий Шису Учихи, четвертый Изумный Учихи, пятый Обито Учихи, шестый Вечный Мангёки Мадары Учихи и седьмой Индра Цуцуки. Далее шел Ринниган, после Тенсииган и в конце Ениши Ринниган или же выше Ринниган. Эта способность поразила даже Зиццу. По прошествию трех недель, Наруто забрал все, что ему надо и уже собирался вернуться обратно, как его окликнул Зиццу. Встретимся через шесть лет. В долине завершение. Ответил Узумный Кир и вышел оттуда, откуда пришел, по пути надевая повязку на глаза. С собой он взял гумбай вместе с косой, красную броню Амадары, цепь из чакры проводного металла, пару катан из такого же металла и оранжевую спиральную маску, сделанную белым Зиццу. Поместил Наруто все это в печати на руке. Используя способность Кагуя, Йома Цухи Расаки, он появился в доме. Домой Узумаки вернулся уставшим и развив клона, он получил очень много знаний и слабую усталость из-за того, что клон вообще не спал. Узумаки решил сегодня отдохнуть, а уже завтра незаметно взять секретный свет о кучах, в котором он узнал об Амадарасу, и узнать побольше о способностях всех Мангёки, которые у него пробудились. Скинув плащ и сняв ботинки, Наруто упал на кровать и как только голова коснулась подушки, он заснул. Проснулся Узумаки как обычно рано, в шесть утра. Подойдя к зеркалу, Наруто добавил чакры в глаза и в них появился Бьякуга. Активировав его Узумаки посмотрел на свою чакру. Она была кислотно-зеленого цвета, а также от нее веяло мощью. Сложив несколько ручных печатей, он стал ждать и через пятнадцать секунд и цвет стал обычным, голубым. Это было хинги, которое придумал Курама. Это сильнейшая хинги, которая делает все почти реальным. Через него не может увидеть никакой дадюцу. Сходив в душ, Наруто надел все кроме плаща и позавтракал, после чего переместился, с помощью Хирайшина, в поместье главы клана Учхо. Схватив тот цветок, который был нужен, Узумаки, не касаясь пола, переместился обратно в свою квартиру. О Хирайшине он узнал, когда в одном из разговоров с Курамой, тот упомянулся четвертые его способности. Открыв свиток Наруто стал читать о Матерасу сильнейшее пламя, не угасающее в течение семи дней и ночей. Сусына абсолютная защита. Ясакама Гатамма способность Сусына создавать оружие наподобие сюрикена. Фугаку Учхо действующий шинобеконохи. Способности Мангёки Шарингу на Матерасу, Сусына и Саито мощная гендюцу, уступающая только Цукьими и Катаматсуками. Итачи Учхо действующий шинобеконохи. Способности Мангёки Шарингу на Матерасу, Сусына и Цукьими сильнейшая гендюцу, уступающая только Катаматсуками, а также обладатель двух священных реликвий, таких как Зеркало и Таймеч Тацука. Шису Учхо действующий шинобеконохи. Способности Мангёки Шарингона Матюрасу, Сосыны Экота Мацуками Гиндюцу способные внушить свои мысли врагу. Изуна Учха Недействующий Шиноби Способности Мангёки Шарингона Матюрасу, Сосыны Экота Способность Подавления Призыва. Обито Учха Недействующий Шиноби Конохи Способности Мангёки Шарингона Матюрасу, Сосыны Экому и Межпространственная Техника. Мадара Учха Недействующий Шиноби Конохи Способности Мангёки Шарингона Аматюрасу, Сусана, Цуки Митин Гайшинс и призыв метеорита из космоса Про Индру в свитке не было, так как, никто из очих не знал даже кто это Порывшись в воспоминаниях переданных ему черным, он нашел его способности Аматюрасу, Сусана и техника манипуляции объектами Техника с помощью которой можно управлять любыми предметами, предварительно поставив на них печать Положив свиток на стол и сложив пару печатей Рядом с ним стал появляться такой же свиток Взяв оригинал, Узумаки переместился обратно в поместье очих и положив свиток на место, исчез Появившись в квартире, Наруто создал клона, а сам, взяв второй свиток, использовал Йомацу Хиросаки, отправился в мир Кагуя Как только он появился в лучшем мире Кагуя, Узумаки создал 2000 клонов и отправил их тренироваться Первая тысяча работала над Дадьюцу Вторая же тысяча работала над стихийными техниками и генками Оригинал же сел в позу Лутоса, закрыл глаза и отправился в печать Появившись в печати, Наруто смотрел на шоковое состояние Биджу Эй! Только и успел сказать Узумаки, как вдруг Лис вскочил на лапы Песмотревшись он увидел Наруто и расслабился «Прости!» — сказал серебряный волосый «Ничего!» — ответил Лис, ложась обратно задумался немного и злюсь на Хагаром и за то, что он скрыл от меня правду «Понимаю!» — пробубнил Узумаки, смотря Лису в глаза «Так ты мне все-таки поможешь распечатать ее!» «Ты еще и спрашиваешь!» — ответил вопросом на вопрос Девятихвостый «Как только я окажусь в мире Кагуя, я сразу же сниму печать!» — сказал Наруто и исчез Во время разговора с Кагуей, темная сторона Узумаки понемногу умирала, а под конец она и вовсе исчезла «Сейчас смотря на Лиса, Наруто улыбнулся!» — погнали! — сказал Узумке, задирая кофту вверх На его пальцах появились огни чакры и он крикнул «Техника печати и снятия!» Лист с Кандзи печать отпал и упав в воду, растворился Замок стал открываться, щелкая каждую секунду Для обоих это заняло вечность и как только ворота распахнулись, началось давящее молчание Лис рванул с места Битва была очень сильная В конце, Лис резким движением прижал Наруто, своей лапой, к полу Оба громко засмеялись Подняв лапу от Узумки, он сжал ее в кулак Повторив движение Биджу, Наруто также сжал руку в кулак и их кулаки соприкоснулись Курама ухмыльнулся В следующую секунду, Узумки открыл глаза и встал с земли Осмотревшись, Наруто понял, что это его форма Биджу Прекратив поток чакры Девятихвостого, форма Биджу рассеялась Посмотрев на толпу клонов, Наруто заметил, что толпа из 100 клонов, которая тренировала Бьякуган, сидит и медитирует Развив клонов, Наруто получил кучу информации о способностях Бьякугана Осмотрев остальных клонов, Узумки заметил, что те клоны, которые тренировали Ринниган, Тинсиган и Высший Ринниган также закончили и поэтому развеялись сами, передавая оригиналу все знания Остались только те, кто тренирует мангёки, но они не заставили себя ждать, и уже через час развеялись Те клоны, которые тренировали стихийные Дюцу и Кикегинка, работали неделю, но Узумки был спокоен, ведь неделя здесь, это день в реальном мире Появившись в доме Наруто встал и зевнул, ведь крайние несколько дней, и он работал над созданием нового мира, а это отнимает, не сколько чакру, сколько энергию Следующая неделя в мире Шиноби была спокойной, если не считать то, что был большой праздник, в честь поступления детей Хакаги в Академию Шиноби Сам же Наруто закончил создавать свой мир на пятой неделе в мире Кагуи или же на пятый день в мире Шиноби К той тысячи клонов, которые отрабатывают стихийные техники Кикегинка, присоединились и клоны, которые отрабатывают запретные техники управления марионетками Сам же Наруто работал с Киндюцу и сейчас мог свободно пользоваться катанами, гунбаем, косой цепью К Фуиндюцу Узумки еще не решил приступать Одну из запретных техник Наруто уже использовал на себе Джонгу или же страх земной ненависти Техника дает возможность использовать нити и создавать что-то вроде сосудов для сердец Так как ранений у Узумки было мало, то нити вообще нельзя было заметить Лишь в определенных местах можно было их увидеть на руках, в районе локтей и на спине Маски увидеть было невозможно, потому что они были спрятаны внутри спины, так что казалось, что там был наложен обычный шов Всего у масок было пять и у каждой была своя предрасположенность к стихии Из знаний Кагуя, он узнал, что эту технику можно отменить, но для этого нужно будет избавиться от найденных сердец и отмазок К мирам Кагуя добавился еще один Его создал Наруто и назвал лес гигантских деревьев Название полностью оправдывало себя, ведь деревья здесь были больше, чем биджу Крайний день, перед походом в Академию, Узумки собирался воспользоваться Фуином, поставить его на подсумок, чтобы не носить с собой кучу сумок Фуин дитсу на расширение пространства внутри В подсумок было положено две сотни кунаев, сюрикенов и взрыв печати, десять свитков запечатывания, пятьдесят метров лески и сто кейсов Несмотря ни на что, но Наруто очень быстро полюбил деньги и поэтому не откажет себе в возможности наполнить кейсы под завязку деньгами Наверное это было связано с резким изменением цели в жизни и кое чем новым Эмоций, которые он стал показывать, но только прикурами юга На следующее утро Узумки проснулся позже обычного на полчаса, но не придал этому большого значения В Академию на 0800, а сейчас только 0630 Сходив в души позавтраков, Наруто надел свой комбинезон и сандали Он решил не носить плащ в Академию Посмотрев в зеркало, Узумки поправил повязку и выровнял волосы, уложив их налево Выйдя из дома и заперев его на ключ, Наруто пошел в Академию Дорога заняла двадцать минут и уже в 0750 он сидел под деревом во дворе Академии Во дворе было совсем немного людей и в течение оставшихся десяти минут, многие начали приходить Уже за минуту до начала, во дворе Академии, с желтой вспышкой, появился четвертый со своей семьей Наруто мысленно усмехнулся, ведь за эту неделю доработал Хирайшин и теперь он не показывает ничего Просто переместился и все Без вспышек, дыма и звука За нами Кази, в Шумшине, появился и третий Сарут обестал рассказывать про волю огня, но Наруто благополучно пропускал все мимо ушей Это все продолжалось полчаса Под конец во двор вышли все учители и как только Хирузин закончал свой рассказ, поклонившись, начали звать детей своего класс Узумаки попал в классы Класс клановых Шиноби Здесь были и некоторые без кланов, но их было очень мало А точнее самые способные Итак, меня зовут Ирока и те, кого я буду называть, пусть подойдут ко мне Начал он Минма Намикази, Най Намикази, Саски Учхо, Тари Учхо, Инай Манако, Сакура Харуна, Киба Инузука, Шинобурами, Хинутах Юга, Шикамару Нара, Чиджа Кимичи Дальше были без клановые уже в конце Наруто Узумаки Подойдя к большой толпе, Наруто остановился Ирока развернулся и дал знак, чтобы все шли за ним Идя впереди, я чувствовал на спине четыре прожигающих один добрый взгляд Минато Намикази, Хирузин Сарутаби, Минма Намикази, Най Намикази и Юга Узуки У каждого было свое на уме Последняя же смотрела на меня с дерева очень сильно и профессионально скрывая свою чакру И если она смогла обмануть там третьего или четвертого, то меня теперь обмануть нельзя С помощью своих сенсорных способностей и способностей Кагуя, я могу ощущать профессионально скрытую чакру в диапазоне 200 метров Зайдя в класс, я самый первый занял заднюю парту, с местом возле окна Сейчас будет ознакомительный урок Ирока начал рассказывать про себя и академию После он попросил рассказать о себе, а теперь представьтесь Сказал он классу, ну вот например меня зовут Ирока Умина, очень люблю рамен и академию Не люблю тех, кто срывает уроки Мечта стать директором школы Дальше он показал Наминму, Яминму Намикази Я люблю своих родителей и сестру Не люблю дураков и слабаков А мечтаю стать Хакаги Потом Ная, я, Ная Намикази Люблю родителей и брата Не люблю слабаков и дураков Мечта стать первой женщиной Хакаги Хм, понятно такая же мечта как у Минмы Дальше Саски Меня зовут Саски Учха Люблю своего старшего брата и родителей Не люблю слабых и неумех Мечтаю превзойти брата Дальше были скучные рассказы Через пять человек наступила моя очередь Мое имя Наруто Узумуки Что люблю, что не люблю я не скажу Мечту вам знать не обязательно В классе все начали шептаться, но даже так я услышал он сказал только имя И это все Странный он какой-то И все в таком духе На это все мне было наплевать и поэтому я перестал слушать С момента поступления Наруто в Академию прошло пять лет Из-за силы, полученной от Кагуя, у Узумуки начались метаморфозы Процесс был очень медленный, но пяти лет хватило Каждое утро Наруто просыпался с ужасной головной болью Ситуацию спасал лишь ледяной душ, который притуплял чувство головной боли на некоторое время и Ханги Курамы, скрывающие все это В Академии он вел себя, как дурак Ничего не знает, вечно спит на уроках, всегда проигрывает спарринги, а из-за своей слепоты даже в мишень попасть не может Именно это Наруто слышал неделю назад, когда уходил из Академии Из-за всего этого никто не знал даже каплю силы Узумуки Сидя под деревом на одном из заброшенных полигонов, он медитировал Почувствовав, что чакра Анбу, который за ним следил, начинает удаляться, а после вовсе исчезла из поля сенсорного зрения, Наруто решил скрыться Встав, Узумуки пошел на противоположную сторону полигона Перейдя через реку и пройдя мимо небольшого леса, который уж был почти заросший травой размером с дерева, он остановился напротив небольшого камня Камень на вид был обычным, но если хорошенько присмотреться, то можно было заметить небольшую змею, выбитую на камне Направив в руку чакру, Наруто дотронулся до камня и стал ждать Недалеко от камня исчез кусок земли, квадрат метр на метр Стала видна лестница Не теряя время, Узумуки быстро подошел к яме и начал спускаться Как только он с головой погрузился под землю, проход закрылся Не обратив на это внимания, Наруто продолжил спускаться Это было огромное убежище, размером с пять полигонов, одного из санинов Арачимару, нынче отступник Ширанга Из-за того, что его нашли в убежище возле стен Канохи, никто и подумать не мог, что у него есть и убежище внутри деревни, в два раза больше Вход располагался на заброшенном полигоне номер три Спустившись, он остановился напротив огромной стальной двери Рядом была пластина с формой руки Сняв перчатку, Узумуки положил руку в форму и направил туда немного чакры Послышался щелчок и Наруто зашел, закрыв дверь Опять послышался щелчок, который означал, что дверь закрыта Это убежище он нашел однажды, когда тренировался и нечаянно ударил по камню одной из техник молнии Когда же дым исчез, Узумуки увидел невредимый камень Подойдя и отверовав Бьякуган, Узумуки заметил провод чакры к небольшому, но мощному гендюцу Пропустив чакру, Наруто подошел к проходу Спустившись вниз, он увидел длинный коридор Это была заброшенная скрытая лаборатория Уже через шесть месяцев, лаборатория была восстановлена В начале коридора была установлена стальная дверь и датчик чакры Вместо сплошной лестницы была установлена трехметровая лестница, а остальное занимали круговые ступеньки Сама же лаборатория была полностью восстановлена Айо с помощью всех своих способностей, Наруто сделал эту подземную лабораторию, неприступной крепостью Было установлено гигантское количество, самых мощных фуинбериеров Теперь это была не пещера, как раньше, это было самое продвинутое убежище Вместо пещеры, теперь были стальные стены Факелы были заменены на лампы Все комнаты были обустроены под отдельные Десять лабораторий, двадцать личных комнат с ваннами, восемь кухонь, три отдельные ванны, тринадцать залов, десять складов и одна огромная столовая Деньги Наруто тратить не сильно хотел Используя хенгелиса, Наруто принимал разные обличия и ходил по магазинам конохи и погружая продавцов в гендюцу, он брал то, что ему нужно Из других же деревень он просто-напросто, под покровом ночи, забирал то, что ему надо Так что все комнаты были оборудованы новейшими технологиями и дорогой мебелью Все комнаты были в черных обоях, с черным потолком и полом Здесь Наруто жил, отправляя домой клона, чтобы не было лишних вопросов Зицу же, в свою очередь, уже заканчивал сбор Акацуки, с улучшенным клоном Узумуки Осталось принять лишь бессмертного хидона и наемника из камня Дейдару, с таким же Кикегенком, как у Наруто Эй, Ко внезапно сказал Узумуки, как думаешь, вырежу тучих А что? Так хочется? Ответил вопросом на вопрос Лис Ты же знаешь, что меня очень трудно вывести из себя, а этот мерзкий Саски Сказал он Ха, это тучиховский утарок С насмешкой прорычал Каюбину А если ответить на твой первый вопрос, то, наверное, нет Эх, твоя эмпатия Выдавил из себя улыбку Наруто мне бы ее К тебе, гости Сказал Девятихвостый и отключил связь Открыв глаза, он встал с кровати и пошел в ближайшую кухню Как только на плиту был поставлен чайник и включен газ, из пола стал появляться белый изицу Отдав Узумуки свиток, он стал исчезать Каждый месяц приходил белый и отдавал отчет от клона Открыв его и пройдя глазами по тексту, Наруто довольно оскарился В свитке были хорошие новости Хидден присоединился к Акацуке и поставлен в парус кукузу Увидев последнее имя, ухмылка стала еще шире Характер этого бессмертного был очень схож с характером Узумуки Допив чай, Наруто отправился в свою комнату Уже было девять часов вечера, а завтра должен был быть веселый день Сидя на своем месте, Узумуки ждал Еще никто не знал, что сегодня будет очень интересный день Прошло еще несколько минут и в класс постучались Ирука сразу перестал рассказывать тему и подойдя к двери, открыл ей В класс зашло много людей Хакаги Минато Хирузин, Джанин Абито Учхо, Какаши Хатаки, Асума Сарута Бьякурина Юхи, Анбу Юга Узуки, Итачи Учхо, Шису Учхо, Ямата Фу Яманука Как здесь оказался человек из корня? Явно с малой долей удивления и злости спросил лис Наруто же ничего не ответил и стал ждать речь Хакаги, который не заставил себя ждать Итак, с сегодняшнего дня эти девять человек возьмут себе по одному из учеников для личного обучения Это будет небольшой тест, как для вас, так и для них Удачи! Далее начал свой монолог третий, про волю огня, про верность деревни и всякое такое В течение целого часа все ученики слушали третьего с восхищением, кроме Наруто, который пропускал все мимо ушей Это не укрылось от глаз пришедших Как только монолог закончился, то четвертый сказал А теперь выберите себе кого-то одного и можете приступать Неожиданно для всех, первая сказала глава Анбу, Юга, Узумуки Наруто Все были в шоке От Хакаги, до всех учеников Академии Элитный боец, глава Анбу и самая жестокая Кунаич Канухи, берет к себе самого слабого ученика Узумуки же не заставил себя ждать и поэтому, в следующую секунду Шумшином переместился к Юга Далее себе выбирали стальные Итачи Саски, Шису и Тари, Фуина, Ямато Шина, Абита Ная, Какаши Минма, Асума Шикамару, Курина и Хинато На этом и закончился набор людей в рамке теста Забрав своих новых подчиненных, все ушли знакомиться между собой Четвертый с третьим стояли и смотрели вслед уходящим Юга и Наруто Они оба думали, что она выберет Инозуку, ну или на крайний случай Харуна, но ее выбор сильно удивил Год спустя, сидя на последней парте, Наруто лежал на своих руках и в очередной раз делал вид, что он спит Те тренировки с Юга, да и вообще, тренировками это назвать было сложно Обычно они оба сидели у него дома и о чем-то разговаривали Каждый день, по пять часов они были вместе и что-то делали Сегодня Узумаки должен был стать генином А после инукинином Наруто отлично знал, что своей подставной смертью он сделает одному человеку больно Но понимал, что так нужно и рано или поздно он заберет ее с собой Узумаки уже разработал план В дверь класса постучали Не заставив себя ждать, Ирука быстро открыл дверь и пропустил все тот же состав Пятерых Анбу, четверых Джанинов и двух Каги Поприветствовавшись, все стали на свои места Четвертый с третьим возле руки, а остальные возле своих подопечных Как только Юга почти подошла, Наруто встал, уступив свое место возле окна На последней парте главе Анбу, сам же стал рядом с ней Как только все разместились как им удобно, третий опять начал рассказ про волю огня Через полчаса старик закончил и дал добро для начала экзамена на Генена Ирука пошел по списку Почти все выполнили все три требования замена, превращение и клоны Когда же подошла очередь Наруто в классе, послышался тихий смешок Минмы, а все остальные смотрели на него с неуверенностью Лишь один взгляд из-под маски был полон уверенности и добра Остановившись напротив руки, Узумаки стал ждать Начинай! Неуверенно прозвучал голос Уми на превращение Сложив одну печать концентрации, Наруто превратился в точную копию Узуки Замена! Уже более уверенно сказала Рука В следующую секунду вместо Наруто появляться Харуна, а сам Узумаки сидит на ее месте, на первой парте Клоны! Сказав это, Умина стал ждать Появившись опять на своем месте, Наруто сложил несколько печатей Рядом с ним появилось двое иллюзорных клонов Написав что-то у себя в блокноте, Ирука протянул Узумаки протектор и пока тот не пошел на свое место, Ирука сказал Итак, все на задний двор! Там мы будем распределять вас по командам! Вся толпа начала идти по коридорам Академии и подходить к выходу! Уже на заднем дворе, все ученики селее, а взрослые стали в тень дерева! Итак, сейчас будут спарринги, в которых мы определим ваши силы, те, кто не готовы, могут отказаться! Объявила Рука! В толпе поднялась Рука, а после послышался голос Я не хочу сражаться, на тренировках я подвернул ногу! Сказал Наруто! Хорошо, еще кто-то? Спросил Умина! Никто больше не поднял руку, поэтому Ирука дал знак Узумаки, чтобы тот удалился! Стоя в тени дерева, четверка джанинов разговаривали, но чтобы ученики Академии их не услышали! Темная лошадка! Сказал обид и прям как ты, какаши! Да, но может позже он все же согласится на спарринги! Рассуждала Сума! Не знаю! Проговорила Куриной! Он все равно откажется! Вступила в разговор Юга и он не любит показывать свою силу, хотя он достаточно силен! Даже я не знаю, что он умеет, кроме того, чего я его научи! Договорить Узуки не успел, так как вдали послышался взрыв! Все перевели свой взгляд в сторону ворот, и увидели черный дым, а сверху большой белый дракон! Внезапно сознание начало затухать и все начали засыпать! Те, кто понял, что это было, сразу сложили печать и крикнули «Кай!» Куанить в сон перестало! Все, кто был в сознании, сразу же побежали в сторону взрыва! По направлению к западным воротам шло шестнадцать человек, пятеро Анбу, четверть Джанинов, третий и четвертый, а также Наруто, Минма, Найя, Саски и Тари! Ирука вместе с детьми остались в Академии! Добравшись до места взрыва, все увидели большой кратер и отсутствие западных ворот! На драконе был старик, в протекторе Суны! Ха-ха-ха-ха-ха! Смеялся тот, смотря вниз смотрите, моя жертва самому пришла ко мне! Сказав это, старик посмотрел на голову Анбу «Сегодня ты умрешь так же, как и мой брат!» Присмотревшись, Юга узнала в этом старике и Нукинина из песка. Очень хороший подрывник, который все время нападал на маленькие поселки со своим братом. Она думала, что уже убила его, но он выжил. Дракон быстро полетел на Узуке. Уже когда Дракон хотел ее проглотить, Наруто быстро толкнул ее в сторону и Дракон проглотил его. «Чертов мелкий!» Выругался Нукинин «Ладно, больше он мне не помешь». Договорить ему не дал разряд молнии, пробивший его плечо. На драконе стоял Наруто. Быстро сократив расстояние, Узу Маки вонзил куной в спину старику. «Чертов мелкий!» Выругался отступник «Я, великий Аджарон, уничтожу тебя!» Песчаник стал медленно складывать печати. Все на огромной скорости стали приближаться к этим двоим. «Черт!» Ругнулся Наруто и отпрыгнув от старика, коснулся рукой Дракона и крикнул «Синий барьер сдерживания!» Вокруг летучего появился синий, шарообразный барьер. Все, кто был снаружи, стал стучаться и кричать, что он сам не справится. Юга кричала громче всех. Старик-отступник в это время закончил складывать печати и сказал «Если я умру, то заберу всех с собой». Он не видел барьер, ведь изнутри казалось, что его нет. «Получите взрыв!» Крикнул Нукинин. В следующую секунду произошел мощный взрыв, и барьер стал спадать. Взрыв он сдержал, но вот часть ударной волны все же вышла за его пределы. Всех разбасало в разные стороны. Когда пыль полностью осела, все начали вставать и увидели гигантский кратер, а из неба что-то плавно падает. Это была повязка на глаза Узумуки. «Черт!» Крикнул четвертый. «Он так же как и все, ничего не смог сделать Ястрип, ворон, быстро расслед группу сюда. Безликий привели сюда Данзвистар и Шин, живо!» Сказал третий. «Медведь, огради этот кратер и вместе с Джанинами охраняй!» Продолжил раздавать приказы четвертый. «Есть!» Ответили четверо Шису, Итачи, Фу, Яматы исчезли. Ко-Тэ начал четвертый, но только сейчас заметил, что Узумуки, держа в руках опаленую повязку, ни на чего не обращает внимания. Выйдя из транса, у Югана глаза стали наворачиваться слезы. Услышав свое имя, она повернулась к Хакаге, встав на дно колена и максимально серьезным голосом спросила, что прикажите. На землю упала пара капель слез. Из-за сильного перегрева земли стал подниматься пар, поэтому никто ничего не заметил. А маска скрывала глаза со слезами. «Ты за главную!» Сказал четвертый. «Есть!» Ответила она, появившись возле прибывших сюда Чунинов с Джанининами и стала раздавать приказы. Следующий день стал днем траура. Хоть и погиб один человек, но он спас деревню от уничтожения. Наруто Узумаки был назначен героем. Посмертно. Наруто ухмылялся под своей оранжевой, спиральной маской. Его план был выполнен точь в точь. С той и в самой высокой башне, в деревне Дождя, он думал. «Ты молодец, Пейн!» Внезапно сказал грубым голосом масочник. «Осталось пригласить в нашу организацию Дейдару и одного человека из клана Учхо. Шису Учхо его все не любят из-за того, что его отец предал клан, а он не любит свой клан. Кстати, Дейдар и отправился с эрекисами. Ладно. Ответил рыжеволосый и стал удаляться. За ним следовала девушка с синими волосами. Канан. Теперь остается только ждать. Взрыв. Шелест песка. Еще взрыв. Еще шелест песка. Сейчас над деревней, скрытой в песке, были видны вспышки взрывов и большое количество песка в воздухе. Сражались две фигуры блондин в черном плаще с красными облаками, на большой белой птице и красноволосой в красном плаще на левитирующем песке. И снова взрыв. Шелест песка. Взрыв. Шелест песка. Стоя на самом высоком выступе, человек в оранжевой маске, с серебряными волосами собранными в хвосте, с молочной кожей и с двумя небольшими рожками, наблюдал за сражением. Он ожидал конца боя, чтобы узнать победителя. Вот снова взрыв. На этот раз песок все же смог ухватить руку блондины и она с характерным хрустом сломалась. Но это было лишь ловкой. Второй рукой белый волосый запускает свое искусство. Красноволосый защищается своим песком. И вот, внутри его абсолютной защиты появляются белые бомбы-дейдары. Гару не успевает реагировать, а происходит заглушенный взрыв. Шар, в котором прячется козик, и гер раздувается. Песок начинает опадать, и все видят бессознательного джинчурики. Не теряя времени, Акацушник хватает красноволосого хвостом своей птицы и на большой скорости улетает из деревни, досмотрев. Серебряный волосый сел и стал смотреть на звезды. Ночи в соне всегда удивительно, сказал масочник. «Мне все равно это неинтересно». Ответил ему кто-то. «Сколько займет запечатывание?» Спокойно спросил масочник, все так же смотря на звезды. «Дня три-четыре, еще и дорога три дня». Ответило существо и стало появляться на крыше «У тебя будет достаточно времени, чтобы придумать себе уже имя». «Сора, думаю, подойдет», — сказал Чаверноволосый. «Так зовут псевдоджинчурики». Ответило ему существо, полностью появившись на крыше. «Я знаю», — ответил Сора ему «Вот поэтому я и выбрал это имя». «Ну, дело твое», — ответило существо, похожее на алоэ. «Ладно, пошли». «Ага», — ответил масочник и стал так же, как и алоэ, погружаться в землю. Кноха. 1127. Кабинет Хакаги. «Саски, Минма, Найя, я знаю, что вы только день назад вернулись, но для вас троих у меня есть зада». Не успел договорить Минато, как в дверь влетела женщина в очках и в одежде Чунина. Хакаги-сама, срочное послание из Суны. На деревню напали Акацуки, а также Казикаги похищен. Все в кабинете были в шоке. Казикаг, нет Гару похитили. У вас новое задание». Быстро скрыв шок, Минато дал новое указание спасти Казикаги, и по возможности убить нападавших, границы стран огня. «Неизвестная пещера. 2257. Лидер Сама, задание выполнено, ММ». Сказал Дейдара, кинув на землю бессознательное тело Казикаги. «Молодцы!» — ответил человек с рыжими волосами. «Нужно немедленно приступать к запечатыванию». Когда команда «Семь» прибыла в Суну, Инаи сразу же начала спасать находящегося на волоске от смерти Конкура. Он первый пошел за Акацуки и получил сильные ранения от одного из них, коим был Сасаре Красного Песка, который сбежал из деревни 20 лет назад. Через 4 часа противоядия было сделано и Конкура спасен. Вся собранная команда, вместе с одной из советников Песка Чайо, отправилась за Акацуки. В дороге они были уже около дня с половиной. Внезапно из листва выпрыгнул Пакун, призывное животное Какаши, и начал быстро говорить. «В 25 километрах на запад я чувствую чакру и запах Казикаги». «Спасибо, Пакун», — сказал Какаши и повернулся к команде. «Вы все слышали?» — «Вперед!» Передвигаясь по деревьям уже целых 5 часов, команда Какаши не сбавляла темп. Внезапно Хатаки почувствовал чужую, но очень знакомую чакру. «Назад!» — крикнул он. Все быстро отпрыгнули в разные стороны. На месте, где только что был Какаши, появилась дымовая завеса. Как только она развеялась, на поляне показался человек с короткими черными волосами, в черном плаще с красными облаками, а в глазах у него горела дадюцу. Это был Мангёки Шаринган и его владелец Шисуучха. «Дальше пройти вы не сможете!» — спокойно сказал Нукинин, смотря на все своим Шаринганом. «Не смотрите ему в глаза, это очень опасно!» — крикнули Саски и Какаши. Завязался бой. Сразу в начале Минма попал в гендюцу. За ним иная попала в него. Какаши же вместе с Саски были еще на ногах и пытались задеть Шису, но все было напрасно. Разница в силе была видна невооруженным глазом. Внезапно Чайо вспомнила еще один способ выведения из гендюцу. Быстро оказавшись рядом с бездвижной Найей, она положила руку ей на плечи и начала вводить в нее чакру. «Освободишься от гендюцу», — Найя помогла брату и они вдвоем вступили в схватку. Вся команда стала теснить врага. В конце Минма закончил все Рассинганом. Враг был повержен, но когда дым рассеялся все увидели совсем другого человека вместо Шису. Проверив местность, команда решила не задерживаться и отправилась дальше. Двигаясь еще некоторое время, они вышли к небольшому озеру, где и заканчивался запах Казикаги. Спрыгнув на озеро, команда стала подходить к арке из дерева, за которой был большой булыжник, закрывающий вход в пещеру. Сзади послышался шелест и на воду приземлилась команда Гайи и сам Гай. «Вы уже здесь?» «Удивился ли вот эта сила юности?» «Прекратите, у нас важная миссия!» Сказал спокойным голосом Какаши «Позже поговорите!» Больше разговоров не было. Быстро разработав план, Хатаки раздал указания и все разошлись по своим местам. Через десять минут каждый стоял возле своей печати. «По команде!» Сказал Какаши «Сейчас!» Быстро сорвав печать, копирующий спрыгнул с камня, который в следующую секунду был разбит на множество мелких камней. Быстро запрыгнув в пещеру, все встали в оборонительную позицию. «Эй, урод!» Быстро слез сгары! Крикнул Минма. «А он, я так понимаю, дженчирики, саса Ридена!» Сказал Дейдара «Вы как хотите, но он мой!» Быстро создав глиняную птицу, которая проглотила Кази Каги, подрывник вылетел из пещеры. Намикази сразу же ринулся за ней. «Т-ц!» Вырвался Какаши Саски «На, остаетесь вместе следить ее!» «Есть!» Ответили они вдвоем. Выпрыгнув из пещеры, Какаши помчался в погоню. «Ну здравствуй, Сасари!» Быстро прыгая по веткам, Минма пытался догнать птицу, которая все отдалялась и отдалялась. К намикази уже пришел Какаши, и они лишили его руки. Сейчас, пролетая над лесом, у птицы начало исчезать крыло. Хатаки снова использовал способность Мангёки Абита, который достался ему во время войны. Хотя Учиха и думал, что умер под камнем, но Минато успел вовремя. Еще бы чуть-чуть его луны бы обвалились. Абита выжил, хотя и лишился руки. Глаз он также оставил Какаши. Глиняная птица стала падать. На большой скорости, Хатаки и намикази побежали к предполагаемому месту падения. Уже там обнаружилось, что подрывник сбежал. Не обращая на это внимания, Минма быстро создал клонов, которые быстро достали Гару из клюва. Намикази стала покрывать обжигающую красную чакру. Будучи осведомленным, что происходит, Какаши сразу же использовал фуин печать, данную ему джерай. Как только бумажка оказалась на лбу Минмы, покров стал исчезать. Какаши вздохнул с облегчением. Вдруг листья начали шуршать, и уже в следующую секунду на поляне появились Ная, Саски и Чайо. В следующую минуту на поляне появилась также команда Гая. «Значит мы все справились!» Устал, сказал Хатаки, но Казик и Ге мы так и не успели спасти. Уже на более грустно сказал Какаши. «Я знаю, как спасти его!» Тихо проговорил Чайо, но ее все равно услышали все. Подшокированный взгляд Минмы и Ная, она стала подходить к бездыханному телу Гары. Сев на колени, она положила руки на грудь Каги. От них стало идти синее свечение. С каждым вздохом свечение становилось все меньше и меньше. «Черт, не хватает чакры!» Сердито сказала старейшина. Внезапно Чайо почувствовала небольшой прилив сил. Повернув голову, она увидела Наю, которая в данный момент поделилась с ней чакрой. Еще один прилив сил, и уже перед ней, держа руки немного выше, сидел Минма. «Ты довольно сильный, Минма, и я буду верить, что однажды у Канохи с Сунной будут такие же крепкие отношения, как и у вас с Гарой. Убрав руки, Чайо стала подать на бок. Я верю в тебя, Минма на Микази. Граница Страна Огня. Руины. 0027. «Наконец-то нашел», — сказал человек в оранжевой маске. Держа в своей руке перстень, я уж думал, что его раздавили эти камни. «Отдай его мне», — ответило существо. «Стоящее неподалеку я передам его тебе, когда скажу Нагата, что Сасарь мертв и готов занять его место». «Хах», — подал нервный смешок Наруто, — «Кстати, я забираю тело Сасаря, он сделал из себя очень неплохую марионетку. Мне все равно, делай, что хочешь», — ответило существо. Больше ничего не говоря, серебряный волосый подошел к большой голове, и как только к ней прикоснулся она рассыпалась в пепел. Поймав падающее тело марионетку, он запечатал его в печать на запястье. «Передай Нагата, чтобы он пошевеливался». Добавил Наруто перед тем, как исчезнуть. Появившись в одной из комнат своего убежища под Конохой, Узумаки снял свою маску и, положив тело в новую мастерскую, пошел отдыхать. Всю следующую неделю он был занят ремонтом и модернизацией куклы Сасаря. Через еще одну неделю в его убежище появился Зицу и передал ему кольцо и плащ Акацуки. Сидя на горе, человек в оранжевой маске медитировал. Внезапно его волосы цвета серебра начали темнеть. Через несколько минут они стали смолисто-черными. «Все только начинается. С этого дня, в наш ряды вступает новый человек», — сказала одной из фигур в зале его зовут Сора. «Всем привет», — сказала другая фигура детским голосом. Дейдарл обратился скорее всего лидер организации. «Так как Сасаря умер, Сора будет работать с тобой. Но пока тебе не пришили руки, он будет работать с вами, Хидан и Кокоза. Да, ебаный рот, работать с мелким!» — замыл Хидан. «Хидан, не матерись!» Нервно злым тоном проговорил Кокозу. «Рано или поздно я все равно тебя убью!» «Пффф, попробуй!» — ответил бессмертный. «Кокозу, Хидан, Сора двухвостые!» «Шисуй, кисме ваша цель пятихвостый!» «Зецу семихвостый, я и Канан займемся четырехвостым и шестихвостым!» Сказав это, Пин исчез. Шисуй развернулся и стал уходить. За ним пошел Хашигаки. Все стали расходиться. Через несколько секунд пошли Кокозу с Хиданом. За этими двумя побежал Сора. Кноха. Резиденция Каги. 1956. На улицах уже работали фонари, ведь уже было темно. В резиденции также горел свет, ведь хоть у Хакаги и заканчивался рабочий день в семь, документов было большое количество. Сейчас в кабинете было пять человек. Сам Минато, также его ученик Кокаши, но и команда номер 7 Минма, на Исаске. «Молодцы!» — сказал радостный Минато. «Вы не только устранили захватчиков, но и спасли Казикаги, укрепив, при этом, союз между нашими странами. Я горжусь вами, и уверен, Саске, что Фугаку тоже тобой гордится». От таких слов у каждого на лице появилась улыбка. «Спасибо!» — сказали все хором. «Вы хорошо постарались и поэтому я даю вам неделю отпуска». Сказав это, Хакаги передал Кокаши свиток «Это ваши деньги за задание. А теперь идите отдыхайте». Ничего больше не сказав, команда вышла, и разошлась. «Граница страны Гнемолния». «Неизвестная маленькая деревушка». «1636». «Кокузу-симпай, Кокузу-симпай, а куда мы идем?» — спросил Сора. «Тэце, мы ищем джинчурики двухвостый, в стране Молния». Ответил раздраженным голосом Кокуза. «Хидан-симпай, Хидан-симпай, а как выглядят джинчурики?» — спросил уже у Хидана, Наруто. «Блядь, мелкий, ты уже заебала нахуй, я тебе пятый, блядь, раз говорю, тупая блондинка, в синим комбинезоне, блядь!» — ответил Бессмертный. «А ее волосы собраны в хвост белой лентой?» — снова спросил у Хидана, черноволосый. Хоть Бессмертный и удивился, что Сора снова не назвал его Симпой, но он все равно ответил. «Эм, ну да! А откуда ты знаешь? Просто вон она стоит!» — сказав это, Узумаки указал на девушку. «Ох, Бел!» — Юга, как обычно, возвращалась с миссией. После того инцидента и смерти Наруто, она практически убила себя, но ее спасли. Она полностью лишила себя эмоций, как делали это в корне. Убила в себе ту женщину, которой она была до смерти Наруто. Опечаленная она практически перестала со всеми общаться, не попадала людям на глаза. Единственной, с кем она еще имела контакт, так это Хакаги. Сейчас, прыгая с ветки на ветку, она не обращала внимания ни на боль, от ран, ни на усталость, ни на что другое. Она просто прыгала с ветки на ветку, и больше ничего. Добралась до ворот Канохи, она — уже ближе к ночи. Ворота все еще были открыты. Быстро и незаметно, она прошла мимо хранителей ворот и исчезла в стороне тренировочного поля. Наступила ночь. Юга лежала на земле и смотрела на звезды. Она вспоминала те дни, когда они вместе с Наруто так лежали. После долгой и тяжелой тренировки, за которой наблюдал Узумаки, Юга легла посредине поляны и закрыла глаза. Рядом послышался шорох. «Зачем так изматывать себя?» Спросил Наруто, ложась рядом. «Не знаю». Ответила Юга. «Я просто хочу стать сильнее». «Сильнее говоришь?» Тихо прошептал Узумаки Юга. «Что?» Спросила она. «А как выглядят звезды?» Поинтересовался Наруто. «Звезды. Хмм». Собрав все куна, которые ее остались целыми, Юга еще раз осмотрела всю поляну, и одев мазку исчезла в шумшине. «Свист Хидден Симпэй, как Узу Симпэй, вот это погром!» Сказал Сора. «Завели ебальник, мелкий», — ответил запыхавшийся Хидден с этой чокнутой возился, — «теперь ты еще приебался». «Простите, Хидден Симпэй». Грустно ответил Наруто. «Ладно, не кисни мелкий, сейчас мы доложим все лидеру, и со спокойной совести пойдем бухать и ебать телок», — сказал уже радостный Хидден. «Нагата, ты принес то, что я просил?» Спросил Сора, «да». Ответил Рыжеволосый, хотя достать из Гиддамаза чакру и чудо было практически нереально. «Отлично», — посмотрев на Пэйна, ответил Черноволосый, — «давай ее сюда». Рыжеволосый протянул из ума кипячать. «Зачем ты принес всю?» Спросил Сора. «Отдельное количество чакры из статуи достать невозможно», — ответил Пэйн, — «особенно если чакры больше, чем половина». «Ладно, неважно», — раздраженно ответил Черноволосый, — «я отдам тебе все, что осталось, и ты запечатаешь ее обратно». Тут из печати на левой руке, которую Наруто поставил совсем недавно, упало тело женщины. Эти придурки даже не заметили Гиндюцу. Сказал из ума кипередай всем, через час запечатывания. «Понял». Кратко ответил Нагата и вышел из самой высокой комнаты, и в башне, в деревне Дождя. Поставив барьер, Наруто готовился к запечатыванию. Сейчас он собирался запечатать сразу двух биджу в себя Шилхаку и Маттеби. «Ты точно успеешь вылечить мое тело за полчаса, Курама?» — спросил Черноволосый. «Да». Коротко ответил Кьюби. Без лишних слов Наруто начал. Сначала он приготовил печать с однохвостым и поместил ее напротив себя. После серии ручных печатей началось запечатывание. Узумаки решил поместить всех биджу в одну печать, предварительно расширив место проживания Курамы. Запечатывание продлилось десять минут, после чего рядом с девятихвостым, в клетке появился бессознательный Ичиби. Клетка была для предосторожности, перед тем как рассказать правду о Кагуе, другим джинчурики. Наруто же в данный момент еле мог пошевелиться. Из-за слишком быстрого запечатывания на тело была дана слишком сильная нагрузка. Кьюби начал моментальное лечение. Через две минуты у Узумаки все же получилось сесть в позу лотоса снова, только уже напротив Югита, джинчурики Ниби. Сложив ту же серию печатей, Наруто опять начал запечатывание. Рядом с однохвостым, который все еще был без сознания, в другой клетке появилось двуххвостая, тоже без сознания. Наблюдающий за всем этим девятихвостой, мог лишь посочувствовать Наруто, ведь та боль, которую он пережил смертельная. Любой человек уже бы давно умер. Узумаки же даже сознание не потерял. Сам черноволосый лежал на полу и тяжело дышал. Боль была очень сильной, но Курама сразу же начал лечение. Обжигающая чакра облегчила боль, но не полностью. Лечение ускорило и наличие еще двух биджу. Через полчаса Наруто был полностью готов к запечатыванию остатков чакры Ниби из Югита. До того как все соберутся, осталось пять минут. Используя Камуя, Узумаки появился за статуей Гидамуза и оставил там печать с остатками чакры однохвостого. Переместившись обратно к джинчурики двуххвостой взяв ее он переместился обратно к Кокозу и Хидену. Быстро поменяв клоны Югита, на настоящую Югита и развеяв Гиндюцу с бессмертных, Наруто стал идти рядом с ними. Зачем Наруто нужны джинчурики? Просто он хотел получить их силу и помощь. Как только они придут в себя он покажет им то, что показала ему Кагуя. Заручившись их поддержкой, он сможет возродить ее. Кокозу и Хиден же ничего не заметили. Кота Мацуками работала идеально. Минато с Кушиной уже который год подряд стояли напротив мемориала в честь погибших при нападении Лиса. Самым большим здесь было имя героя, который спас деревню от дальнейшего разрушения на Миказе Наруто. Кушина как всегда плакала. Хоть воспоминания были ложными, но они были единственными, и поэтому Минато тоже было очень больно, но он не показывал этого. Собираясь уходить, глаза Куши не зацепились за еще одну могилу с надписью Наруто Узумуки. «Минато, это тот Узумуки, за которого ты говорил?» Обратилась женщина, указывая на самую опрятную могилу. «Это...» Удивился на Миказе Тасирота, он спас деревню от уничтожений. «Я слышал, что Наруто его назвали в честь нашего сына. Этого ты мне не рассказывал, сказал, что он полукровка, убедив меня не идти к нему и не раскрывать секреты клана. И кстати ты ошибался, он оказался героем, как и наш... Сын. Больше слов было не нужно. На самом деле так и было. В приюте для сирот, и он был слишком спокойным, одиноким. Библиотека решил назвать его в честь сына Хакаги и все его поддержали. После запечатывания остатков чакры двух хвостой прошло три дня. Хидан, как всегда, поступив как последний мудак, выбросил полуживое тело Югита, под дождь, в грязь. У Наруто же были свои планы, он не хотел просто так избавляться от Югита, она ему чем-то понравилась. Она уже второй день лежала без сознания. Сегодня ночью у нее была лихорадка, она заставила Наруто побегать. Она настолько ему понравилась, что он сам за ней смотрел. Сейчас он сидел в ей комнате и что-то писал за столом, она же все так и лежала без сознания. По его почетам она должна была прийти в себя через два дня. Дописав, Узумаки закрыл этот большой блокнот. Сейчас он решал вопрос с финансами. Но как решал, просто в организации накопилось большое количество средств, поэтому он решил дать немного свободного времени и приличную сумму денег каждому члену Акацуки, ну и себе пару чемоданов набить. Рассчитав все так, что на каждого выходит по один миллион и рюй по три недели отпуска, Наруто оставил себе пять миллионов и поставив роспись, стал ждать Белого Азицу, чтобы тот передал документ Нагато, а тот уже объявит и раздаст все остальным. Долго ждать не пришлось, и в следующую секунду Белый исчезал под землей, забрав документ. Посмотрев еще раз на Югита, на лице которой считалась боль, Узумаки вышел, осторожно закрыв дверь. Идя по коридору, он думал о своем, пока раздумья не прервали. Из стены вылез черный. Нагато очень удивлен твоим решением. Сказал Зицу, а что не так я сделал? Задал, безэмоциональным голосом черноволосый. Нет, все как надо, просто. Сделал короткую паузу черный, он удивлен твоей. Доброте? Доброте? Удивительно нетрельным голосом переспросил Наруто, как ты вообще мог такое выговорить в сторону меня, ты же знаешь. Просто я решил, что пока они мне не нужны. За эти три недели я хочу найти некоторых хвостатых и сразу забрать у них частицы биджу, чтобы потом мои планы не мешали поимке, и я зря не показывал свои козыри никому. Ааа, как всегда твой хитрый план. Усмехнулся Зицу. Ну что ж, я тогда пойду. Ааа, я хотя у меня есть еще один вопрос к тебе. Как Кушина не прибежала впредь и не забрала тебя, ты же Узумаки. Ты вроде не глупый, можешь достать информацию про любого человека. Ответил Черноволосый, я этого не знаю, могу конечно поискать в архивах листа, но будет интереснее узнать это от тебя. Хитро улыбаясь, проговорил Зицу. Ну, Минато навещал ей лапши на уши, и сказал, что я полукровка и недостоин секретов клана. И узнали, что я Узумаки только в четыре года, когда сделали анализ в больнице, раньше я же просто был Наруто, без фамилии. Вот оно как. Ничего больше не сказав, черное существо начало будто впитываться в пол, а после вовсе и исчезло. Наруто же держал путь на кухню, дабы заварить свой любимый, зеленый чай и чего-нибудь поесть. У Зумаки уже второй день без еды. Через полчаса, когда чай был выпит, а то, что он себе приготовил, съедено, черноволосый отправился в свою комнату, дабы за эту неделю наконец-то выспаться. На следующее утро, Наруто проснулся в 630 и, сходив в душ, сразу же отправился проверить, что там его гости. Йоги-то все так же была без сознания. Наруто же решил выйти в Канаху, посмотреть впервые за этот год, как она живет. Ему было очень больно, что он оставил ее, и он знал, что будет еще больнее, когда он ее увидит, но ему было все равно. Раньше он не знал, что то было за чувство, но он ее любил. Всем сердцем любил. Он очень хочет забрать ее, но сейчас еще нельзя. Рано. Дойдя до стальных дверей, Наруто выпустил немного чакры, которая вписалась в замок и дверь открылась. Поднимаясь по лестнице, Узумаки применил хидомыру, так он назвал хенги, придуманной курамой. Поднявшись доверху уже красноволосый мужчина, лет 35 пустил чуть-чуть чакры, которая сразу же впиталась во второй замок и отменила та же самая гендюцу. Поднявшись наверх, техника снова закрылась, а Наруто очень быстро поменял структуру своей чакры, чтобы его не узнали, если что, по чакре. Сделав вид, что он тренировался на полигоне, он направился к выходу. Уже за пределами он отправился искать Юга, зная, что у нее сегодня выходной. Юга, как обычно, проснулась с ужасным настроением, ведь через месяц снова эта дата. Медленно поднявшись, не думая ни о чем, она направилась в душ, где как обычно уже за этот год просто простояла под холодной водой. Голова гудела, ведь она снова плакала почти всю ночь, но она привыкла. Она просто уже не знала, кого ненавидеть, либо себя потому, что не смогла спасти его, либо его, за то, что он кинул ей. Она не знала. Дойдя до кухни, она поставила чайник на огонь и стала ждать. Сегодня ей захотелось выпить его любимого чая. Заварив кружку зеленого, горячего чая, она, незаметно для себя, выпила всю чашку очень быстро. Легко позавтракав, Узуки одела невзрачную одежду и отправилась за покупками, ведь еда была очень нужна. Сегодня она не обращала внимания ни на что, была, наверное, самой уязвимой для нападения. Поэтому она не заметила, что от самого дома, за ней следят. Наруто следовал за Юга по пятам. Как только он ее увидел, его сердце забилось сильнее, но и одновременно с эти стало очень больно, ведь это он довел ее до такого состояния. Он видел как ей плохо, как она страдает, и это только в небольшой прогулке в магазин. Сегодня он решил хоть как-то помочь ей. Купив большое количество продуктов и нужной вещей, Наруто запечатал все это в своей печати и стал ждать ей ухода на полигон. Узуки всегда уходила туда в 1600, а возвращалась из Матаны, лишь бы поскорее заснуть, и не плакать, в 0000. После того, как Юга пришла домой и разложила свои небольшие покупки, она стала готовить свое орудие, ведь сегодня она будет тренироваться еще усерднее, лишь бы вымотаться. К 1600 все уже было готово, и одев броню, Шумшином Юга переместилась на полигон и начала свою тренировку. Появившись в доме главы Анбу и обойдя все ловушки, Узумаки начал раскладывать все, что он купил. В доме было чисто, поэтому он решил оставить все как есть. Управившись за два минуты, Наруто переместился на полигон и уже до ночи, до самого окончания тренировки, смотрел на нее. Вернулся Наруто в убежище поздно и сразу же пошел в комнату к Югито, посмотреть как она. Подойдя к кровати, Узумаки увидели всю ту же картину, и уже собираясь уходить, он услышал шорох. Повернувшись он увидел, как его новое знакомое начало медленно открывать глаза и крутиться. Рассмотрев Блиемини и все, что находятся рядом с ней, она повернула голову в сторону и увидела там фигуру, которая сидела. Она сразу же узнала, кто это. Она вспомнила, что он напал на нее вместе с теми двумя уродами. Она узнала его по маске. Не попыталась встать и приготовиться отбиваться, но тело не слушалось. «Не переживай, сейчас я тебе ничего не сделаю», в грубой манере сказала черноволоса. «Не зря же я тебя спасал». На лице бывшей джинчурики появился немой вопрос. «Не переживай, сейчас я тебе все объясню». Кноха. 0057. Дом Юга. «Почему?» «Почему?» кричала в Юга. Она стояла в душе, под холодной водой, била кулаком в стену и просто плакала. «Еще чуть-чуть и у Зуки сорвется». «И ничто это не остановит». Кноха. 0149. «Скрытое убежище. Пока ты восстанавливаешься, у тебя есть время подумать», сказал Наруто, после того, как объяснил ей самое важное и то, что посчитал нужным. «Эта комната полностью твоя». «Ванная и комната есть, кухня есть, еда в холодильнике, первое время тебя будет кормить мой клон, но через пару дней ты сможешь ходить. И да, можешь даже не пытаться куда-то бежать. Это место неприступно как снаружи, так и изнутри. Так что можешь даже не пытаться. У тебя есть время подумать», сказал Чеверноволосый перед тем, как покинуть комнату. С того момента прошла неделя. За все время Наруто не заходил в комнату к своей пленнице. Он терпеливо ждал и вот наконец-то время пришло. Медленно идя по коридорам, Узумаки нес небольшой поднос, на котором стояла чашка только что заваренного черного чая и небольшой кусочек торта. Подойдя к двери, он достал ключ из печати на запястье и открыл ее. Юги-то спокойно сидела и медитировала, не обращая внимания на то, что происходило вокруг. Да, может в первые дни она немного была потрясена и совсем чуть-чуть поломала кухню, но когда она проснулась на следующее утро все было уже целое. Сейчас же она сидела и ждала, что предпримет ее новой знакомой, хотя она даже не знала его имени. Поставив поднос на стол рядом с кроватью, черноволосый щелкнул пальцами и сзади него появилось деревянное кресло, на которое он упал. Просидев в молчании пару минут, Нинни выдержала и спросила, «И что ты собираешься делать со мной дальше?» «Ну?» ответил масочник, делая вид, что он задумался, беджу мы уже извлекли. «Вот как?» Удивленно заговорила ее Гита «Извиняюсь, что перебила». «Так вот о чем я», начал Наруто поставив локти на колени, скрестив руки перед лицом Мататаби. Мы уже извлекли и сейчас 95% ей чакры во мне опять в статуе. «Кстати, Мататаби тебе привет передает». Словно сказанные неизвестным очень удивили ее, ведь Двухвостая никому не говорила своего имени, кроме меня, конечно, поэтому она решила уточнить. Она назвала тебе свое имя? «Может я и похож на ублюдка, но я не тот, кем кажусь». Спокойно ответил Наруто. Узумаки поднял руку к маске и начал ей снимать. Под одной маской была другая, но уже на полу лица, которую черноволосый стянул в тот же момент, как первая маска лежала на подоконнике кресла. «Начнем с того, что меня зовут Узумаки Наруто», без эмоций сказал масочник «И если хочешь что-то узнать, дай мне свою руку». Юги-то сама не заметила, как рука начала тянуться к Наруто, и когда их руки соприкоснулись в ей голове стали появляться непонятные воспоминания и она как будто видела историю Узумаки своими глазами, а также те воспоминания, которые ему передала Кагуя. За секунду все как появилось, так и исчезло. Не сидела пару минут, пока не поняла, что просто смотрит черноволосому в глаза уже минуту. «То, что ты видела, была моя жизнь и жизнь еще одного человека», сказал Наруто, который видел всю жизнь Юги-то. «Также я передал тебе пару своих мыслей и теперь, когда все знаешь, у тебя появились вопросы. Да, что мы будем делать дальше?» Спокойно спросила бывшая Джин Чирики. «Я могу отдать немного силы Маттебе, чтобы ты могла пользоваться ее силой, позже она восстановится полностью. Тон есть я могу в буквальном смысле создать две Маттебе, с одним разумом. Конечно, я только за». Более радостно сказал Иния. «Что ж, я думаю, мы сможем жить вместе». Сказал с улыбкой Узумаки, дай руку, будет немного больно. Три месяца спустя, Наруто и Юги-то неплохо так подружились, и спокойно жили все это время в убежище. Узумаки предложил вступить в Невака Цуки и помогать им. Девушка сразу же согласилась. После этого черноволосый обучил ей Хидамару, ведь если она появится в организации, появятся ненужные вопросы, так что надо, чтобы там она скрывалась. Уже в первый месяц Юги-то влюбилась в Наруто, и ей казалось, что он тоже к ней неровно дешит, но спешить она не стала. Узумаки же нашел трехвостого санби и запечатал его в Хизаку из Стран Воды, ведь создать второго биджу можно только в человеке. Сразу же после запечатывания черноволосый забрал 95% его чакры, а парня выкинул недалеко от тумана, где после его подобрали и обнаружили, что он джинчурики. Позже за ним пришли Кисами и Шису, был запечатан еще один хвостатый. Сейчас Наруто сидел напротив двух джинчурики, которых он только что поймал и собирался забрать их чакру, позже за ними придет сам Пейн, за бойми. Началось перезапечатывание в Узумаки. Тело уже привыкло к тем болям, которые уничтожали его, поэтому восстановление происходило намного быстрее. За 10 минут Четири хвосты был уже в Наруто и не оперироваясь началось запечатывание Пятихвостого. Через полчаса Наруто уже был у себя в убежище и сейчас терпел неимоверную боль, но был все еще в сознании. Курама, Шукаку, Мато Таби и особо восстанавливали тело их общего джинчурики. Эти трое с самого начала не верили, но после показанных им воспоминаний Кагуя, все же решили помочь. Они очень сильно уважали Наруто и считали его своим другом. Он в свою очередь относился к ним так же. Боль прошла через пять минут и Узумак и спустился в подсознание, где уже четыре клетки было открыто и хвостатые в них спокойно лежали. Внезапно четырех и пяти хвосты начали пробуждаться. Первое, что они увидели, была клетка. После был человек. Уже в конце они увидели своих хвостатых друзей, которые спокойно лежали. Что происходит? Удивленно спросил четырехвостый. Внезапно в их голове начали появляться образы и воспоминания Кагуя о Цуцуки, как они поняли. Через мгновение, когда все увиденные исчезли и появились в их памяти, незнакомец задал вопрос, как вам то, что вы увидели? Что это было? Не до конца понявший пяти хвосты задал свой вопрос. Это воспоминание Кагуя, как все было на самом деле. Спокойно ответил Узумак и меня звать Узумак и Наруто и я прошу вашей помощи в ее возвращении. Хорошо, я помогу. Спокойно ответил Четырехвостый. Я тоже. Добавил Пятихвостый. Клетки открылись и оба звери протянули свои кулаки. Наруто протянул две свои руки одновременно и соприкоснулся с хвостатыми. Обменявшись воспоминаниями, Узумак отошел и поклонился хвостатым. Приятно с вами познакомиться с Онгаку, Какуа. Рассчитываю на вашу поддержку. Исчезнув из подсознания, Черноволосый очнулся в своей комнате, чувствуя, что его переполняет сила. Сев на кровати, он приподнял руку и выпустил в мир два своих новых кикиганка и лава и пар. Также теперь у Черноволосого была еще один геном стихии дерева. Он появился случайно на одной из тренировок. Он просто пытался как обычно выпустить две техники одновременно водный дракон и земляной шип. Но вместо этого из земли появился деревянный шип в виде дракона. Тогда Узумаки задумался, можно ли соединять стихии и проявлять в себе новые геномы. И вправду через какое-то время народ и смог освоить геном льда. Хоть при появлении хвостатого легче проявить кикиганкой, но проявлять их при смешивании стихии сложнее но возможно. Страна огня. Деревня Листа. 1452. Хакаги Сама, кот прибыл. Сказал Юга, ставшая на колено в кабинете Хакаги. Кот, для тебя важное задание. Сказал Минато, не отрываясь от документов мы выследили одного из членов Акацуки Саурон. Новенькое у них. Задание устранить цель. Страна молния. Неизвестная пещера. 1501. Отлично Минато, то что надо, отправил ей прямо ко мне в руки. Югито, собирайся, выходим в 0700. Наконец-то я смогу ее забрать. Поняла. Ответила Ни и отправилась в темноту. Извини, что не забрал тебя раньше. Сейчас все изменится, ты будешь счастлива. Сказал Наруто, уходя в ту же темноту. Через два дня ты должна прибыть на встречу с заказчиком, коим будет Юга, и постарайся незаметно поставить на нее печать. Сказал Чверноволосый между вами начнется битва, я телепортируюсь к тебе и отвлекаю внимание, пока ты ее вырубаешь. Поняла. Ответила Беловолосая. Через мгновение ее волосы почернели, а черты лица изменились. Югито взяла свой плащ и отправилась в страну песка, где и должна состоять встреча. Прошли четыре месяца с того момента как Югито вступила в Акацуки. За это время, Наруто смог с помощью воспоминаний Черного Зецу выучить все стихийные техники, которые существуют в мире, а также обучить ней паре приемов. Например, теперь она умела ставить такие же печати подчинения, как и Сасари. У Югито было очень много шпионов по всему миру. С помощью Наруто они появлялись перед целью, после чего полностью подчиняли ее сознание, как раньше это делал кукольник. Сам Мизумаки сейчас создавал свои техники. Первое, что он решил сделать, это соединить всевозможные стихии с Рассинганом. Также он смог проявить в себе геном пыли, усиленный геном Цучи Каги. После того, как Югито ушла на миссию, Наруто переместился в свое измерение, где он собрал обладателей всех кикегинка мира. Сейчас они были фактически мертвы, у них работал организм, но мозг был уничтожен. Наруто решил поглотить их при помощи своей техники, которая была сделана наподобие кикегинка клана Ринха. Но плюс этой техники был в том, что пользователь при этом поглощает способности человека. Сложив серию из 15 печати одной рукой, Узумаки проговорил название техники Никши Тукаэ Укеу Наукашева. Из тела Красноволосого появилось много хвостов, которые дотронулись до тел уже мертвых людей и они стали рассыпаться при этом хвосты стали передавать золотые импульсы. Через пару мгновение все исчезли, оставив Наруто наедине. Он чувствовал, как его переполняет сила, а также свои новые способности. Встав, Черноволосый сложил лишь одну печать концентрации и перед ним стало расти дерево. За 15 секунд оно стало гигантским размером с деревья этого мира, а деревья здесь были действительно колоссальных размеров. Для этих деревьев Биджу были как муравьи. Наруто появился в своей комнате. Встав, он размял свои руки и телепортировался в лес недалеко от Канохи. Он решил проверить свой джентон в освобождении скорости. Сосредоточившись на своей способности, Узумаки сделал рывок и через пару секунд находился на окраине страны льда. Развернувшись в предполагаемом направлении страны огня и сделав рывок, Черноволосый оказался в Танзаку. Вдоволь наигравшись со своими новыми способностями, Наруто переместился в убежище. До прибытия Йогита в Суну оставался один день и семь часов. Наруто решил не оставаться без дела и отправился изучать Фуиндицу. Порывшись в воспоминаниях Черного, Узумаки обнаружил очень много техеник Фуин, первое что решил выучить, это барьер, замедляющее время. Взяв листы чернила Наруто написал Кандзи силы и положив его посередине комнаты влел туда большое количество чакры. Барьер окутал всю комнату, а замедление произошло таким образом один секунда к двадцать годам. Чем больше чакры, тем больше замедления. Сам же барьер держится до того момента, пока его создатель не погибнет. Через два года под барьером, Узумаки выучал все известные мирушины Бифуиндицу. Следующее что было в планах Наруто это подписание контракта со своим призывом. Сложив серию печати и приложив руку к земле, произнес техника призыва. Хлопок и Узумаки оказался в непонятном месте. Это было пространство без углов и стен. Узумаки попал в космос. Внезапно из ниоткуда стали появляться маленькие пылинки которые стали образовывать человека. Человек был похож на Наруто, но его отличительной чертой являлись глаза. Они были полностью черными. Без зрачков. Полностью черные. Кто ты человек? Спросил о копии черноволосого. Мое имя Узумаки Наруто, я прибыл сюда с помощью обратного призыва, и похоже что вы мои призывные существа. Ответил честно Наруто. Тогда не будем медлить, я чувствую в тебе силу. Ты самый сильный человек в мире, самое время подписать контракт. Сказало существо. В пространстве начал образовываться полностью пустой свиток. Узумаки не надкусывая палец написал свое имя в свитке. Буквы были непонятно чем. Они были похожи на космос. Поставив свою подпись и отпечаток своей руки, Наруто отошел. Свиток исчез так же как и появился. Его точная копия, стоявшая напротив него припала на одно колено и поклонилась, сказав, «Теперь я, и мой народ рады служить вам Узумаки Наруто». Сказало существо это мир Доншоку и ты первый попавший сюда. Мое имя Рокерут и я правитель этого места. Пав Наруто, Рокерут объяснил, что время в этом мире идет быстрее, чем в мире людей. Один час там сто лет здесь. Этого должно хватить, чтобы обучиться всему. За час мы полностью разобрались с планом тренировки. Для начала мы изучим стиль их тадюцу, а после начнем требовать режим сендюцу, изучим новые техники, которые можно использовать благодаря сененмаде и под конец мы будем изучать все виды тадюцу всепризывных миров. Пав Наруто, Рокерут поведал историю, что мир Доншоку это мир, который когда-то воевал со всеми призывными существами и теперь у них есть в каждом призывном мире свои шпионы. Народ Доншоку это народ бестелесных существ, которые могут обретать любой вид, о котором подумает штых призыватель. Подумав о львах, перед Узумаке появился гигантский лев с черной шерстью и в золотых доспехах. Все жители обрели образы львов, но с разным цветом шерсти и доспехов. Следующие 30 лет Наруто занимался обучением постоянными тренировками. Собирать семь чакры и переходить сененмаде Узумаке научился за два года. При переходе в сененмаде у Наруто чернели глаза и отрастали демонические рога. Рокерот объяснил, что этот вид сен чакры очень нестабилен и при неправильном использовании убивают пользователи, но при этом сен чакру сама по себе собирался в организме на протяжении всей жизни и сененмаду можно активировать или деактивировать как например шарингом. Следующие пять лет изучался стиль Тайдюцу Даншоку. Сам стиль очень разнообразен в чем и заключалась затратность времени. Самым же основным недостатком этого стиля являлась незавершенность. Стиль предназначен для того чтобы комбинировать его с остальными. Еще три года заняло изучение множества разнообразных техник сененмода. Мир Даншоку был связан с богами и поэтому связан с Чистилищем и Адом. За три года Наруто побывал и там, и там мог спокойно использовать все способности ангелов и демонов. Познакомился с самим Шинигами и Джошином, которых сам уже превосходил по силе. Остальные двадцать лет Черноволосый изучал стиль Тадзюцу остальных призывных миров. Его обучали лично шпионы Даншоку. С горы Мьобоку призывный мир Жаб прибыл Фукасаку, с мир Змей прибыл Мантра, из чего Узумаки сделал вывод что все шпионы призывными мирами окончательный вывод Наруто. В следующую секунду Черноволосый появился в своей комнате и снял барьер. Так как теперь Узумаки знал и умел все во всем мире, Черноволосый понял что теперь у него нет достойного противника. Он стал сильнейшим мира. Весь следующий день Узумаки провел в медитациях, практикуя умнее управлять чистой чакурой. Сидя на полу, Узумаки выставил руку вперед и из нее вылезло голубое, полупрозрачное щупальце которое потянулись к стене. Сам же Наруто спокойно сидел и контролировал его. За день он смогу делать оружие из чакры и всякие интересующие его предметы. Сила чистой чакры была неимоверная. Молот уничтожал легким касанием. Меч из чакры резал любой предмет, как топленое масло и так далее. Страна ветра. Поселение на границе. 0052. Я принесла то что ты просила. Сказал женщина в плаще с красными облаками. Покажи. Холодно сказал другой женский голос. Черноволосый достал из небольшой сумки средних размеров свиток в сине обертки и сказал деньги. Фигура напротив достала из-за спины кейса и передала его члену Акацуки. Женщина открыла кейс и пересчитала деньги 15 миллионов рю. Закрыв кейс, черноволосая протянула свиток человеку напротив. Как только фигура напротив в черном плаще дотронулась до свитка, член Акацуки незаметно, указательным пальцем поставила печать на руке неизвестной. Развернувшись в ней начала уходить, как в спину прилетела три куная, но вместо юги-то там лежала бревна. Резко появившись за спиной ей юга, черноволосые наносят удар и уже бессознательные узуки в руках и узумуки. Молодец! Спокойно сказал Наруто. Спасибо! Расслабленно ответила Ни. Страна снега. Домик в лесу. Одна тысяча девятьсот тридцать три. Юга очнулась в теплые кровати, укрытые теплым одеялом. Напротив нее был камин, в котором горели дрова. За окном шел снег. Первое, что она почувствовала, кунаичи, было напряжение. Осмотревшись, узуки увидела большое кресло, в другом углу комнаты находился большой шкаф с книгами. Возле камина, с двух сторон стояли разные вазоны с растениями. В другом конце комнаты была дверь, за которой было слышно шум воды. Метров пять от двери, была еще одна дверь. Глаза расширились, когда узуки увидела перечеркнутый протектор деревни облака. Быстро продумав план, Юга уже хотела забрать свою катану, которая стояла возле кровати, как вдруг звук воды прекратил доноситься из-за двери. В следующее мгновение дверь открылась и из нее вышла блондинка в синим комбинезоне. Ее волосы были мокрыми, но уже расчесанными. Подойдя к столу, блондинка села на черное кожаное кресло и начала что-то писать в каком-то блокноте. В следующее мгновение узуки быстро выпрыгнула из кровати и с помощью недоработанной версии чадари уничтожила полстены. Приземлившись на снег, Юга ощутила холод. Блондинка продолжила сидеть и что-то писать. С кресла в этот момент кто-то встал и уже через мгновение перед ней стоял член Акацуки в оранжевой спиральной маске с черными волосами. Узуки напряглась, она чувствовала что чакры мало, все тело болит и вероятность победы равна нулем. Масочник остановился в 10 метрах от фиолетового волоса и просто молчал. Первая не выдержала Юга и холодно спросила «Что вам нужно?» Масочник молча стоял, как будто пытался вывести ее и у него это хорошо получалось. Снег падал все сильнее и это уже был полноценный снегопад. «Что вам нужно?» сорвалась на крик Узуки. Внезапно масочник начал медленно идти в сторону Юга, которая в свою очередь начала пятиться назад. Его рука начала подниматься вверх. Анбушница начала быстро придумывать план, но все мысли бежали из головы, у нее начиналась паника. Внезапно масочник остановился и произнес «Если ты сделаешь еще один шаг, ты умрешь». Это был обеспокоенный и довольно знакомый голос. Юга была растеряна, но этот голос был настолько знаком. Не решаясь сделать еще шаг, Узуки посмотрела назад. Там была пропасть. Еще один шаг стоил бы ей жизни. Юга вновь посмотрела на маску. Рука достигла конца своего пути и остановилась на маске. Масочник потянул руку вверх, а вместе с ним маску. Эти десять секунд были утомительными и невероятно долгими. Маска упала. Шрамы на щеках и эта улыбка. Узуки не могла поверить в это. Он ведь мертв. Привет. Юга. Сказал Наруто с искренней улыбкой и из его глаза упала одинокая слеза. Фиолетов волосой была потеряна. Она не знала что происходит. В голове всплыло воспоминание о его смерти. Вся эта ситуация была абсурдной, поэтому губы самой начали двигаться и обычный шепот перерос в крик. Он легкой замен к ведь умер. Крик разнесся эхом в голову и узуки. Все мысли перемешались еще сильнее. Вопрос сам сорвался с губ. Зачем ты притворяешься но внезапно человек напротив сказал успокойся Юга это на самом деле я. Начиналась истерика. Из глаз девушки потекли слезы. Резко человек напротив посмотрел в глаза фиолетового волоса и в глазах девушки все потемнело. В следующую секунду она увидела узумаки но она как будто была призраком. Она видела как он жил все это время. Как ему было больно бросать ей. Как он винил себя. Как добивался силы. Как следил за ней и старался стать сильнее. Как был счастлив когда понял что сможет забрать ей. Она видела все что было и поняла это вправду ей Наруто. В следующую секунду узуки очнулась. Она ощутила что ей кто обнял. Открыв глаза Юга увидела узумаки который улыбался ей. Они все еще стояли на улице. Фиолетов улыбался и начала рыдать. Это были слезы счастья она наконец вернула его. Из-за сильного истощения Юга потеряла сознание расслабившись в его руках. Почувствовав это Черноволосый поднял ей на руки и понес в дом. Положив узуки на кровать Наруто посмотрел на разрушенную стену и она сразу же начала затягиваться деревом. Когда дара была заделана он воспользовался своей стихией парой и поднял температуру в комнате. Спустя пару часов узуки окончательно очнулась. Сидя за столом напротив Наруто она ждала его слова зная что сейчас их ждет очень серьезный разговор. Год спустя с момента встречи прошел год. Сейчас подпольная организация узумуки насчитывала девять человек не включая его самого. Все они были женщинами которые были спасены чверноволосым. Югит Юга Узуки Карин Узумуки Мита Узумуки Рин Нахара Анка Мита Раши Цунэ Дисин Джу Мит Руми и Амей Вирин Ва С помощью своих способностей Узумуки смог воскресить или вылечить некоторых из них. Все они кое-чем заинтересовали черноволосого. Юга Узуки Ты видела всю мою жизнь но не видела один кусочек моего детства. Спокойно проговорил в глаза чеверноволосому, будто задавая самый интересующий вопрос. Узумуки посмотрел в глаза девушки и уже через секунду Узуки видела его разговор с Кагуей. Все от самого начала и до конца. Все пропало так же резко как и появилось. Наруто все так же сидел и ждал. Просидев так пару минут в воздухе застыл новый вопрос Хочешь ли ты жить? Юга Узуки Карин Узумуки красноволосая девушка лет неизвестно отчего. Девушка хромала, левая рука была прижата к довольно глубокой ранее на правом боку в районе живота. Сзади были слышны лишь крики группы мужчин, по всей видимости Нукининов. Через пару метров Карин не заметила камень и споткнувшись, грубо упала. Звук привлек Нукининов и уже через пару секунд перед девушкой стояло пять человек с перечеркнутыми протекторами деревни камня. Далеко собралась. С кровожадной ухмылкой спросил главарь. Узумуки начала отползать, но остановилась, упершись в дерево. Надежда на спасение пропала. Один из Шиноби быстро подошел и замахнулся своей катаной. Карин зажмурилась. Она жалела лишь о том, что вовремя не заметила ловушку. Секунда. Вторая. Третья. Открыв глаза, красноволосая бомлела. Все стояли с гримасой ужаса на лице. С разных сторон он были пробиты каменными кулеями, которые вылезли из земли. Жалкие отродии. Грубо сказал кто-то справа. Быстро повернув голову в сторону звука, Узумуки еще больше обомлело. Рядом с ней стоял мужчина, скорее всего еще даже мальчик, в плаще с красными облаками. На его лице была оранжевая спиральная маска, а волосы были черные как ночь. Через минуту масочник перевел свой взгляд на девушку. Обратился к ней масочник «Моего имени тебе знать пока не обязательно, но у меня есть вопрос хочешь ли ты жить?» Да с сильным удивлением ответила Карин. Карин Узумуки, Мита Узумуки, Мита не знала сколько прошло времени с того момента, как она умерла. Узумуки сидела в каком-то непонятном месте. Оно было полностью белым, без границ. Красноволосая не знала сколько она здесь. Час, день или может год. По ощущениям будто уже пару десятилетий. Внезапно пространство начало искажется и как будто втягиваться в одну точку. Через пару секунд напротив нее стоял черноволосый юноша с черными волосами. На его лице была оранжевая спиральная маска, а одет он был в черный плащ с красными облаками. Простояв так пару секунд, парень обратился к Узумуки. «Мита Узумуки, хочешь ли ты жить?» В очередной раз девушка видит, как ее и ее напарника Кукаши окружают много человек в маске Анбу Тумана. И снова битва, и снова осознание, что она теперь дженчурики Трехвостого, и снова осознание, что лучше умереть, чем же так. Это было ее проклятие, за то, что она решила, что лучше умереть. И снова он прыгает между Кукаши каким-то Анбу. Закрывает глаза, ждет удар. Когда же удара не последовало, Рина открыла глаза и обомлела. Все замерло, абсолютно все. Ты сама сломала свою жизнь. Спокойно сказал голос за спиной. Обернувшись, Нахара еще сильнее удивилась. Спиной к ней стоял такого же возраста парень. Он спокойно осматривал одного из Анбу. Его волосы были черные как смоль. Одет он был в черный плащ с красными облаками. Повернувшись к девушке, черноволосый сказал, если бы Анбу Канохи не пришли вовремя, Кокаши уже давно был бы мертв. Сейчас Рин увидел, что на лице у неизвестного красовалась оранжевая спиральная маска. Но внезапный вопрос выбил всю землю из-под ног. Рин Нахара хочешь ли ты жить? Рин Нахара две фигуры стояли друг напротив друга. Один был одет в стандартную форму Анбу Канохи с маской льва. Вторая фигура была одета в бежевый плащ. Фиолетовые волосы были заполнены в высокий хвост. Это была женщина лет 20. Внезапно оба рвайнули друг на друга на огромной скорости. Завязался бой, но пока только в Тайдюцу. Через пару минут оба отпрыгнули друг от друга. Внезапно Анбу почувствовал резкую боль в левой руке. Посмотрев туда, он увидел, что ей просто нет и по локоть. Дикий крик, который через секунду превратился в непонятное бульканье. Анбу ползамертво. За ним стоял подросток с черными волосами. Оранжевая спиральная маска и черный плащ с красными облаками дополняли образ. А ты хорошо скрывалась, Анкомитараши. Сказал масочник у меня к тебе вопрос, Анкомитараши. Хочешь ли ты жить? Анкомитараши Цунэдисинджу скоростью. Еще удар. Булыжник разлетается на кусочки. И снова удар. Все удары были не человеческой силы, но так и не достигали своей цели. Сейчас женщина лет 20, с блондинистыми волосами, завязанными в два хвоста, пыталась задеть какого-то Шиноби. На нападавших была стандартная форма Шиноби-песка. Их было 20, против один женщины. И снова бой, только теперь не беловолосый окинулась в атака, а группа из 20 человек. Вся двадцатка пыталась задеть Синджу, но у них ничего не получалось. Внезапно один пробежал мимо Цунади с каким-то свитком, но женщина не успела повернуться, она была занята всеми остальными. Беловолос накутали цепи. Двигаться было невозможно. Наконец-то вздохнул главный заставил лжитый сока нас повозиться, но ничего, сейчас ты ответишь за смерть наших родных. Цунади лишь вздохнула. Она знала, что помощи не будет, потому что была одна. Единственное, что ей оставалось, это тянуть время, с очень сильной надеждой. Ваши родные и близкие сами виноваты в том, что напали на лист. Спокойно проговорила женщина. По всей видимости это еще больше разозлило их главаря, что на его лице появилась гримаса злости. Шинаби, уже отступник Цунади начал подходить к Синджу и замахиваться для удара. Беловолосая лишь закрыла глаза и приготовилась к неслабому удару. Но его не последовало. Открыв глаза, Цунади была шокирована. Человек все так же стоял напротив нее, но глаза его были безжизненными. Из его груди торчала рука в черной перчатке с кольцом, на котором было изображено Кандзи а не демон. Рука начала выходить из трупа, и тот упал. Теперь Синджу видела, что все двадцать нападавших были убиты, а цепи больше не держат тело. Напротив нее стоит юноша с черными волосами, в оранжевой спиральной мазке и в черном плаще с красными облаками. Они ослушались своего Каги, спокойно сказал чеверно волосы и их в любом случае ждала смерть. Кто ты? Все еще будучи шокирована, спросила Цунади. Кто я это не важно, все так же безэмоционально ответил масочник важно то, что ты сейчас ответишь. Неизвестный перевел свой взгляд в небо и спросил самый неожиданный вопрос, хочешь ли ты жить? Цунади Синджу Метю Руми, девушка лет двадцать два, с длинными рыжими волосами в праваном синеплатье убегал неизвестно от чего. На улицу был ливень. Босые ноги утонули в болоте. Бежать было тяжело. Если приглядеться, то можно увидеть, что тело девушки в ранах и садинах. Вдруг из ниоткуда вылетел сюрикен и попал в ногу девушки. Резкая боль заставила рыжеволосу упасть. Далеко не уйдешь! Крикнул появившийся сзади Нью-Шиноби. Достав танта, он решил закончить все быстро. Резкий выпад. Женщина зажмурилась. Внезапно прозвучал звук, будто что-то железное ударили об дерево. Рыжеволосая резко открыла глаза. Шок первая эмоция которая появилась у женщины. Мужчина, который пытался секунду назад ее убить, сейчас был пробит стальным копьем и прибить к дереву. Как иронично, самые доверенные люди, которые сами же тебя и посадили. Произнес неизвестный голос прямо с правой стороны. Рыжеволосая резко повернула голову и уставилась на мальчика в оранжевой спиральной мазке в черном плаще и с красными облаками. Хочется ли тебе жить, Митя Руми? Митя Руми, Амири Ринва. Ринва лежала в палате, все тело болело. Когда ей сказали, что она неизлечимо больна, то сначала она не верила. Полное от резкой боли в горле. После чего Амири полчаса кашляла кровью. Это был один из первых и один из серьезнейших приступов. После того случая женщина обратилась к врачам, которые посвятили ей подробности ее заболевания. Она полностью отказалась ложиться в больницу, попусту тратя свое время, которое может потратить на миссии. Сейчас же, после очередного приступа, Ринва лежала в палате, и думала когда все уйдут, чтобы слинять побыстрее. Но сегодня вечером мне что-то остановило. Что-то говорило, что в больнице сегодня будет лучше остаться. Три часа ночи, Амири все еще не спала, она ждала неизвестно чего. Повернув голову в сторону окна, женщина услышала шаги из темной части комнаты. Болезнь съедает заживо. Холодным тоном проговорила черная фигура до Амириринва. Когда он вышел на свет луны, можно было заметить что это юноша в оранжевой спиральной мазке в черном плаще с красными облаками. Хочется ли тебе жить? Амириринва за год Узумаки смог забрать шестихвостого и семихвостого Сайкена и Чоуми которые также уже были захвачены и Акацуки. С каждым новым хвостатым умирали члены этой организации. Уже были убиты группа бессмертных Хидден и Кокозу кукловод Сасаря и лидер Пейн. Но все погибшие были заменены на девушек приведен якобы Канан. Нагата же погиб буквально два часа назад. Он растаял от слов двух дженчурики Девятихвостого и воскресил всех кого убил во время нападения. Это не волновало Узумаки сейчас ему важнее был пригласить Канан в его организацию. Стоя на башне Наруто ждал прихода Хайми. Сейчас был самый подходящий момент чтобы Канан присоединился к его организацию. Большая дверь открылась в проходе показалась синеволосая женщина в черном плаще с красными облаками. Сзади нее в воздухе висело два тела полностью облепленных бумажками. Что тебе нужно Мадара? С холодностью спросила девушка но в голосе все равно слышалось очень слабое удивление. Смерть близких бьет больнее всего не так ли? Задал спокойным голосом вопрос масочник но я всего лишь хотел спросить тебя хочешь ли ты жить? Внезапно масочник повернулся к девушке и начал поднимать руку которая остановилась на маске их глаза встретились у Канан начало темнеть в глазах следующее что она увидела это жизнь неизвестного мальчика его страдания и его боль и этот мальчик напоминал Яхика Хайми не понимала кто это до того момента как она не увидела его в оранжевой спиральной маске в черном плаще с красными облаками в следующую секунду синеволосая снова очутилась в комнате и пред ней стоял все тот же парень только уже без маски не поможешь ли ты мне достичь моей цели задал еще один вопрос черноволосой стоя на балконе под дождем смотря в небо да я согласна тихо ответила канан два недели спустя узумаки сидели и спокойно осматривал свое оружие на наличие дефектов за эти недели наруто смог собрать всю коллекцию мечей семи мечников тумана и в идеале научиться имидраться совмещая это со своим стилем тайдюцу гунбай пока что еще не задействовался но всегда был чист и отремонтирован у черноволосого вся гигантская коллекция оружия была запечатана в пространственном кармане в подсознании был своеобразный музей всех орудий которые находились в печати там было все от простого сюрикена до гигантского белого меча который был выкван самим шинегами из смесиатского металла и райской платины всеми этими орудиями узумаки овладел в идеале также недавно черноволосый научился открывать восемь внутренних в адгюке отправление на собрание пяти каги и продолжение сбора своей организации маму кунэйми осталось еще пять женщин покура мобой самуя таи и рачимару на все это у узумаки есть месяц ведь дальше нужно действовать через пару месяцев проект глаз луны должен быть активирован прошло три недели за это время узумаки все-таки смог пригласить еще семерых женщину в организацию и если пятеро из них были приглашены по плану то двое других появились внезапно самуя мобой таи пакура и рачимару все они были найдены в самый подходящий момент табирама и ханабежи были найдены действительно случайно табирама сенджу неизвестное тело тонуло в воде океану не было конца в этом пространстве было лишь две вещи воды и женщины табирама находилась здесь достаточно давно и поэтому уже не пыталась как-то сопротивляться она тонула падая в бесконечную бездну уже неизвестное количество времени это было и проклятие так считала сенджу беловолосая уже закрыла глаза как вдруг ей как будто начали вытягивать отсюда мгновение и все исчезло все окутала тьма еще мгновение и табирама видит голубое небо она против женщину с черными волосами завязанными в косу одета она была в черный плащ с красными облаками ты хочешь победить меня этим безэмоционально спросила неизвестная в следующую секунду сенджу видит мальчика в оранжевой спиральной маске в таком же плаще он сидит на дереве и очень профессионально скрывает свою чакру заметила табирама его лишь из-за того что он позволил это сделать показавшись на мгновение саурен зангитсу обратился неизвестный я великий арагон украл эту технику уарачамару самое именно для этого то ты умрешь сегодня женщина напротив лишь вздохнула и спокойно сказал ты даже не можешь нормально выполнять эдотенций я уверена что твоя кукла рассыпется в тот момент как остатки твоей чакры исчезнут в следующее мгновение табирама уже слышала как великий арагон хочет что-то сказать но его голос прерывается из-за пролетевшего рядом с гробом водяной стрелы звук падения тела а после звук вытекающей крови синджи уже ждала возвращения в мир мучения как вдруг рядом с девушкой появился тот самый парень который сидел на дереве эй я сама хотела резко настроение черноволосой меняется до неузнаваемости успокойся югита сказал масочник здесь цель поважнее названная перевела взгляд на беловолосую ухмыльнулась сказав она же не входила в планы планам свойственно меняться спокойно ответил парень а теперь вопрос к тебе табирама синджу хочешь ли ты жить табирама синджу ханаби хьюга юная хьюга сейчас бежала быстро бежала сегодня день ей клеем не которого так ждали все старейшины и отец она не хотела быть шлюхой этих старых ублюдков ханаби специально не клеем до 16 лет решая до конца что с ней делать в семье ее ненавидели все она был старшей дочерью главы клана но ее сила была мизерной в детстве когда шиноби облака пытались ей украсть то печать паралича была поставлена неправильно и очаг чакр получил серьезные травмы 95% всей чакр канулов было уничтожено в 4 года ханаби хьюга лишилась своей жизни с того самого дня отец показал настоящего себя сейчас бывшая химия сбегала из дома из деревни она знала что за ней уже отправили в погоню она знала что далеко ей не уйти но все же лучше попытаться вот шатинка видит выход из леса и надежда на спасение вновь появляется еще каких-то пару десятков метров и она сможет спастись выбежав из леса хьюга ослепил свет из-за которого она чуть не упала в обрыв остановившись в последний момент девушка замерла с обреченным видом сзади резко послышались крики людей скорее всего это были шиноби и скорее всего из клана ханоби осознала что единственный выход смерть ведь это всяко лучше что жизнь с таким клеймом шум стих это то что заставило юною хьюгу обернуться и с шоком застуть на месте сзади нее стоял юноша в оранжевой спиральной мазке в плаще с красными облаками он держал голову одного из старейшин отвратительный человек сказав это черноволосый выбросил голову в сторону и посмотрел на девушку хочешь ли ты жить ханоби хьюга сейчас же эти двое спокойно и выполняли задание наруто покора обладательница стихии жара стояла напротив пятерых человек с перечеркнутыми протекторами тумана у них был бой не на жизнь а на смерть у покора чакры практически не осталось да и сама она была потрепанной чего не скажешь о нападавших внезапно позади этой пятерки появился кто-то что заметил лишь покора это был черноволосый парень в оранжевой спиральной мазке в черном плаще с красными облаками звук будто что-то достает из печати привлек внимание всех но было уже поздно резким движением масочник разрезал всю пятерку напополам обезглавливателем за пару секунд все нукинины упали замертво каги настолько трус что посылает убить свою лучшую кунаичи проговорил с насмешкой черноволосый хочется ли тебе жить покора покора мы бой и самуя сейчас две женщины пытались отбиться от толпы шиноби облака которые пытались задеть их своим холодным оружием в это время девушки убили очередного предателя они чувствовали что долго им не продержаться но сражались до последнего звук крушения стены привлек внимание всех нападавшие насторожились а две девушки незаметно обрадовались все думали что пришел райкаги каково же было их удивление когда в проем сломанной стены прошел парень в оранжевой спиральной маске в черном плаще с красными облаками переворот не удался безэмоционально проговорил масочник и уже добивает ваших подельников шина в стандартной экипировке элитного джанин облака который стоял ближе всего к черноволосому побежал на парне и с яростью закричал не ври мне ублюдок масочник быстро поднял руку и через мгновение из указательного пальца вылетела молния которая пробила череп нападавшего через еще пару мгновений все пятнадцать шина были убиты сильным разрядом молнии парень повернулся в сторону девушек и проговорил вас подставили райкаги желает вашей смерти но хотите ли вы жить мы бы и самуя арачимару и тауя тауя было плохо с тех пор как на базе арачимару произошел взрыв в лаборатории все подчиненные начали болеть уже сорок человек погибло и сейчас их тела либо в морозильной камере либо гниют в лабораториях болезнь уничтожила организм изнутри и уже буквально через неделю ты кашлял кровью а через месяц тебя рвало крови уже прошло два с половиной месяца с тех пор как заболел первый но никто не мог выбраться из напрочь закрытого убежища хоть арачимару и пыталась создать лекарства но все было тщетно сегодня тауя впервые очень сильно закашлялась вследствие чего на стене были капли крови санин же уже который день пыталась найти лекарства ведь есть некоторые подчиненные которые были очень важны без них она не может уйти еще одна попытка но тщетно образец который она нашла в холодильнике комнаты как будто не поддавался ничему но арачимару заметила что лишь после смерти образец WZF-21 полностью умирал в организме легкий вздох и еще один день не дал никаких результатов хоть санин и была единственной здоровой но что-то ей подсказывало что ненадолго раздумья были прерваны резким дискомфортом в горле что заставило черноволосую довольно-таки неслабо закашлять с этого момента от силы ей осталось 23 месяца не больше в дальней части лаборатории где стояло кресло послышался шорох арачимару не была бы санином поэтому резко развернувшись в сторону заранее приготовишься к бою женщина начала приглядеться лампа в том месте была сломана поэтому не светила лишь изредка мигала давая знать о себе прямо под лампой на кресле сидел черноволосый парень в оранжевой спиральной мазке в черном плаще с красными облаками он закинул ногу на ногу одна рука подпирала его голову а вторая спокойно лежала на ногах что Акацуки понадобилось здесь скрыв удивление задала вопрос арачимару как кто сюда попал присмотревшись Санин заметила что рядом с масочником на небольшом диване лежала Тайя она была в сознании но по ее виду можно было сказать что ей очень плохо бледная кожа и мешки под глазами не сменив своего положения Черноводоса заговорил оказывается есть люди умнее тебя как будто не только смог вывести штамп неизвестной болезни причем такой сильный так еще и запер вас всех здесь умирать насколько же сильно он вас ненавидел значит все-таки это был как будто подтвердила свои мысли Санин а вслух произнесла откуда такая информация сейчас не важно потом может быть узнаешь все так же холодно проговорил масочник продолжил обращаясь уже к обеим на вот вопрос хотите ли вы жить Арчимару Итайи Восьмихвостый был захвачен на второй неделе но пока только самим Наруто Акацуки же провались в этом плане Джинчирики смог сбежать от кисами и Шису обманув их из Акацуки в живых остались кисами Шису Зицу Канан Дейдара и Сора в одно мгновение а точнее неделю назад Узумаки выявил свою настоящую личность и жизнь теперь все готовы помочь Наруто также недавно Черноволосый пригласил Хатаки Кукаши в организацию который с большой охотой согласился сегодня 10 октября день его рождения сегодня ему исполняется 14 лет уже через неделю будет собрание пяти Каги где решится судьба мира будет ли мир или будет кровопролитная война сейчас Узумаки отправляется за Кукаши с которым должна произойти встреча в стране рисовых полей взяв плащ и маску черноволосый открыл портал и уже был на месте он стоял на небольшой поляне в чаще леса через пару минут на другую сторону поляны приземлился садоволосый Шиноби приветствую Хатаки Кукаши спокойно проговорил масочник я рад что ты принял мое предложение но обязательно было приводить хвост внезапно рядом с Хатаки падает два трупа анбу пробитых большими мечами на трупах стояло два клона черноволосого Кукаши даже не успел удивиться как Акацушник вновь заговорил что ж с лишним покончено теперь я поставлю на тебя печать которая уничтожит тебя в случае твоего предательства если ты согласен то после мне придется раскрыть согласен с малой долей напряжения проговорился до волосы Шиноби не прошло и секунды как сзади Хатаки появился еще один масочник и приложил руку к плечу слабое сжение а после слабость черноволосый поднял взгляд и уже через мгновение сознание Кукаши помутнело далее он видел жизнь мальчика которого он узнал вся жизнь будто понеслась перед глазами и уже через мгновение и садоволосый вновь стоит на той же самой поляне напротив того самого черноволосого только теперь черноволосый был без маски Наруто Узумаки будем знакомы более расслабленно проговорил черноволосый я увеличил твою силу теперь у тебя два шарингана и клетки клоночка теперь ты можешь активировать и деактивировать его стал пояснять масочник тебе нужно отдохнуть пару дней подойдем и отправляемся с момента вступления Кукаши в Акацуке прошло 6 дней за это время он натренировал себя и свое тело выучив все способности своего шарингана за пару месяцев под барьером Узумаки он начал изучать новые техники на всех была поставлена такая печать черноволосым доверял всем и эта печать скорее всего нужна для того чтобы передать часть своей силы и отметить что этот человек следует одной цели жить позавчера Узумаки отправил всех в свой мир под время замедляющим барьером и теперь когда все прожили пару лет вместе они привязались к Наруто с ними он был просто беззаботным мальчиком которому нужна семья с другими же он был холоден безразличен все девушки были влюблены в него а все парни были ему братьями всех их он любил на часах было пять утра черноволосый как обычно не спал он заканчивал свой шедевр свою броню самурая не такую как у самураев в стране железо а более древнюю до собрания Каги осталось три часа доделав последний момент он облегченно с удовлетворением вздохнул работа была кропотливой требовала к себе очень много внимания создана она была из смеси всех стихий одновременно это была высокопрочная ткань которую не сможет пробить ничто украшена он была обычной краской и вставками через два часа Узумаки начал готовиться к собранию он попросил какаши кисами пойти с ним на что двое охотно согласились страна железа храм стали 0748 в зал Каги уже прибыли Казикаги Хакаги Райкаги Мизукаги Цучикаги же уже поднимался через два минуты в зале были собраны все оставшееся время в зале была гнетущая тишина пока дверь не открылась и туда не зашел глава самураев Мифуни как он сам представился Мифуни самурая выступал нейтральной стороной начались споры и обговоры пока внезапно Хакаги Минато на Микази не сказал мы собрались здесь не для того чтобы спорить над нами нависла угроза в лице Акацуки и что вы хотите спокойно спросил Мизукаги а хоть инициатором собраний был Райкаги но у меня есть слово со слабым напряжением проговорил Минато я предлагаю объединить силы и уничтожить Акацуки окончательно поддерживаю громко рявкнул Райкаги но я сомневаюсь что нам поможет камень ведь у них были связи с ними да Цучикаги на что ты намекаешь с опаской проговорил Цучикаги Я намекаю на то что вы с ними сотрудничаете уже кричал Райкаги лорд Райкаги прошу вас успокоиться спокойно проговорил Казикаги гарану собаку хоть Казикаги молод но тебе и вправду лучше успокоиться Райкаги с вызовом проговорил Анаки так как не успел договорить попрошу всех успокоиться громко сказал мифуни все затихли глава самураев продолжил благодарю и так как предложил лорд Хакаги следует объединить усилия и тогда вы сможете победить Акацуки спасибо мифуни сан спокойно проговорил Минато все пять великих стран объединятся для единой цели и общими силами мы уничтожим наших врагов что ж проголоса объявил мифуни попрошу тех кто заподнять руку первым это сделал Хакаги следующий был Райкаги после Казикаги все были удивлены ведь далее с сильным ворчанием руку поднял Цучий Каги Мизукаги поднял руку тяжело вздохнув понимая что другого выхода нет мифуни продолжил решение за единогласно теперь нужно выбрать одного главу альянса начались споры сильные споры дошло до того что Цучий Каги и Райкаги приготовились к бою Хакаги и Казикаги сидели спокойно первый от холодных рассуждений а второй в силу понимания своих возможностей в своем возрасте всех прервал достаточно громкий и холодный голос мифуни я как нейтральная сторона предлагаю выбрать на пост главы лорда Хакаги Минато на Микази споры затихли все Каги задумались в принципе Минато был хорошей четверых а точнее Казикаги Мизукаги и Райкаги проголосовали за лишь Цучий Каги был при своем главнокомандующим специальными отрядами был выбран Казикаги за счет своей холодной рассудительности и хладнокровным умом что ж начал глава самураев так как все основные вопросы были решены предлагаю на этом закон слова главы самураев были прерваны резким всплеском сильной чакры все Каги напряглись а Цучий Каги напрягся сильнее всех однажды он чувствовал такую чакру у одного человека ужасную обволакивающую и такую холодную такая чакра была лишь единожды у одного человека у Чихи Мадары просидев так пять минут тишина нарушил Казикаги вы тоже почувствовали эту чакру вся охрана Каги уже была снизу и уже наверное разбиралась с осмелившимся прийти сюда с враждебными намерениями и всплеск той же самой чакры позади Каги не были бы ими если бы не смогли бы защитить хотя бы себя на невероятной скорости вся пятерка оказалась в паре метров от полукруглого стола все что они увидели это плавно падающие пять флагов со знаменами пяти великих наций интуиция всех вопила об опасности поэтому никто не думал расслабляться еще один слабый всплеск чакры и уже напротив всех глав сидит черноволосый парень в оранжевой спиральной маске в черном плаще с красными облаками просидев около минуты в молчании масочник все же заговорил отлично все на месте что ж не буду ходить вокруг да около сразу к делу мне нужны лишь две вещи дженчурики восьмихвостого и девятихвостого напряжение достигло своего пика яростный райкаги на бешеной скорости полетел на масочника при этом яростно крича вы уже захватили дженчурики восьмихвостого и все было бы хорошо только вот и просто напросто прошел насквозь черноволосого не нанеся ни единого урона но с легкостью пробивая стену уже через секунду райкаги стоял на месте заговорить решил в этот раз немикази по нашим сведениям восьмихвостый уже был захвачен вами масочник все так же холодно и безэмоционально ответил брату райкаги удалось сбежать незаметный вздох облегчения и радости был выпущен райкаги но сейчас не об этом вновь заговорил черноволосый сейчас я пришел не драться а лишь спокойно и договориться вы отдаете мне дженчурики а взамен я не уничтожаю вас и ваши деревни повисла гнетущая тишина все напряглись еще сильнее не каждый день появится который будет с легкостью угрожать всем пяти каги и главе самураев около минуты длилась эта громкая тишина пока свой голос не подал все еще разяреный эй да что ты несешь ваша семерка никогда в жизни не сможет сделать что-то подобное можешь в жизни не надеяться что мы отдадим тебе дженчурики все затихло но в воздухе будто чувствовалось что все солидарны с ним что ж прервал тишину черноволосый вы сделали свой выбор масочник поднялся с места и продолжил в таком случае я мадару чхо объявляю четвертую мировую войну пяти великим нациям после заявления черноволосого все застыли как вкопанные названный мадар же продолжил готовьте сколько хотите вам не выстоять в этой войне после сказанного следа кацушника простыл а в зал ворвались вся охрана Каги сильно потрепанная и истощенная и так нам была объявлена война тихо проговорил Хакаги штаб-квартира альянса была размещена в деревне облака где сейчас проходило очередное собрание Каги мы не знаем сколько у нас времени рявкнула Анаки джинчирики уже в безопасности спокойно констатировал факт Минато армию мы уже собрали осталось только дождаться прибытия пары отрядов из Канохи Тумана и Песка главная проблема сплотить всех ведь шиноби не могут вступать в бой бок о бок сказывается наши прошлые войны мы должны разделить их на пять дивизий в каждой дивизии шиноби отдельные деревни и самураи со злостью проговорил Цучи Каги это бредовая идея спокойно сказала в каждой дивизии должны быть шиноби разных деревень у каждой деревни свои способности и их комбинация будет нам только в помощь что ж тогда пять дивизий начал на Миказе первая дивизия командир Мифунисон вторая дивизия командир Китсучасон третья дивизия командир Гарасан четвертая дивизия командир Абита пятая дивизия Даруиссон с командирами я определился теперь что касается нас Каги Асан вы будете заниматься защитой Даймё я и Исан будем заниматься координацией армии штаба на вас Анукисон защита дженчурики это мудрое решение что ж приступим проговорил Гара удаляйся штаба выходя на большую балкон вся армия была выстроена уже через час и четверо Бутайчо командир вместе с Рентайчо главнокомандующей армией Гары были на высоком балконе Казик Аги начал свою речь которая смог подбодрить всю армию которая насчитывала 80,00 человек и сплотить у всех было время два часа для того чтобы еще раз перепроверить все и у кого есть возможность поговорить с родными страна огня убежище Узумаки под Конахай 1600 Паф Наруто сидя в своей комнате за столом я писал в блокноте свои мысли будто это не мы сейчас готовимся к войне да я могу легко забрать джинчарики девятихвостого и по совместительству моего брата или сестру но у меня был другой план на часах было 1600 я приказу Зитсу собрать всех в зале через три минуты закончив писать встав и собравшись я покинула свою комнату Паф Наруто передвигаясь по длинному коридору черноволосый пребывал в раздумьях а правильно ли я поступил будет ли Кагуя да и не только она а все будут ли они также верить в меня может они разочаруются во мне мне так страшно сейчас я боюсь потерять их они стали моей семьей что случится если они отвернутся от меня у Зумаки все это время шел без маски но на лице не дрогнул ни один мускул внутри же была настоящая буря и страх животный страх да он им верит и он их любит из-за этого он боится их потерять все это отражалось в глазах подойдя к залу где уже ждали все в том числе и Зитсу которого парень также считал своей семьей Наруто остановился слишком напряженным он был Паф Наруто остановившись возле двери я остановился сердце забилось чаще страшно про объявление войны знали лишь какаши кисами которые поддержали меня хоть это дало мне небольшую уверенность простояв так около двух минут я все же решился войти легкое нажатие на ручку и дверь легко открылась разговоры прекратились все обратили внимание на меня из-за чего я застыл на долю секунды за что после выругался на себя подойдя к своему креслу которая стояла отдельно от всего стола я спокойно сел и осуматрил всех расположение как на собрании Каги только стол побольше а у Наруто стола нет просто большое кресло похожее на трон просидев пару минут в молчании я начал и так я сегодня собрал вас здесь дабы объявить одну важную новость все стали еще серьезнее и стали прислушиваться к каждому слову черноволосого который продолжил буквально пару дней назад состоялось собрание Каги где мной был решен очень важный вопрос я объявил всем великим нациям войну если у Кагато есть желание он может уйти прямо сейчас все затихли это было серьезное решение для Узумаки и все понимали это через пару минут молчания тишина нарушила йога чтобы не случилось мы все равно будем идти за тобой даже в ад эти слова подействовали на меня очень сильно все напряжение с тела слетело как и страх глаза смягчились и я незаметно улыбнулся уголками губ всего лишь одно предложение но оно было для меня самым важным без них я бы не смог ничего сделать особенно если бы они перешли на сторону Альянса я бы просто не смог бы поднять на них руку мы все верим в тебя резко тишину нарушила Табирама ты смог сделать то чего не сделал никто мне кажется что никто из нас не представлял что однажды мы будем сидеть здесь все вместе и даже развяжем войну ты тот кто все изменит ты тот кто смог мы готовы на все ради тебя все замолчали в воздухе витала аура легкости и спокойствия в один момент мне стало так легко как никогда ранее это чувство было лишь сравнимо с тем когда я встретил Кагу и когда мы все жили в моем мире что ж мягко проговорил я в таком случае нужно начинать подготовку у вас есть четыре часа на все спасибо сказав последнее слово я встал и направился к выходу с самой настоящей легкостью и с детской радостью я не позволю им умереть ни при каких обстоятельствах никогда они будут жить всегда Паф Наруто выйдя из зала черноволосый отправился готовить свою броню которую он забрал у Мадары дойдя до своей комнаты Узумаки распечатал доспехи сняв плащ Акацуки положив его в большой шкаф под плащом Акацуки парень носил черную кофту с маской на полу лица и свободные черные штаны снизу обмотанные бинтом в следующее мгновение кофта была заменена на черный плащ доходящий до колен с такой же маской на полу лица с вырезом снизу поверх плащ был белый пояс и уже когда все было одето Наруто начал одевать алую броню она была комфортная укрепленная фуин печатями и подойдет как невозможно лучше следующим атрибутом была маска белая маска с небольшими прорезями для глаз и едва заметными узорами черноволосый готовился заранее до первого столкновения оставалось меньше четырех часов поэтому вся одежда и броня для других членов его семье была готова и уже лежала у всех в комнатах следующая цель Наруто была в становлении королем Ада хоть Джошин и был королем Ада но он уже давно отдал свою власть масочнику все из-за того что однажды демоны устроили восстание пытаясь свергнуть Джошина но у них ничего не получилось и все были запечатаны а их главы были отправлены на вечные страдания больше короля Ада слишком много ненужного для начала нужно очистить Ад после найти союзников и уже в конце осуществить конечный план Узумаки хотел соединить свой мир призыва Ад Чистилище один из своих недавно созданных миров точка навсегда новый мир Наруто представлял собой обычный мир но его особенностью было то что везде были храмы замки невероятно большие статуи воинов скалы в форме разных людей или животных большие просто гигантские города которые вскоре будут заселены одев броню и закрепив все крепления черноволосый приготовился и открыл ему цухи рассака в мир богов пантеон местонахождение всех богов от молода велика главенствующим над ними был шенигами черноволосый же направлялся к Джашину дабы забрать оставшиеся знания кольцо кольцо ключ от ада одновременно печать короля ада и главная метка кольцо прирастает к пальцу делая тебя королем ада навечно забрав очень большую книгу узумаки запечатал ей в печати на руке это был список всех находящихся в аду большая книга размером с человека на миллион страниц когда душу умершего уничтожают его имя и фамилия исчезают из книги будто их там не было закончив с Джашином и попрощавшись черноволосый покинул пределы пантеона оказавшись у себя в комнате посмотрев на кольцо Наруто достал куну и сделал надрез на руке разреза вены только было одно но кровь не стекала вниз она начал подниматься вверх к кольцу это был своеобразный контракт с вратами ада кровь достигла кольца и оно засветилось а рана на руке затянулась было видно как тело регенерирует как каждая клеточка появляется из ниоткуда на практически пустом будто заполняясь кровью через мгновение когда линии были заполнены показалось кандзи сон а сам круг где находилась кандзи приобрело цвет сирени черноволосый уже через секунду почувствовал сильный ток чакры в кольцо который закончился так же быстро как начался слова просто появились перед глазами а рот сам начал читать через мгновение мою голову наполнили знания много знаний новые способности этот странный язык и еще много разных языков всю географию ада воспоминания джошина и многое многое другое если бы не моя сила я бы погиб от такого сильного потока информации мой мозг бы просто загорел в буквальном смысле порывшись в голове найдя воспоминания о вратах ада направил чакру в кольцо мгновение и передо мной начинает искажаться пространство еще мгновение в моей комнате появляются зеркала украшено было цепями огнем а снизу лавой подойдя достаточно близко чтобы коснуться его моя рука просто она просто прошла насквозь не забыв поставить барьер для замедления времени я беспрепятственно прошел через зеркало внутри была гигантская пещера справа и слева текла лава и лишь одна тропа вела к гигантским вратам на вратах был изображен лик демона врата Рошамон такое было их название справа и слева от врат стояли две идентичные статуи самураев но Узума кизал что в случае чего они нападут это была каменная армия ада подойдя на 5 метров врата начали открываться вызывая достаточно двоякое ощущение с одной стороны был зеленый цветущий лес а с другой был гнилой спальный и уничтоженный войной лес далее было озеро чистое озеро а уже немного дольше было кровавое озеро с черепами вместо песка это все было одновременно ужасно и прекрасно хаос и умиротворение в одном месте это было первое что поразило Наруто следующее то что не менее удивило черноволосого полное отсутствие каких-либо признаков нахождения здесь Кагото Узумаки знал что там практически все запечатаны но чтобы настолько глубоко это была необычная печать Джиджикону Коукону Цену Вану Щиру или же печать девяти кругов Ада Хоть эта печать и была создана для запечатывания огромного количества всего но совместными силами самого Наруто и Шинигами на черноволосого была поставлена такая же печать только для запечатывания силы поэтому Узумаки разбирался как пользоваться данной печатью но для начала нужно найти Фрузели Фрузель сильнейший демон хотевший свергнуть Джошина Хоть у прошлого короля Ада и была суша Ругаду проще говоря стальная гвардия половина предала его да и все были слишком слабы чтобы выстоять против натиска великих демонов сила Наруто была безгранична поэтому его силу сдерживала не только печать девяти кругов Ада а также печать семи светильников печать семи звезд печать двадцати четырех старцев печать семи книг печать четырех животных печать семи горнов четыре печати апокалипсиса печать девяти чаш печать семи мечей печать пяти копий печать трех стрел печать красного дракона. Все эти печати запечатывали силу Зумуки и были похожи на татуировку цепей на всем теле, в то числе и на лице, появляясь лишь после снятия первой печати. Но даже так, без снятия печатей, черноволосый смог смкальцу короля Ада свою силу. Осмотревшись вокруг, масочник сосредоточился на слабом источнике гнева. С недавнего времени, буквально пару дней назад, Наруто нашел в себе способность импата. Благодаря ей он и смог найти Фрузили. Он находился внутри горы. Висел, прибитый к валуну кольями, в воздухе над бездонной пропастью, не шевелясь. Вблизи с ним Узумуки чувствовал ненависть, гнев, страх и разочарование. Через пару секунд демон все же заметил своего гостя. Сила, которая от него исходила, заставляла бояться, но что-то подсказывало, что это даже не вся его сила. Пав Наруто, Фрузиль бы долго прожигал дыру во мне, если бы я его не освободил. Он сначала испугался, но после понял, что в порядке, и его освобождают. Как только он подошел ко мне, он заметно напрягся, еще сильнее. Похоже, увидел кольцо. Мне нужно было лишь переманить его, а если не получится, починить. Я предлагаю тебе служить мне. Спокойно проговорил я. Что мне за это будет? С долей страха проговорил он. Я тебя не уничтожу. Холодно добавив, продолжил смотреть на него. Напряжение достигло пика, он не знает, что ему делать. Самое время использовать кота мацуками. Он даже не успевает ничего заметить, и все уже секунду замирает. Проходит еще пара минут, и вот он делает низкий поклон, произнося, рад служить, повелитель. Пав Наруто, развернувшись, черноволосый направился к выходу, махнув рукой, чтобы демон следовал за ним, что тот послушно выполнил. Выйдя на улицу, Узумаки сложил правой рукой, где было надето кольцо, печать концентрации и едва слышно проговорил, печать девяти кругов ада, в освобождение. Мгновенно, и уже весь ад был заполнен ничего не понимающими душами. Сложив крестообразную печать, рядом с Наруто появилось несколько миллионов его копий, и начинают медленно ходить мимо душ. С момента появления черноволосого в аду, прошло двадцать тысяч лет здесь, и лишь двадцать минут в реальном мире. Все бесполезные души были отправлены обратно в печать девяти кругов ада, приблизительно двести пятьдесят миллиардов душ, и использовались как расходный материал, а остальные, шестьсот девяносто восемь миллиардов душ, были приняты в регион Узумаки. Каждого из них он наделил силой, способной разрушить пять великих деревень одновременно, и это только самые слабые, поэтому им так же как и Наруто пришлось ставить сдерживающие печати на тело, но не такие сильные как у черноволосого. Для всех, масочник изобрел универсальную печать. Печать шести ключей. Достаточно сильная для демона, но не что для Наруто. В аду Узумаки познакомился с двумя людьми, из другого мира. Миры разные, от один. Этими людьми были Адольф Гитлера Гайюли Цезарь. Великие люди своего мира, кровожадные диктаторы, отнявшие миллион жизней. Теперь эти двое были его личными охранниками и лучшими друзьями. Они часто общались, найдя в себе достаточно много одинакового. Был создан легион. Демонов, ангелов и призыва, они смешались воедино. Теперь это был один вид. Даншоку, который мог менять свои обличий лишь на ангела или на демона. И еще два легиона армии Гитлера и армии Цезаря. Также Черноволосый смог договориться с шинигами, и забрал чистилище также в свои владения, правит там не так долго как в аду. Всего 15 тысяч лет, всего 15 минут в настоящем мире. Теперь на левой руке Узумаки красовался красный перстень скандзихаган и сталь. Для соединения всех четыре миров ушло еще 10 тысяч лет. И теперь, Черноволосый знал, что ему есть куда идти в любой момент. Это его мир, который создал он. Появившись в своей комнате, Узумаки снял барьер. С момента его ухода прошло 50 минут. Ничего не поменялось, разве что до выхода осталось три часа. Это время Наруто решил потратить на сон. Он слишком давно не спал. Щелкнув пальцами, вся броня исчезла, вместе с маской появился новый барьер, замедляющий время один секунду здесь один час там, Черноволосый упал на кровать, и заснул. Пустота. Тьма окутывала Наруто со всех сторон. Под ногами была вода, тонкий слой воды, который доставал дощик латки. Сидел Черноволосый долго, он сам и не понимал сколько. Внезапно Узумаки пронзила невероятная боль, будто тысячи иголок пронзают каждую клеточку. Единственное, что оставалось, кричать и извиваться от боли. Все это продлилось невероятно долго для парня. Боль прошла так же резко, как и началась. Упав в воду, Наруто часто задышал. Опять тишина. Снова одиночество. Грубый голос, который разносится эхом повсюду, вывел Узумаки из раздумий. Ты не сможешь их всех защитить. Не здесь. Как только голос прекратил говорить, парень почувствовал будто его куда-то затягивает. Мгновение, и Наруто уже у себя в комнате. Резко раскрыв глаза, Черноволосый принял сидячее положение. «Зицу!» — сказал Узумаки в пустоту. Он знал, что Черный его услышал, хоть в комнате и стоят барьеры. Вышеупомянутый появился в комнате уже через мгновение. «Что случилось?» — поинтересовалось существо. «Просканируй мои воспоминания и если найдешь кое-что странное, то объяснишь мне. Ты сразу поймешь, когда увидишь это!» — проговорил немного напряженным голосом парень. «Хорошо!» — заинтересованно проговорил Зицу. Подойдя достаточно близко к Наруто, Черный заглянул в его глаза. Секунда, и на лице Зицу появилось сильное удивление. «Не невероятно!» — крикнул Черный. «Что там?» — с более сильным напряжением проговорил Черноволосый. «Ты обладаешь даром!» — быстро проговорил Зицу предсказание. «Это точно он! Объясни!» — громко рявкнул Узумаки, чем успокоил своего собеседника. «Хм!» — успокоившись, задумался Черный. Эта история берет начало с создателя, ей мне рассказала мама. Начал свой рассказ Зицу. Когда-то давно не было ничего, кроме абсолютной пустоты и одного существа. Он был похож на человека и был слеп. У него были рога, такие же, как у тебя в Синен-Мадда. В один момент он решил развлечься, в чем помогла его безграничная сила, и начал создавать миры, много миров. Сначала их было немного, всего три, но пока он следил за одним миром, другие начинали уничтожать самих себя. Все достигло предела, когда два мира решили придать веру Создателю, за что были уничтожены. Один мир, который остался, выжил, но в один момент ему все это надоело, и он создал богов, точнее один из пантеонов. Самый древний мир человечества без всяких способностей. Мир откуда роден Гитлер, Цезарь и еще миллионы которые сейчас в аду, которые к слову, тоже создал он, так же как и чистилище. Так вот, у того мира был свой пантеон бог, просто бог, Иисус, его сын, сатана, владыка ада, а так же много архангелов, ангелов и демонов. После он решил создать кое-что новое, а точнее твой мир, мир чакры, поразвлекавшись вдоволь, он так же создал пантеон, который ты уже знаешь. Единственное отличие было лишь в том, что он назначил Джошина владыка ада, в разных пантеонах который, имеет разные имена и облики сатана, аид и так далее. Он создал невероятное количество миров, в каждом из которых свои пантеоны, свои правила и свои особенности. Так же из частички своей силы, он создал клан Ацуцуки, где мама была сильнейшей, имея силу, равную половине силы Создателя. Так, вернемся к Создателю. Он имел три дара возможность видеть будущее, создание всего из ничего и способность перемещаться во времени. Но все резко поменялось, когда он увидел будущее, где он умрет. Неизвестно от чего, но в один день он все-таки умер. Клан Ацуцуки решил поглотить его силу, из-за чего стали невероятно сильными, но из-за этого их разум начал уничтожаться и теперь они кровожадные убийцы. Мама же не захотела делать то же самое, что и они, из-за чего сбежала в один из миров. Ацуцуки начали охотиться за ней, хотя даже без поглощения силы Создателя, она является сильнее половины клана. Она также обладала способностью видеть будущее, но не больше. В одном из них она увидела, что появится мальчик, который будет обладать силой Создателя. Но в виде не было развилка, либо он уничтожит все миры, либо очистит от грязи и спасет их. То, оказывая на Наруто, сказал Зецу и являешься его прямым потомком и его реинкарнацией. В тебе скрывается невероятная сила. И чтобы ты знал, мама не отдала тебе свою силу, а лишь отдала каплю своей чакры и знания, для того чтобы пробудить силу в тебе. На данный момент в тебе пробудилось два из трех даров Создания всего из ничего и способность видеть будущее, но второе не полностью. Опережая твой вопрос, почему я не рассказал это раньше, мама просила дождаться пробуждения одного из даров, а уже после начинать действовать. После рассказа, Черноволосый сидел неподвижно. Он был ошарашен информацией, которую получил. Секунда и снова пустота. Только теперь Узумаки просидел здесь недолго, всего лишь пару минут, как пространство начало искажается и начал появляться силуэт. Через еще минуту, когда наконец Гус появился, то Наруто увидел человека, в черной мантии порваный на рукавах и снизу. На голове у него красовалась два рога на лице повязка, закрывающие глаза. Без лишних слов, Черноволосый сразу понял, кто перед ним. «Здравствуй, Наруто!» — сказал спокойно Создатель. «Вы знаете мое имя?» Удивлению Узумаки не было предела. «Хах, да со смехом поговорил Рогату, как я не могу знать имени, практически самого себя. Наруто же просто стоял молча, не зная, что сказать. Что ж, я пришел сюда не для того, чтобы поговорить о твоем имени, а для того, чтобы помочь тебе. Уже серьезно сказал Создатель «Я хочу помочь пробудить тебе остатки моей силы». «Стоп, стоп, стоп!» — резко сказал Черноволосый. «Подождите, пожалуйста. Ответьте на мои вопросы сначала». «Хм, что ж, давай!» — спокойно проговорил Старец. «Вы же умерли, как вы можете здесь находиться?» — начал Узумаки. «Из-за чего вы умерли?» «Что вообще происходит?» «И как ваше имя?» «Ну, для начала умер не я, а мое тело. Душа же моя жива». С тем же спокойствием проговорил Создатель «Мое тело умерло из-за предательства». Клан Ацуцуки предал меня ради силы используя неизвестную для меня технику. Убили его. «Что происходит?» — я уже сказал. «Ну, а звать меня Киаруазаки?» «Ваш клан, Узумаки, был под моим покровительством, но не под таким как Ацуцуки, которым я слишком сильно доверял. Для Ацуцуки я даже создал отдельный мир». «Что ж, я получил ответы на свои вопросы, теперь слушаю вас». Уже более спокойно проговорил Наруто. «Тогда слушай внимательно». Начал рассказ Старец «Ты моя реинкарнация, скорее даже ты второй я. Сейчас ты пробудил 55% моей силы, я же помогу пробудить еще 25%. Остальные 20% ты сможешь забрать у Ацуцуки, поглотив их. Я отдам тебе свои знания и силу, но после этого я исчезну. Моя душа и так сильно скована, не позволяя мне использовать свои силы. Ну а если я их использую, душа начнет уничтожать саму себя, ведь она не выдержит этой мощи. Я успел пожить в свое удовольствие, так что я готов уйти навсегда. Что ж, я так понимаю выбора у меня нет, начинайте прямо сейчас». Спокойно проговорил Узумуки. Старец лишь улыбнулся и выставил палец, имитируя пистолет. На кончике начала собираться энергии, очень мощная энергия. Секунда, и пуля попадает прямо в сердце. В голову начали лезть невероятное количество знаний, а тело начало впитывать всю ту мощь. И снова тело поразило невероятную боль. Это все продолжалось в течение нескольких минут, но черноволосый сейчас лежал на пылу и тяжело дышал. С трудом повернув голову, Наруто хотел что-то сказать, но только сейчас заметил, что старика нет. В голове всплыло воспоминание. «Итак, снова привет, Наруто!» Твоя сила увеличилась, а освоиться тебе помогут мои знания. «Я исчез, навсегда!» «Теперь нет ни души, ни тела, меня просто не существует!» «Отсуцуки придут, так что будь готов!» «И последнее, отомсти за меня!» В следующую секунду в голове начали всплывать новые техники и способности. В течение пяти минут перед глазами пролетоди образы и видений. Как только это закончилось, Наруто сразу выкинуло из этого измерения. Очутился он там же, где сидел в прошлый раз, и казалось бы, даже секунды не прошло. Перед черноволосым все так же стоял Зицу, а сам Узумаки, в свою очереди, все так же сидел на кровати. «Ты пропал!» — констатировал факт черный. «Ай!» Голос Зицу вывел Наруто из раздумий. «Хоть прошла всего миллисекунда, но ты пропал!» «Спокойно проговорил черный твоя душа, твой разум и твоя чакра, они пропали на эту миллисекунду. Но не просто пропали, а исчезли, будто их не существует. Я встретился с ним. Оповестил Узумаки. Стоп, что?» С сильным удивлением проговорил Зицу. «Я виделся с Создателем, видел его, разговаривал с ним. Он передал мне частичку своей чакры и помог пробудить ранее спящие силы». Разъяснил черноволосый. «Не невозможно!» Практически кричал черный. «Все возможно, Зицу, все возможно!» Закончив фразу, Узумаки снял барьер замедления времени. Часы снова начали двигаться и показывали, что через полчаса нужно выступать, но перед этим, нужно закончить дело. «Посмотрев на черного, он сказал, я в свой мир, буквально на двадцать пять минут. Передай всем, чтобы были на готове». «Понял». Уже более спокойно ответил Зицу, но ты все равно объяснишь мне все после. «Ладно, ладно». В шуточной форме ответил черноволосый, а после продолжил и быть так добр, никому не рассказывай. Кивнув, черный стал погружаться в землю. Наруто же тем временем подал чакру в ноги, где после она пересекла на пол. Открылся портал. Из-за исчезновения опоры под ногами, Наруто просто-напросто упал в этот самый портал. В это время в мире жизнь текла своим чередом. Всем, кто проживал здесь, было комфортно и даже очень. Они знали, кто их правитель и что он может. Раскат грома. Молния цвета серебра ударила в замок в самом центре мира. Это был замок Наруто. Как только Узумаки появился в нем, перед ним сразу появилось три человека и стали отчитываться. На самом деле это были демоны, которые приобрели вид человека. Также это было его три доверенных личностей. Фраэль, Зангадзу и Анзель. Гитлер и Цезарь были главными в отсутствии Узумаки, а эти трое были их помощниками. Как только тройка доложила, что никаких чрезвычайных ситуаций не произошло, они сразу исчезли. В следующую минуту прибыли Гитлер и Цезарь и также доложили о ситуациях, но уже более в красочных тонах, то что знали только они. Закончив с делами, Черноволосый приступил к задуманному, а точнее к присоединению мира гигантских деревьев к этому миру, а также к передаче новых сил и способностей своему народу. На это ушло около пятидесяти дней без перерывных действий, но когда все закончилось, Наруто выдохнул спокойно. Силы даже не убавилось. Попрощавшись со своими верными друзьями, Узумаки исчез так же, как и появился, а точнее в раскате громой вспышки молнии. Часы показывали, что до выхода осталось десять минут. Зайдя в ванную, Черноволосый подошел к раковине, попутно стягивая маску. Сильный напор холодной воды ударил по рукам, а после сама вода ударилась в лицо. Взбодрившись, Наруто снова натянул маску, одев сверху вторую маску, но уже не тряпченую. Направив чакру в печать, и в следующее мгновение Узумаки уже в полной экипировке. Две минуты ходьбы, и вот, Черноволосый стоит напротив своих подчиненных, верных друзей и семьи. Мгновение, и все уже стоят на поляне, недалеко от армии Альянса, которые уже сражались с белыми зецу и воскрешенными. Узумаки стоял у обрыва и смотрел на закат. Можешь даже не пытаться. Отрезал Черноволосый в пустоту. Сзади послышались хлопки. Человек, который пытался подкрасться, решил похлопать в знак удивления и оценки. «Я так понял тебя нельзя подловить!» — ответил неизвестный в плаще. «В этом нет необходимости, ты пришел туда, куда нужно, кабуто!» — все так же с холодом проговорил Наруто. «Ка? Ка? Как?» — сильное удивление окутало Якуша. «Я следил за тобой с самого начала и знаю о тебе абсолютно все!» — объяснил Узумаки. «Ха-ха!» — усмехнулся первый помощник Змейного Сынина. «Тогда тебе известно, зачем я здесь!» «Да, мне подходит твое предложение!» — спокойно сказал Чаверноволосый. На всех была маска шинегами и броня, поверх которой был одет плащ Акацуки. Различал их всех лишь цвет волос и рост. «Нельзя снимать маски, пока я не подам сигнал, ни при каких обстоятельствах!» — объяснил всем Черноволосый, а после тихой смольбой добавил «Пожалуйста, будьте осторожны!» В ответ было лишь молчание, ведь все уже исчезли, но каждый слышал слово парня. «Что ж, пора действовать!» — тихо проговорил Черноволосый, чувствуя приближение двух очагов в чакру Биджу, в трех очагов либо Каги, либо очень сильных Жанинов и одного очень слабого очага. Хлопок и красивую поляну, освещенную закатом, заполнил дым. Черноволосый стоял на голове статуи Гиды и ждал, когда прибудет его развлечение. Двумя часами ранее — Альянс, толпа. Гигантская толпа стояла под резиденцией Райкаги. Все о чем-то разговаривали или спорили, но эти споры были не враждебные. Ровно два часа назад, Казика Гигарну собаку произнес свою речь. Вся армия Альянса была настроена решительно, ведь они знали за что и за кого сражались. Пришло время выдвигаться. Выстроившись в пять дивизий, Сент-Эдей-Ренте отправился на точки сражения. У каждой дивизии была своя территория, где, предположительно, будет нападение. Предположения подтвердились после обследования территории Сенсорами. Первая дивизия размещена в северной части страны С 삼 Landmen pride. У каждой дивизии будет размещена на середину страны мороза. Четвертая дивизия находится на границе страны молнии и страны мороза, уплотняя южный путь в страну морзи. Пятая дивизия fundament Дивизия выровнена в широкий изгиб с северной части Страны Мороза, через середину границы между Страной Мороза и Страной Молнии, вплоть до юга от первой дивизии, чтобы помогать любому из подразделений, которые нуждаются в немедленной помощи, и завершают строй на Стране Мороза и границе Страны Молнии. Как только дивизии прибыли на свои точки, наземедлительно свое нападение начали Зитсу. Поначалу все было хорошо, Альянс с невероятной легкостью уничтожал белых сотнями, если не тысячами, но после произошло то, чего не ожидал никто. На полях сражений появились воскрешенные Шиноби. Тут были семь мечников Тумана, Кенка Кубутой, четверка одних из сильнейших Каги, Хиза Шихюга, брат Хиа Шихюга и еще много других известных личностей. Шиноби Альянса начали сдавать позиции, но через некоторое время ситуация опять выровнялась и войны начали быстро запечатывать воскрешенных. Но все это продлилось недолго. 80% воскрешенных было запечатано, на поле боя появились клоны Джинчирики Хачиби и Кьюбикалер Бии, Мин Майна, и все бы ничего, но второй Цучи Кагиму, под контролем Эдотинси призвал гроб. Сначала четвертая дивизия была немного расслаблена после запечатывания второго Мизу Каги, второго Цучи Каги, четвертого Кази Каги и третьего Рай Каги, но сильный всплеск чакры заставил всех обратить внимание на одну из скал. На ней стоял Му, который, как все думали, должен быть запечатан. И вроде, только один противник это потерявший половину своей силы, но следом за ним стал появляться второй человек. Через несколько мгновений показался он. Легенда, бог мира Шиноби, да и вообще один из сильнейших людей Мадара Учхо. Альянс, на их банданах написано Шиноби, но они используют разное обмундирование и спокойно началу Мадара эта новая объединенная армия. Они объединились для этой войны. Спокойно ответил Му. Зная его, у него наверняка есть план, но похоже все идет не так, как он задумал. Продолжил диалог Учхо, зачем иначе ему воскрешать меня таким образом? Кто использует технику нечестивого воскрешения? Как знать? Все так же спокойно ответил второй Цучи Каги. Маленький и резкий всплеск чакры не смог укрыться от Мадары. Глаза Му потускнели, голова опустилась, но это всего лишь на несколько секунд. Все закончилось быстро и второй снова стоял спокойно и заговорил, но уже не своим голосом. Меня зовут Кабута, его помощник. Говоришь со мной через технику? С ядом спросил Черноволосый жалкое зрелище. Твое воскрешение особенное, снова ответил Змей. Я кое-что подправил и теперь ты сильнее, чем при жизни. Да откуда тебе знать, каким я был при жизни? Уже со злостью выговорил Учхо. Не откуда, не обращая внимания на злостью, ответил Кабута вот почему я хочу, чтобы ты показал мне свою легендарную силу Учхо. Но диалог был прерван, Гара попытался захватить бога Мирышиноби своим песком. Увернувшись, Мадара оказался на земле, напротив армии Альянса. Сейчас, Учхо, решил размять кости, поэтому приготовился к бою. Простояв около минуты неподвижно, Мадара поднял голову, и громко, чтобы слышал каждый, сказал «Начнем». После его слова, последовал шаг. Второй, третий, четвертый. Шаги медленно начали перерастать в бег. Уже через пару секунду, Учхо набрал большую скорость, а навстречу ему бежала армия Альянса. Они неслись друг на друга, как кометы, которые вот-вот столкнутся. Черноволосый ворвался в ряды Альянса. И уже, буквально, через десять минут он уничтожил двадцать процентов всего третьего отряда. Быстро среагировав, Тимари отбросил Учхо, ну тому хоть бухны. Сложив одну печать, Мадара сказал «Великое огненное уничтожение». И набрав воздух в легкий, выдал сильнейший поток огня. С помощью десяти шинобитумана, которые использовали технику водяной стены, всем удалось спастись от потока огня, но не от самого Учихи, который опять пошел в наступление. Буквально через двадцать минут, еще двадцать процентов шинобит третьего отряда были убиты, а Мадара пробудил Риннегом. За один прыжок он оказался на той скале, откуда все начиналось. Там же оказался и Кабута. Мои догадки оказались верны, начал Кабут и следующая ступень после Шарингона. Это Риннегом. Я пробудил Риннегом незадолго до смерти. Подтвердил догадку змея, Учиха ты сказал «Тебя зовут Кабута». Что ты сделал с этим телом? Как я тебе и сказал, я сделал тебя еще лучше, чем при жизни. Ответил Кабута. Мразь. С ненавистью сказал Учиха «Ты знаешь секреты моего тела?» Ты бы никогда не смог прочитать надписи в храме Учих. Как ты смог все узнать? Я просто проверял гепатизы, созданные уже покойной Арчимарусом и в течение долгих лет. Продолжил объяснять Кабута. Теперь ты подтверждаешь их. Ты смог заполучить частицу силы Бога, силы мудреца шести путей, и все благодаря моим изменениям в твоем теле. Не болтай лишнего, все с той же ненавистью ответил Мадара «Эта сила не твоя заслуга». После того как Учиха, уже, прокричал эти слова, он сложил одну печать, образовав Сусана, которая в свою очередь, в четыре руки сложила по две печати. На тшиноби Альянса начала появляться тень, которая с каждым мгновением становилась все сильнее и сильнее. Все кто поднимал взгляд, застывал в немом ужасе, и лишь единицы смогли сказать пару слов. На третий отряд Альянса Шиноби, в данный момент, начал падать метеорит. Всем приказали бежать, в то время как Цучи Каги и Кази Каги начали предпринимать действия по остановке метеорита. Хоть силы было приложено очень много, но метеор удалось остановить. Все бы хорошо, но... Лишь одного Мадару интересовал вопрос, что ты будешь делать со вторым, а на ки? Буквально за мгновение весь третий отряд был уничтожен. Лишь шесть человек спаслись. Гара, Тимари, Анаки, Ренго Кикигимка, Резина, Шиноби Камня и Пару Шиноби Листа. Клон Мима и Най тоже выжили. Значит, это и есть сила мудреца шести путей. С детской радостью проговорил Кабута великолепно. Хм. Самодовольно хмыкнул Мадара Кабута. Да. Как много ты знаешь обо мне? Сплошные догадки. Спокойно ответил Змей в бою с первым Хакаги Хаширамой. Ты не погиб в долине завершения. В тот день ты проиграл первому Хакаги Хашираме, но зато смог обрести частицу его силы. Не так ли? Неудивительно. Ты неплохо подготовился. Ты знаешь о нашем плане? Спросил Учхо. Не в подробностях, но я на вашей стороне. Хотя я не уверен, собирался ли Мадара самозвонит сделать все как задумано. Ответил Кабута, кстати говоря, там еще есть выжившие. Цучикаги и Казикаги тоже выжили. Что будем делать? Я хочу кое-что проверить для начала. Говорил Учхо, попутно складывая печать и техника призыва. Минмайная схватились за живот. Похоже, что Девятихвостого еще не захватили. Розочарованно проговорил Мадара. Это и есть цель войны. Начал объяснять Кабута Девятихвостый запечатан в дженчирике, пока что. Видишь, вон там. Эти парнишка и девчонка, дженчирики Девятихвостого, Узумакинами Казимин Макун и Узумакинами Казинаетян. Узумаки? Со злостью спросил Учхо из клана Мита. Эти идиоты пытались меня атаковать только что. Он интересный малый. Продолжил объяснять Зме и захватить его не проблема, но тот, что перед нами клон. Пойдем за настоящим. Нет, с ноткой задора ответил Учхо. Я хочу опробовать еще одну технику. Картина станет еще красочней, если я добью тех, кто выжил. Сложив пару печатей, Мадара крикнул. Стихи дерева непроходимый лес. Большие ветви начали стремительно двигаться в сторону выживших. Наруто стоял на голове статуи, руки которой были в цепях, на глазах повязка, а сама статуя находилась в позе Луитоса с прижатыми руками. Черноволосый ждал, когда группа из шести человек наконец-то приблизится. Как только он переместил всех сюда и переместил с рисом, он дал сенсорам почувствовать себя, и уже, буквально через пять минут, шесть очагов чакры начали приближаться. Начав использовать свою сенсорику на максимум, Узумаки почувствовал, что Альянс потерял уже около 50% своей численности и такое же количество сил, но они смогли запечатать 90% воскрешенных. Но сейчас ему было важнее узнать точное местоположение той шестерки. Хм. 200 метров. Начал свой монолог Чаверноволосого такими темпами через минуту они будут уже здесь. А это значит, что сразу начнутся крики и вопли этих двоих дураков по имени Минма и Най, норовоучение от жира и обито, вечные крики о силе юности Майта Гаи и раздражающие лицеменность Саски. Ну и компания мне попалась. От размышлений народ оторвал крик Минма, который на гигантской скорости пролетел сквозь него. Наконец-то. Хлопнул в ладоши Узумаки засиделся. «Я здесь, нужно бы размяться!» Продолжил говорить черноволосый детским голосом. «Не держи нас за дураков!» Крикнул Минма, который, к этому моменту, был уже возле всех, хотя и пролетел добрых сто метров. «Мы знаем, что ты сильный, не прикидывайся!» «Хо-хо-хо!» Голос сразу сменился, стал более грубым и басистым. «Интересно, что еще вы знаете обо мне?» «Нам известно достаточно, Мадара!» Ответил Джире. «Оу, какие мы загадочны!» Опять детским голосом сказал Масочник. Снова сменив манеру на грубую, он продолжил «но». «Мне абсолютно все равно!» Масочник встал, наклонил голову вправо, дойдя до хруста, выпрямил голову и устало выдохнул в стиле Шакамару. «Как же вы меня достали!» Все напряглись, ведь черноволосый встал. Каждый знал, что этот человек опасен и от него можно ожидать чего угодно, а то, что он обратил на них внимание, означает лишь одно – он готовится. Каждый приготовился к бою. Вот названный Мадара размял шею, теперь руки. Все осознавали, что лучше начать первыми, шансов будет больше. Секунда, и Джирай на максимальной скорости появился рядом с Узумаки и попытался ударить его расценганным. Черноволосый даже бровью не повел, продолжая разминаться, он как будто чагато ждал. Все напряглись еще сильнее, когда Масочник ничего не предпринял, но все услышали самодовольный хмык из-под маски. Минма и Найя напряглись еще больше. Все эти совпадения не могли быть случайными. Минутное молчание и вдруг Найя спокоен и холодным голосом сказал, «Это не Мадара». Минма, который позже сестра отошел от шока, продолжил, у чиха Мадара только что уничтожил всю третью дивизию, призывав два метеорита. Никто даже удивиться не успел, как со стороны Чаверноволосого послышались хлопки, а далее фраза «Поздравляю, меня раскрыли, эх, как будто, чертова собака». Первый, из той компании, решил сказать обито, «То есть, если это не Мадара, то кто ты?» И если первая фраза была сделана своим друзьям, то вопрос был отправлен черноволосому, ответ от которого не заставил себя ждать. «Ха, да, вы правы, я не Мадара, я лишь назвался его именем, чтобы привлечь ваше внимание. Меня зовут Суру Ацуцуки, будем знакомы». Эта насмешка была лишь издевкой. На самом деле Ацуцуки отдалял их от битвы, и ждал Мадару. Но вечно оттягивать неизбежно и невозможно уже через секунду Сура стоял рядом с Саски, в одно мгновение вырубив его. Вся пятерка рванулась на черноволосого. Секунда и обито, который использовал Камуя, уже летит в неизвестном направлении, еще секунда, и Джерайя прибит к земле железным прутом, в районе сердца. Следующий был Гай, который отправился за обито. Мимо и Най решили дать отпор, но в мгновение, на Миказе лежал на земле с сильной головной болью, а Найя уже была с масочником на голове статуи. Хватило всего пару минут, чтобы весь отряд был снова готов в бою и готовился напасть снова. Они были разбиты за мгновение, и отлично понимали, если Ацуцуки захотел бы, убил бы уже всех, но его что-то останавливало. Все видели Наю, которая была захвачена, и сидела на коленях, рядом с Сарой. Первый не выдержал Минма, и хотел уже напасть, но его остановила рука Джерайя, который держал место удара, которое уже заросло, «Спасибо Шизуне за ее печати», ну и масочнику, который попал в точку, где не задел ни сердце, ни легкое. Минма, осознавая свое положение, приготовился что-то сказать, но точно был уверен, что так просто не отступит. «Эй, ублюдок, живо отпусти мою сестру, иначе...» Но договорить он не смог, Ацуцуки перебил его. «Иначе что? Ты ничего не сможешь мне сделать!» Эти слова заставили парня остановиться и разозлиться на самого себя за бессилие, бессилие перед этим человеком. Масочник все так же стоял и смотрел на четверых Шиноби. Те, в свою очередь, что-то тихо обсуждали, скорее всего желая напасть. Разговоры закончились, и в следующую секунду рядом с Черноволосым появился Минма и Джирайи, атакуя Рассинганом с двух сторон, Гай на максимальной скорости попытался нанести удар по голове сверху, Саски появился сзади с Чидари. Два Рассингана столкнулись, но прошли сквозь ссору. Но, внезапно, Ацуцуки схватился за живот. Все удивились, но атака продолжилась. С помощью Чидари, Саски атаковал со спины, но рука опять прошла насквозь, но дальше был удар в спину, толкнувший масочника вперед. И крайний удар был нанесен Гайом по голове, который так же, как и все остальные прошли насквозь. Следующее, что произошло, заставило всех остановиться на секунду. Когда совместная атака была завершена, и на ее забрали, все быстро сбежали. Но маленький треск заставил всех повернуться и обратить внимание на Ацуцуки. Ссоро стоял в недоумении и в шоке. На его маске только что появилась трещина. Все эти события заставили остановиться на на сколько мгновений. Из ниоткуда появился обито. Черноволосый только сейчас заметил, что того не было долгое время. Он не неуязвим. Крик научиха, а далее спокойно продолжил. Я надеюсь все видели, что во время одной из ваших атак он схватился за живот, так вот это не неуязвимость, он переносит атакованные части тела в мир Камуи. Все застыли в шоке, ведь у них только что появился ключ к победе, но это будет очень сложно. Внимание всех привлек детский крик, чем вывел всех из раздумий. Аааа, меня раскрыли. Но после продолжил грубым голосом, но это вам не поможет. Эти слова звучали больше как запугивание, и шестерка уже стояла с уверенностью в победе. «Не нужно нас пугать, ты один, нас шестеро, так что теперь преимущество на нашей стороне!» Сказал Джирея. Резко, вся шестерка рванула в нападение, решив снова атаковать Масочка. А Цуцуки понимал, что сейчас нужно становиться серьезнее и пора контратаковать. Джирея снова атаковал Рассинганом, но в этот раз с Най, что удивило Сору, но он Энэн предал этому значение. Быстро схватив обоих за руки, он развернул нападение их атаки в противоположном направлении. Но Гугай, который снова наносил удар сверху, он отбил рукой, чем отправил Тво в полет. Но сзади Гай уже летел Минма с Рассинганом руках и Масочнику ничего не осталось как пропустить того сквозь себя. Просканировав местность он увидел обито, который собирался атаковать сзади, он также пропустил его куны сквозь себя. Но внезапно вы отпрыгнули и тут Черноволоса почувствовал неладное. В следующее мгновение Учиха выпустил Минму из своего измерения. А Цуцуки только сейчас заметил, что когда он искал обито, то не заметил намекази младшего. Все стояли в ожидании Чугато, но Сора пока не понял чего, как вдруг на маске появились новые трещины и теперь они расползались по всей маске. Он понял их план и то, что сейчас произойдет. В следующую секунду маска разлетелась на мелкие кусочки. Пыль от дерева немного прикрыло лицо, но спустя две секунды она развелась, показывая лицо человека, который устроил на данный момент самую великую войну за всю историю. Увиденное повергло всех в шок, а Черноволосый лишь усмехнулся, показывая свои клыки и сказал «Приветствую». Пятеро человек стояли и недоумевали и лишь один из них знал о нем скользь из рассказов и слухов, но все равно был в шоке. Сейчас перед ними стоял черноволосый парень в трепчаной маске, которая должна закрывать пол улица, но была порвана до подбородка. «Приветствую!» С серьезным взглядом сказал Ацуцуки. Шестерка все еще стояла с неимоверным шоком, но первым от шока отошел Минма и сказал «Ты же, ты! Ты! Ты же!» «Да, раньше вы меня знали под именем Наруто Ацуцуки!» Сказал тот на теперь я Наруто Ацуцуки. Когда маска разбилась, произошел слабый импульс чакры, который заметили только некоторые, а точнее команда Черноволосого. Это было сигналом, и теперь все они были готовы раскрыть свои личности. Сложив одну печать концентрации у всех одновременно исчезли плаща Ацуки. Все еще оставаясь в масках, но теперь каждый был в боевом кимоно, с надетой поверх броней. И лишь цвет брони и кимоно их отличал, а так они были абсолютно идентичны броне Наруто. Каждый находился на своей территории и сражался со своими врагами. Йогита, Мобой и Самуи сражались против 5-й дивизии. Вместе с ними были Шису и Ханаби. Против 1-й дивизии выступали Митэ и Табирамы вместе с Кисами. 2-я дивизия была занята, сражаясь против Канан, Дейдары, Амию и Репакура. С 4-й дивизии в бой вступили Йога, Анка, Какаши и Рин. 3-я дивизия была в сражении против Карен, Таю и Арачимару, которые скрылись сразу же после появления Мадары. Мей и Цунадзю в этот момент заатаковали Айеву Шанаби, пытаясь убить Даймио стран, которых они защищали. И снова Ацуцукину сумел сдержать усмешку. Лицо жена, не успевшая отойти от шока, приобрело серьезные очертания. Посмотрев на Черноволосого, юная Намикази пыталась связать события на передовой с человеком перед ней. Подумав еще пару минут, она сказала, как я поняла, разрушение маски было каким-то сигналом, ведь только что клоны передали, что люди, находящиеся в плащах Акадские, в данный момент сняли их, и теперь на них надета какая-то странная броня, времен первого с одним отличием цвет самой брони и цвет боевого кимоно под ним. Хлопки, доносящиеся со стороны Наруто были ничем иным, кроме как аплодисментов, что вскроем времени подтвердили его слова. Браво! Твой анализ ситуации поражает. Не думал, что кто-то сможет связать разбитую маску с действиями моих людей. Чтож, раз все так задалось, придется мне изменить свой стиль. Сложив печать концентрации, плащ с красными облаками исчез в белой дымке, открыв всем вид на крызово-красную броню, которая была похожа на когда-то используемую Хаширомой Синджу и Мадарой Учхай. Она не была новая, были видны трещины и потертости, что сразу заметила Ная. Очередная усмешка заставила обратить внимание на Цуцуки, который сразу же начал говорить, не новая, как у остальных, а правда ли? Я видел, как ты посмотрела на нее. Не буду ходить вокруг да около. Это та вещь, которая связывает меня с тем человеком, именем которого я назвался. Эта броня когда-то принадлежала одному из богов Шиноби Учихи Мадаре. Те же латы, которые ты видела на других, Ная, были сделаны лично мной, но уж поверь, они не уступают в прочности моим. Все замолкли в немом шоке. Да, может черноволосый и не был Мадарой, но он был явно невероятно приближенный, раз тот позволил носить ему свои латы. Сам же Наруто поправив кимоно, вновь заговорил, может мои люди и носят маски, так же как и я, но не стоит волноваться, вскоре вы познакомитесь. Но запомните одно, когда все маски будут сняты, война для вас будет проиграна. Это не решила судьба, как сказал Бенеджи, это не пророчество, как вам кажется, это не угроза. То, что я говорю, является правдой. От невероятного количества шока, пережитого всеми, шестерка и не заметила, как уже вот несколько минут стоят и не двигаются. Они были благодарны всем богам, что Асуцуки лишь говорил, ведь если бы он напал, то все были бы уже мертвы. От вашей третьей дивизии не осталось никого, кроме семи человек. Пятерка Каги разгромлены Мадарой, а сам Учиха будет здесь с минуты на минуту. Говорил Наруто, да, совместными усилиями вам удалось запечатать 90% воскрешенных, но вы потеряли 50% своего альянса. Из все еще не запечатанных, остались лишь сильнейшие. А теперь ответьте. Как вы планируете запечатать остальных? В ответ было лишь молчание, каждый думал о своем и у каждого на уме были разные мысли. Было лишь одно, но никто не осмелился их озвучить. «Чтож, я так и зал, у вас нет ответа на мой вопрос». Начал черноволосый, но окончание удивило всех так уж и быть, раз я не смогу забрать ни Минму, ни Наю, ни Киллер Бии, которая также уже движется сюда, то придется пользоваться тем, что есть. Сказав это, рядом с Асуцуки внезапно появился янтарный горшок очищения, в котором были запечатаны Кинкаку и Гинкаку. Если быть точнее, то Чакракой Бии, которая была в этих двух. Сложив двенадцать печатей настолько быстро, что даже Абитас его Мангикю не заметил. Руки за долю секунд сложили все печати, остановившись на печати змея. Янтарный горшок открылся и из него начала выходить Чакра, перетекая в открытую пасть Гедемаза. Как только последние крупицы Чакры вышли из артефакта Мудреца и сам горшок исчез, все услышали крик от Минлая Ная «Ни-и-и-и-ит». На колоссальной скорости эти двое помчались к статуе, но были остановлены резко появившимся барьером. Как только двое дженчевики его увидели, в их руки начал появляться Росинган. Надеясь пробить барьер, оба ускорились еще сильнее, но каково же было их удивление, когда их Росинган не только не пробил барьер, а еще и начал уменьшаться. На такой же скорости брат и сестра отпрыгнули от барьера, дабы не потерять свою чакру, ведь как они поняли, этот барьер поглощал ее. Внезапно для всех, все глаза Гедемаза открылись в одно мгновение и в них читалась боль. Тишина заполнила поле боя, все ждали следующие действия врагов. Все это длилось недолго, в следующую секунду поле боя наполнилось криками боли. Это даже были не крики, скорее рев звери, испытывающего невероятные мучения. Статуя Геда внезапно схватилась за голову и начала истошно вопить. Этот вопль бы слышен везде, даже те, кто находился в главном штабе слышали его. Отсут суки появился за пределами барьера, с победной ухмылкой смотря на всех. Не успели. Детским голосом проговорил Наруто. Для двоих на Микозе у Зумаки это был как приговор. Случилось то, о чем их предупреждал Лис. Они не смогли предотвратить это. Они не смогли помешать воскрешению Джуби. В следующую секунду рев прекратился, а Геда Муза превратилась в шар. Черный, пульсирующий шар висел в воздухе. Всех присутствующих к земле придавило чакры Десятихвостого. Его аура была не менее устрашающая и такая же не менее давящая. Сердце всех наполнило страх, но лишь один стоял и все так же усмехался. Казалось, отсутствие ответа лишь усугубило ситуацию. Давление лишь усилилось. Взрывы были слышны с каждых сторон, что с каждой секунды лишь нагнетало. Сейчас шестеро человек были в самой сложной ситуации своей жизни. На их психическое состояние довело все больше и больше факторов. С каждой секунды веры в то, что они выиграют, становилось все слабее и слабее. Воскрешенные, Мадара, Джуби, смерти. Все это вкупо с осознанием своих способностей рушило надежду на победу. В следующую секунду на лице Ная появилась уверенность и она прокричала. «Мы тебя не боимся и одолеем тебя». Уверенность в своих силах начала возвращаться к шестерке, но они были удивлены, когда Цуцуки начал смеяться. Сквозь смех Чуверноволосый проговорил «Хах, вы невероятны, ха-ха-ха». Не думал, что после такого у вас еще будет уверенность в себе, но все это скоро закончится. Шар изначал уменьшаться. Давление чакры усилилось, а аура начала спадать. Страх отступил. Все готовились к следующему бою. Отчет начался. Черный шар начал уменьшаться. С каждой секундой он становился все меньше и меньше. Все с надеждой начали смотреть на него, один Наруто стоял с самой злобной улыбкой. Спустя три минуты шар стал настолько маленький, что его можно было взять в руку. Он был размером с маленькую таблетку. Спустя еще две минуты шар стал настолько маленьким, что все перестали его видеть. Шестерка стояла с надеждой на то, что все закончилось и больше ничего не будет. Мимо и на это же на это надеялись, ведь Курам и молчал. В следующую секунду сердца каждого остановились, ведь отцу Цуцуки начал говорить «Это... конец». Последнее словно было произнесено самой садистской улыбкой, которую только мог выдавить из себя Наруто. В следующее мгновение произошел самый сильный взрыв, который был поглощен барьером, на котором даже не появилось трещины. Ударная волна была настолько сильной, что по барьеру пошла волна. Яркая вспышка же ослепила всех, кроме отцу Цуцуки, который стоял к нему спиной. Вспышка была настолько яркой, что только спустя пять минут все начали понемногу видеть, но очень размыто. Все, кто находился здесь, понимали, что Бог сегодня на их стороне, ведь они все еще живи. То, что они ослеплены столь длительный промежуток времени, говорил лишь об одном чудеса реальной. Как только зрение немного прояснилось, но было еще немного размыто, все услышали дикий и громкий рев. Только было одно отличие и этот крик был более грубый и... Живой. Точка. Когда зрение полностью прояснилось, все увидели, что барьера больше нет, но то, что они увидели дальше, поразило всех. Позади отцу Цуцуки стояло существо с десятью хвостами. Много рядов зубов и огромный глаз. Огромный глаз, выше иринеган, красного цвета. Этот глаз смотрел на всех и одновременно ни на кого. Он прожигал в каждом дыру. Аура смерти, страха и ужаса, которая до этого момента совсем не чувствовалась, сейчас снова начала давить и даже сильнее, чем до этого. Да, сейчас она уже не заставляла стоять в оцепенении и дрожать от страха, но семя сметаний она посеяла. Черноволосый стоял все с той же ухмылкой, но теперь он решил подать голос, задав вопрос. Да, чувствуете? Вот она силой десятихвостого. Не идет ни в одно сравнение с Чикрой остальных хвостатых. А как же давит Таура, не так ли? Отцу Цуцуки решил дальше сеять раздор в душе этой шестерки, ведь они имеют большое значение в этой войне. В следующую секунду снова раздался оглушительный рев зверя. Вся шестерка закрыли уши руками, ведь этот рев был в раз сильнее, чем предыдущий. Как только это закончилось, Наруто продолжил говорить. Здравствуйте, Мадарасан, рад вас видеть. Внимание всех переключилось на новую фигуру в их сражении, хотя Ацуцуки скорее бы назвал это игрой. Сам Желчиха решил не отмалчиваться, а также ответить на приветствие. Привет, Наруто, вижу ты доволен игрой. Добродушный серьезный тон сменился на злость, и Мадара уже более серьезно спросил, зачем ты воскресил меня таким образом. Ответ не заставил себя ждать, и Наруто тут же дал ответ, незачем, Мадарасан. Я не планировал этого делать так. Как будто решил поиграть с моим терпением и сделал это. Я же планировал сделать это чуть позже, чем сейчас, чтобы вы сразу поглотили зверя и разобрались со всеми помехами. Было заметно, что Учиха удовлетворил ответ его соратников и его самодовольную хмылку не заставила себя ждать. Подойдя к Ацуцуке, Мадара остановился и обратил внимание на персон, которые были здесь, кроме Наруто. Осмотрев всех, бывший глава Учиха решил поинтересоваться, с кем танцуешь. И снова, Наруто решил не томить, и сразу же ответил на заданный вопрос. Джиро и Жаби Сынин из Канохи, обитый Учиха ваш соклановец, рядом с ним Саски Учиха реинкарнации Индры, Майта Гайги и Нептадюцу из Канохи. И как вишенка на торте, люди, разделившие между собой бремя быт реинкарнации Ашра Джинча Рики Девятихвостого Минмо Зума Кинами Кази и Найо Зума Кинами Кази. Но я думаю с ними вы уже знакомы. Еще раз осмотрев всех по очереди, Мадара снова усмехнулся и начал говорить, что ж, не в счет, Джинча Рики могут подождать, Сынин и Мастер Тадюцу не берем, но вот Учих нужно наказать, негоже так относиться к главе клана. Саски и Обиты напряглись, ведь поняли, что теперь они в приоритете Учихи. А Наруто продолжил, 50% армии врага разгромлено, Десятихвостый воскрешен, мои люди разбираются с теми, кто представляет большую угрозу и собирают все нужное. Остатки Альянса уже движутся в нашу сторону. С ними идут воскрешенные Хакаги. Кто-то смог их воскресить, и я догадываюсь кто. Как будто нас предал, будьте готовы применить технику, а после я вас верну в мир живых, у меня есть человек для этого. А теперь очень важный вопрос, повеселимся ли вы сразу поглотите зверя? Мадара в этот момент сделал вид, будто задумался, но уже знал ответ. Ничего не говоря, он прыгнул назад, направляясь на голову Десятихвостого. Будто зная, что сейчас сделает Учиха, Атсуцуки повторил за ним, также перемещаясь на голову зверя. Как только оба были на месте, они сложили печать концентрации. Из места рядом, где они стояли, начало прорастать два щупальца, которые сразу же соединились с затылком обоих. Взгляд Десятихвостого в мгновение стал осознанным, и теперь он точно смотрел на шестерых. Снова рев, но сразу же за ним, последовал резкий скачок чакры. Минмайная хотя и были в ступоре, но сразу же среагировали на голос Девятихвостого. Который в свою очередь, сказал им заряжать бомбу Биджу, ибо сейчас им придется отражать такую же, только Десятихвостого, который к слову уже начал заряжать ее. В следующую секунду обоих Узумаки окутало пламя желтого цвета, что означало, что они перешли в режим Биджу. Вокруг них начал образовываться аватар главы Кубии, который начал готовить совместную Биджу дому. Было решено отразить бомбу Десятихвостого, выстрелив немного ниже, чтобы та изменила траекторию полета снаряда. Секунда, вторая, третья. Бомба почти заряжена. В следующее мгновение произошло то, что заставило всех удивиться и осознать, что это самая плохая траектория. Далее наступил ужас, ведь все осознали, что этот заряд предназначался не для них, а для задания в стране молния. Ацуцуки и Учиха решили уничтожить штаб. Все, кто прибыл на поле боя, а точнее остатки Альянса, 1, 3 и 4 Хакаги, как будто еще несколько интересных личностей, застыли в немом ужасе. Сейчас эта бомба уничтожит их командный центр, и сделать они уже ничего не смогут, ведь даже Минато со своей скоростью не сможет успеть уже за летящим снарядом. Единственное, что осталось, это принять тот факт, что сейчас умрет еще очень много людей. С осознанием того, что все очень плохо, все услышали голос в голове, прием, на связи Шукаку. Сенсары засекли огромное скопление чакры, которые движутся по направлению к нам, что это? Все молчали. Молчали, думая как сказать, но это было не обязательно, ведь голос продолжил. Понятно. Чтож, как я понимаю, это мои последние слова. Чтобы сказать такого. Эх, ладно. Если из-за важной информации, то люди в масках куда-то исчезли, это все. А так, ну чтож, я верю в нашу победу и верю в вас. Шукамару, я всегда знал, что ты сильный, я передаю пост главы тебе, правь мудро. И на твой отец передает тебе то же самое. И помните. Мы вас люби. Связь прервалась. За десятки миль от этого места прогремел взрыв нечеловеческой силы. Ударная волна была настолько сильной, что в радиусе километра все было просто уничтожено, а всех кто был на поле боя, начал обдувать сильный поток ветра. Как только Кабута увидел, что Мадаров все еще воскрешен, он начал складывать печати для отмены техники воскрешения. Заметив это, Ацуцуки также начал складывать печати. Действия черноволосого не укрылись от всех глаз, тем более от глаз Якуши, но тот продолжил складывать печати. Закончив с печатями, Кабута выкрикнул в детенции отмены призыва. В следующее мгновение Учхо, стоящий на голове Дестихвостого, начал светиться белым светом. Не ожидая ни секунды больше, Мадаров начал складывать серию из десяти печатей для расторжения контракта с призывателем. Глаза Кабута стали неестественно большими, ведь только что он узнал, что возможно отменить контроль с помощью специальной техники, а также то, что сейчас против всех будет сражаться бессмертный бог Шиноби с безграничным запасом чакры. В это время Наруто закончил складывать свою серию печатей. Закончив, Ацуцуки ударил рукой по земле. В мгновение рядом с ним в белом дыму появился человек, который держал готовую печать тигра. В миг Мадару окутал белый свет, но не такой, как минуту назад, более золотистый. Все трещины на теле Учихи начали зарастать, будто кожа сростается. За минуту все изменилось. Броня с тела Мадара рассыпалась, глаза исчезли, но Учиха все еще стоял, как ни в чем не бывало. Человек, которого призвала Ацуцуки, начал падать, но ему не дала возможности это сделать рука Мадары, которая словила его. В следующую секунду, второй рукой, Учиха, одновременно вырвал два глаза этому человеку и отпустив его, скинул вниз. Взяв в обе руки по глазу, бывший глава Учих поместил в глазницы сначала правой, а после и левой глаза. Ацуцуки же, приложив руку к его глазам, начал использовать технику мистической ладони, пытаясь как можно быстрее восстановить Учихи зрение. Буквально через минуту все было готово. Мадара открыл глаза и осмотрел всех противников. Закончив осмотр, он положил одну руку на шею, медленно наклоняя ее в сторону. Послышался хруст, и Учиха самодовольно улыбнулся, произнеся, как же приятно чувствовать себя живым. Осмотрев всех врагов вокруг, взгляд Мадары зацепился за троих Хакаги. Вопрос, который сразу появился в голове, был задан мгновенно. Хаширама, хирузный, как я понял, четвертый Минато. Но где же Табирама? Я не думаю, что его специально не воскресили. Отсут Суки лишь самодовольно улыбнулся, когда этого дел Учиха, сразу же ответил. Это секрет Мадара-сан, но я думаю, что скоро вы узнаете. Также от Наруто не укрылось то, что бывший глава клана Учиха обратился к нему, используя мужской рот, по отношению к Табираме. Значит он не знает. В голове сразу появились вопросы, кто же тогда знает? Не думаю, что Хирузин, а уж тем более Минато знают. Что касается Хаширами, я думаю он тоже не знает, в таком случае она бы не стала главой клана Синджу. Мысленно отметив что-то для себя, Учиха равнул на Альянс. Отсут Суки тем временем решил связать Синджу с помощью ментальной связи, которую он установил на них. Никто об этом не знал до этого момента, «Табирама, ты меня слышишь?» Голос прозвучал в головы у девушки, которая в свою очередь начала оглядываться, в поиске его владельца. Никого не найдя, Синджу подумал откуда этот голос, это Наруто, я уверена, но почему я его слышу? Я установил между нами ментальную связь, простите что не предупредил заранее, вылетела из головы. Сказал от Суцуки, обращаясь сейчас ко всем, а после обратился именно к Табираме, предварительно прервав связь со всеми остальными, «Так что, ответишь?» Не заставляя долго ждать, Синджу сразу же ответила, «Слушаю. Кто еще, кроме меня, знает, что ты девушка?» Спокойно спросил от Суцуки. Вопрос застал девушку врасплох, но быстро собравшись с мыслями, она ответила, «Только отец. Он сказал, чтобы я скрывала эту информацию, ведь хотел, чтобы я была следующей главой после Хаширмы». Отец с самого рождения увидел во мне потенциал. Поняв, что ответа не будет, Синджу снова начал разговаривать с остальными, а точнее со всеми. Вся команда Наруто сейчас находилась в убежище под Конохой, ожидая его следующих приказов. От Суцуки же в это время стоял и с удовольствием наблюдал, как Учхо крушит своих врагов. Он использовал все возможное, чтобы уничтожить всех, кто нес сильную угрозу. Но так как в бой вступили Каги воскрешенные Хакаги, жертвы свелись к минимуму. Вдоволь наигравшись, Мадара отпрыгнул назад, на голову Десятихвостого, попутно складывая печати. Увидев, что делает От Суцуки, решил, что пора поменять место своего нахождения. Спрыгнув с звери, Наруто, приземлился совсем рядом с Десятихвостым и увидев, что Мадара уже заканчивает, стоя на голове звери, От Суцуки снова активировал барьер. Как только барьер закрылся, Аучхо начал запечатывать Десятихвостого в себя, От Суцуки перевел свой взгляд на армию врага. Посмотрев на них недолго, он произнес, «Чтож, это займет около 10 минут, так что теперь моя очередь с вами развлечься». Как только От Суцуки закончил говорить, он с безумной улыбкой ровнул в ряды противника. Теперь ситуацию не смогут спасти даже Каги. Наруто кромсал всех направо и налево, с каждым убитым он ускорялся, и убивал более заширенным способом. Вот он оторвал голову первому, второго постигла участь не из приятных, его голова была взорвана с помощью глины, третьего разорвало в клочья, когда От Суцуки прошел сквозь него, используя геном скорости. И так все больше и больше. С каждой секундой, гора трупов становилась все больше. Все остановилось в одно мгновение, когда Наруто появился перед Минмой, пробивая руку его сердца. То же самое я сделал и с Саскиной. Как только От Суцуки сделал это, он резко отпрыгнул о свою изначальную точку. Всех, кто был на поле боя, охватил ужас. Они только что потеряли свою последнюю надежду. Три человека, которые могли остановить эту войну, только что погибли мгновенно. Минато, Джире, Хирузин, Кушина, Фугаку, Микото, Итачи и еще много близких людей этой тройки застыли в немом ужасе. Только что погибли их близкие люди. Чьи-то дети, чьи-то брать, чьи-то крестники, чьи-то друзья. Долго пребывать в прострации они не могли. От Суцуки снова пошел в наступление, но многие отбивались с большей яростью, со слезами на глазах. Новая битва настолько зацепила Наруто, что тот не заметил, что на него несется Гай, открыв при этом восьмые врата. В одно мгновение Суцуки замахивается для того, чтобы обезглавить очередного Шиноби, как в другой момент он летит по направлению к барьеру, попутно выплевывая кровь. Перевернувшись в воздухе, Наруто сгруппировался и приземлившись на ноги, вытер струйку крови. Надежда вновь начала возвращаться, впервые они видят кровь врага. С каждой секундой все начинали чувствовать уверенность все сильнее и сильнее. Но все закончилось в один момент, когда Ацуцуки громко усмехнулся и произнес, «Чтож Гай-сан, я признаю вашу силу, я вас уважаю, но...» Это но так сильно ударило по настрою, что все посмотрели на Наруто в ожидании его следующих действий. Ацуцуки не заставил себя ждать и стал в неизвестную для всех, кроме некоторых людей, стойку. Руки согнуты в локтях на уровне пояса, положение полуприсяда, ноги больше, чем на ширине плеч. Следующее действие Черноволосого шокировало всех и поломало почти окончательно боевой дух. Сделав глубокий вдох, Ацуцуки произнес, «Девятые врата, врата Возрождения, откройтесь!» Ацуцуки окутало темно-зеленое пламя. Камни, даже не так. Большие валуны начали подниматься в воздух. Сила превосходящая восьмые врата. Как теперь победить? Началась битва. Было ясно видно, что Гай проигрывает, почти в сухую. С каждым ударом, движения Майта становились все медленнее, а сила покидала тело. Уже понимая, что Гай потратил свое время, Нарут отменил технику. Зеленый зверь Канохи лежал на земле, его кожа была цвета пепла, такое ощущение, что сейчас подует ветер и он рассыпется. На самом деле так и было. Во время исполнения восьмых врат, пользователь сжигал себя изнутри. Посмотрев на тело, которое вот-вот начнет осыпаться, от Суцуки создал черный шар Гудадаму и запустил ее в Гай. Пока она летела, у Зумаки начала говорить, «Майта Гай, вы поистине гений, вы человек, который мог бы убить любого, будь у вас чуть больше времени. Я благодарю вас за бой, вы останетесь у меня в памяти, как единственный мой враг, которого я уважал». Еще пару секунду, и шар попадет в Гай, даруя ему мгновенную смерть, но то, что произошло дальше, удивило всех. За секунду Ктато появился между зеленым зверем Канухи и Гудадамой, отбивая ее ногой. Этот Ктато был Минма. Нэ, которая появилась за Минмой, рядом с Гаем, присела на корточке и положила руку на грудь мужчины, используя какую-то технику. Как только Узмаки закончила, она стала рядом с Минмой и произнесла, «Гай-сан будет жить, перенесите его в безопасное место». Как только Нэ закончила, рядом с ней появился Саски. Посмотрев на тройку, Ацуцуки начал говорить, «Вижу, вы уже здоровы!» Чтож, так даже веселее. Закончив, Наруто перешел в наступление. На колоссальной скорости он побежал на тройку, которая в этот момент повторила его действия, также рванув на черноволосого, не уступая в скорости. Заязался быстрый бой, все остальные видели просто размытые пятна. Перейдя в себя, Шин и Берьянса помчались помогать своим защитникам. Сейчас Ацуцуки снова сражался со всеми. С новой силой, Минма, Нэ и Саски начали теснить врага. В следующую секунду Саски использовал силу своего нового глаза, поменяв себя на Ацуцуки, которого, в следующее мгновение, ударила Нэ кулаком заряженную чикрой. Наруто отлетел на приличное расстояние, как в следующую секунду сзади него появился Минма с Рассингоном в руке. До столкновения осталась секунда, как из ниоткуда появилась новая персона в маске шинегами и синей брони с мехом на воротнике. Перекрутившись вокруг себя, новая фигура ударила ногой Минму по руке с такой силой, что в следующую секунду он уже лежал в земле, в кратере, который создал своим телом. Споймав Ацуцуки, неизвестная персона исчезла, появившись в следующую секунду на небольшом пригорке, которая была нестандартной формы. Она напоминала ступеньки. Как только они там оказались, Наруто сразу же сел на самом верху, поставив одну ногу под себя, а вторую просто свесив. Поставив руку на колено, он положил на ладони свою голову, тяжело вздохнул и заговорил. «Эх! Ну вот и зачем вы пришли? Я бы и сам справился». Как подтверждение его слов, перед ним начали появляться новые фигуры в масках шинегами. Все, что их отличало цвет волос, цвет и дизайн боевого кимоно и брони. Все они разместились на ступеньках ниже. Кто-то сидел, кто-то стоял, кто-то наклонился, упершись руками в колени, кто-то присел на корточке, кто-то закинул большой меч на плечо и держал его за рукоять. «Ничего не знаем, Данна. Мы почувствовали, что вы в опасности и мы пришли». С задором произнесла другая фигура. «Прости», — сказала первая фигура, «мы почувствовали, что у тебя мало чакры, и ты в опасности». Хаширама, услышав женский голос, немного успокоился, ведь до этого он думал, что все, что он видит, указывает на его брата. Но для сомнений все же была, он чувствовал что-то неладное. А Цуцуки снова тяжело вздохнул и продолжил говорить, «Я же даже ни одной печати с себя не снял. А вы уже тут. Ладно, раз пришли, можно повеселиться». Закончив это предложение, он злорадно улыбнулся и продолжил, «Уже десять минут прошло». И как по часам из-за пригорка, на котором находилась толпа, вылетел Мадаро, взлетая все выше, но все так же оставая позади Наруто. «Ладно, пришли, пришли. Что ж, я думаю, пора». Сказав это, А Цуцуки улыбнулся злой улыбкой, «Самое время, снять маски». «Дана, вы уверены, что уже пора?» Спросил Дейдаро, снимая свою маску. На нем была броня желтого цвета, с рисунками его искусства, а снизу боевое кимоно зеленого цвета. Увидев его, Анаки застыл в шоке. Кен Цу Чикага, его отец отреагировал так же. Куро Цучи же вообще оцепенела. Третий Цу Чикаги до этого был наставником Дейдаро, позже негласно принимая его семью, как своего внука. Они были рады, что он жив, но то, что он будет сражаться против них, начало давить на них. «Ах да, совсем забыл», проговорил Наруто. Щелкнув пальцами, отцуцуки стал ждать реакция носовой жест. Реакция же не заставила себя ждать. В следующее мгновение среди всех начали появляться новые личности. До этого они скрывались, будто хамелеоны, но все знали, кто это. Когда они появились впервые, все были в шоке, ведь Наруто сделал то, чего другие ожидали меньше всего. Ебаный род с этой конспирацией вашей, «Блядь!» произнес Хидан, снимая свою маску. Не думал, что все так повернется. Нас все-таки смогли убить, произнес Кокозу, сняв свою маску. На них обоих была такая же броня черного цвета с иероглифами на груди, что переводилось как «бессмертный», а под ней белое боевое кимоно. На кимоно Кокозу были золотые монеты, а у Хидана были вышиты потеки крови. Как только Минма, Ная, Шикамару, Инна, Чиджи и Ямато увидели их, они застыли в шоке, как и семья Цучикаги при виде Дейдары. Умирал Богом, а воскрес человеком. Проговорил Карс на волосы, готовясь цеплять свою маску на поезд, медленно отводя ее от лица. Нагата был одет в ярко-красную броню, с фиолетовой рябью, расходящейся из центра, как сзади, так и спереди, а боевое кимоно было темно-синего цвета с деревьями Сакуры. Увидев их, Узума кинами Казио цепенели еще сильнее. Они помогли ему встать на правильный путь, а теперь им придется сражаться с ним. Но то, что произошло дальше, шокировало их еще больше. Нагата, я рада, что Наруто сделал тебя здоровым, я так давно не видела улыбку на твоем лице. Произнесла синеволосая девушка по имени Канан, снимая свою маску. Она была одета в синюю броню, под которой было серебристое боевое кимоно, с узором грозовых туч. «И правда, брат, ты был слишком самовлюбленным раньше, рада, что Наруто смог повлиять на тебя сильнее, чем Мин Майная!» Произнесла Карин, поправляя свои очки правой рукой, в то время как левой она держала маску на уровне шеи. Карин была одета в такого же цвета броню, что и у Нагата, только на ней вместо ряби были нарисованы круги, что-то вроде укусов. Цвет боевого кимоно был таким же, только вместо Сакуры, на нем были вышиты белые камелия. Теперь в шок были повержены Кабута, Сугицу и Джува. «Ну а как иначе, не каждый день можно увидеть Кунаичи, убийством которой была ваша задача. И все же, я до сих пор не могу принять тот факт, что Дейдар больше не обращается ко мне Дана, как раньше», — проговорил Сасаря, опуская свою маску на подбородок. На нем была броня песчаного цвета, с чем-то вроде трещин на нем. Снизу было кимоно такого же цвета, с вышитым скелетом на нем. Сакура застыла в шоке. Она своими руками убила Акасана, но, а теперь он стоит перед ней, живой, здоровый. «Не слишком ли много шока для них, Шисуисан, Нарутасан?» — спросил Кисуми, снимая свою маску. Он был одет в броню, цвета морского дна, а боевое кимоно было цвета бирюзы, на котором были вышиты акулы. «Оу, не волнуйся, Кисуми, они переживут. Да, Шисуи!» — ответил отцуцуки на вопрос Хошидыки. «Хм, уверен, Нарута!» — ответил очиха, аккуратно снимая свою маску и ложа ее на колено. На нем была броня такого же цвета, как и его сусами, то он есть зеленый с оттенками салатового и голубого, а боевое кимоно чистого, белого цвета с тремя томой на рукавах. Киллер Биль был в шоке, когда увидел Кисуми, ведь сам недавно убил его. Клан Учиха же был в шоке, увидев Шисуи с его мангёка. Мало того, что у него невероятно сильные глаза, так и сам по себе он сильный противник, даже без силы глаз. И все же, ты видишь, как ты их шокировал?» — спросил зецу, снимая свою маску и возвращая свои отростки. На зецу была броня черно-билого цвета, разделенного на половину, а кимоно было коричневого цвета, на котором был вышит виноград, который будто оплетал все кимоно. «А мне уже можно?» — спросил голос из-под маски, которая была сдвинута немного на бок, открывал только глаз, в котором горел шарингом, но лицо полностью не открывало. «Да!» — кратко ответил Наруто. «Но спасибо!» Спокойно и с улыбкой ответил Кокаши, снимая свою маску. На нем была броня серебряного цвета, а снизу боевое кимоно цвета алюминия, с вышитой на ней фиолетовой молнией. Минато, Абита, Джирея, Кушина, да и много, много, много человек из Канохи были в глубокой подавленности, ведь их предал почти что патриот. Они не знали, куда он пропал, ведь Хакаги сказал, что он погиб на задании, но только Минато знал, что тот сбежал. «Ну и ну, сколько же с вами проблем!» произнесла Амиря, сдвигая свою маску на бок. На ней была броня бардового цвета, а боевое кимоно болотного, с вертикальными полосами на нем. Сейчас в состояние шока попало очень много людей из тумана, ведь никто не ожидал увидеть пропавшую мечницу, так еще и здоровую. «Ха-ха-ха, какая же ты умная, блядь!» Слово «полные сарказмы» было адресовано именно Ринваттай, которая сняла свою маску достаточно быстро и теперь держала. Она была закреплена на ее плече. На ней была броня персикового цвета, боевое кимоно было темно-фиолетовым с вышитыми на нем звуками. «Эй, ну и надо вам опять гавкать друг на друга!» спросила Анка у двоих девушек, убирая свою маску на зацеп на груди. На ней были доспехи цвета плаща, которые она раньше носила с рисунком сброшенной змейной кожи, а боевое кимоно было черно-фиолетовым с рисунками красной змеи, которая обматывала все тело. И снова как будто иконоховцы в шоке, ведь они не ожидали увидеть персону, которую не так давно хотели убить. «Как будто ты их не знаешь, хох!» С сарказмом произнесла Анбуй, цепляя свою маску на пояс спереди правее центра. «Как много криков!» произнесла Самуя, вешая свою маску туда же, куда ее подруга, только зеркально. На нах была броня цвета неба, с нарисованными на ними грозовыми тучами, а боевое кимоно имело такой же оттенок, только более синее, и вместо туч на нем были большие, белоснежные облака. Тут в шок погрузился Райкаги и многие шиноби Кума, а также Коруя, Амай и Даруя. Два самых верных шиноби, которых все считали убитыми, сейчас стояли живые и здоровые. Но то, что было дальше, заставило их, грубо говоря, охуеть. Из-за горы вдруг выпрыгнули две персоны в масках с шинигами. «Мы не сильно опоздали?» спросил Золотоволосый. «А я говорил, что тебе не сдались те руины, то, что мы нашли там хоть и хорошо, но я не считаю это великим открытием, Наруто может сделать лучше!» ответил Серебряноволосый. «Вы как раз вовремя, Кинкаку, Гинкаку!» «И да, это я попросил его найти артефакты!» ответил Наруто. Сняв свои маски, они повесили их на спину, ближе к правому плечу. На них была броня темно-синего цвета, с рисунком артеактов мудреца, а боевое кимоно имело цвет их волос, с рисунком всех стихий. Ацуцуки очень заинтересовала историей этих двоих, а также их смерть, окутанная завесой тайны. Он решил лично узнать о них, что произошло и в итоге они ему понравились, что и заставило его воскресить их и принять в семью. Те, которые были на поле боя, никто иные как подделки. Также, все были немного удивлены решением Наруто, но тоже приняли их. Они очень сильно извинялись перед Табирамой, но она сразу их простила, узнав о их судьбе. «И все же, умеешь ты устроить шоу, Наруто!» произнесла Пакура, закрепляя свою маску на бедре правой ноги. На ней была броня цвета раскаленного металла, с рисунком горящих шаров, а боевое кимоно было цвета льда, на котором были вышиты снежинки. Гара и почти вся сунна были в шоке. Герой войны и личная охрана четвертого Казикоги. «И не говори! Это же надо так нас представить!» произнесла Ханаби, цепляя свою маску как и Пакура, только на левой ноге. На ней была броня цвета тенсигана, который горел у нее в глазах, с рисунком печати 64 касаний небес, а боевое кимоно имело цвет ночи, с рисунком снега на нем. Кланг Юга цепенел. Они боялись, что это произойдет, что человек, которого они хотели использовать, будет против них. И все же, он смог сделать то, о чем никто даже подумать не мог. Спокойно проговорила Югита, цепляя свою маску на левую лопатку. На ней была броня синего цвета, с черным рисунком пламени, как у Мата Теби, а боевое кимоно было пятнистое, местами зеленое, а местами желтое. Все эти куски были соединены трещеными. И снова Райкаги и Шинобекума в шоке, только теперь осадок выпал и би. Его подруга детство предатель. Вот почему мы с ним, он особенный. Проговорила Юга, цепляя свою маску на правую лопатку. На ней была броня фиалково-розового цвета, с рисунком кристаллов, а боевое кимоно было цвета чистой ночи, с вышитыми на нем лунами. И снова Хакаги, и снова Канаховцы в шоке. Глава Анбу, человек почти с силой Икаги против них. Все увиденное повергло в шок альянс. Против них было новое поколение богов, так прозвали команду врагов. Все это заставляло людей терять свой боевой дух и осознавать всю безвыходность ситуации. Было только одно «но». Не все сняли маски. Еще шесть персон стояли, ожидая своего времени. И если все увиденное повергло всех в шок, то, что будет дальше. Ну и... Чего мы стоим? Спросил весело Ацуцуки, видимо у тех, кто все еще стоял в масках. Мы наслаждаемся шоу, ты же этого хотел? Спросила неизвестная личность, не шел узнувшись. Да-да-да, этого, вы же меня знаете, как никто другой. С задором проговорил Наруто, но я хочу большего, давайте, снимайте быстрее, я хочу видеть их лицо. Ладно, все, я тоже устала ждать. Проговорила, по всей видимости, самая молодая из них. Дотронувшись до своей маски, которая исчезла и в следующую секунду появилась на груди, на самом сердце, взору всех предстала живая и невредимая Ирина Нахара. Выглядела она лет на двадцать. Из-за того, что она была воскрешена, скорость ей старения увеличилась, и буквально за два года она из тринадцатилетней, стала двадцатилетней. Мината и Кушина были в диком ауте, а что же говорить за обито, он был убит морально. Перед ними сейчас та самая Ирин. Я ожидала большего, но все равно невероятно. С задором сказала фигура в маске. В следующий момент рука прикоснулась к маске и та исчезла, появляясь там же, где и маска Ирин. Перед взором предстала Арачимару, змеи Насынин Конохи и одна из легендарной троицы. Ее улыбка была широкой, а взгляд устремлен в одного человека. На ней была броня цвета золота, с надписью чуть ниже груди, что означало змея, а боевое кимоно было ярко-фиолетовым, с вышитым на нем черным драконом, который извергал зеленое пламя. Как будто стоял в немом ужасе, он не мог поверить, что все, что он видит, сейчас происходит наяву. Он предал своего Сенсия, попытался убить, но она стояла и смотрела на него с неким весельем. Также, в шоковом состоянии пребывали Джирея, Минато, Абита, Яматы и еще многие Джанины со всех деревень, ведь все знали, кто такая отступница ССР плюс ранга Арачимару. Ха-ха-ха-ха, видела бы ты их лица, я бы посмотрела на них еще раз. Произнесла другая фигура в маске. После своих слов, персона коснулась своей маски и как только та исчезла, появившись там же, где и у Арачимару, высокомерно хмыкнула. Все смогли лицезреть еще одну известную личность. Вторая из трех легендарных санинов. Легендарный медик. Принцесса Синджу. Цунади Синджу. На ней была темно-зеленая броня с надписью на груди, что переводилось как «принцесса», а боевое кимоно имело цвет мокрой земли с вышатыми листьями деревьев на нем. И снова шок, и снова у всех. Джирея, Минато, обитая многие шиноби всех стран теряли уверенность с каждой секундой. В этот раз сильный шок коснулся также имен Муснаи, как никак она их крестная. Самые сильные эмоции же испытал Хаширом и Хирузин, внучка ученицы, которую они видели перед собой, вызывала у них бурю эмоций. «Как много забавы, я невероятно рада!» С азарной интонацией произнесла еще одна неизвестная личность. Похлопав пару раз в ладони, левой рукой, неизвестная коснулась своей маски, которая исчезнув, появилась там же, где и маска Синджу, раскрывая свою личность. Все присутствующие на поле боя могли видеть перед собой главу государственного переворота в тумане Терумимей, которая считалась погибшей после переворота. На ней была броня лазурного цвета, с надписью «Чуть ниже груди», что означало «Туман над водой», а боевое кимоно имело синерий цвет, с вышитыми на рукавах лавовыми драконами. А его подельники пали в дикий ужас. Он боялся Теруми, она была слишком сильна. У них получилось схватить ее однажды, при том, что на это повлияло много факторов. Начнем с того, что после ожесточенного сражения с третьим Мизукаги, Мия была вымотана и ранена, а закончим тем, что это произошло слишком быстро и неожиданно. Теруми была в шоке от того, что ее ударили в спину, самые близкие для нее люди. Не стоит оставлять без внимания других Каги и Шиноби других деревень, ведь если Каги помогали Мия с переворотом, что было выгодно им, то простые Шиноби принимали участие в нем, но никто не ожидал увидеть ее. После новости о ее смерти и ее похорон, большинство было подавлено, а теперь она стоит перед ними живая и невредимая. «Невероятно, как много всего происходит, история пишется кровью». Произнесла новая, неизвестная личность. Подняв руку, она прикоснулась к своей маске и та исчезла, появившись там же, где и маска Теруми. Взгляды устремились в новое лицо. Перед всеми стояла живая и самая главная молодая Мита Узумуки. Ее взгляд был высокомерен и был направлен не на одного человека, а на всех сразу. Через пару минут глаза красноволосой забегали и зацепились за пару фигур, которые сейчас стояли в диком шоке. Херузин, Кушина, Мината, и многие, уже очень взрослые Шиноби смотрели на Узумуки. Самый пристальный взгляд был направлен на Тхаширамы, который с неверием и шоком смотрел то на Цунади, то на Мита. Жена, внучка, кого еще судьба заставит его вспомнить? Да, именно вспомнить, ибо он не испытывал к ним теплых чувств. Мита, Цунади, Табирама, зайдите ко мне на пару слов ближе к вечеру. Спокойно, сказал Наруто, уходя из зала, после совета. Услышав свои имена, женщины переглянулись и кивнув друг друга, встали и пошли заниматься своими делами. Закат, над конах и плыли красные облака. В убежище под деревней и по коридорам шли три фигуры, в своей повседневной одежде. Мита Узумаки, Цунади Синджу и Табирама Синджу. На Узумаке было надето красивое кимоно белого цвета, завязанное синим поясом в красивый бант. Цунади носила зеленые хиари, поверх серого топа, на ногах была такого же цвета свободная юбка, чуть выше колен. В Табирама же была одета легкую черную водолазку и такого же цвета штаны, что имела общий рисунок волны, сверху же было накинута голубой хиари, с такой же волной, с правой стороны, как и на комплекте снизу. Часы показывали 1930. Сейчас эта тройка направлялась в комнату от Суцуки, для дальнейшего разговора. Пройдя еще пару десятков метров, они остановились около двери из темного дерева, на которой был нарисован полумесяц. Постояв пару секунд, в дверь постучалась Табирама и сразу же был дан ответ «Проходите». Как только дверь открылась, в взору девушек предстала комната, внутри которой было еще четыре двери. Входная дверь была расположена рядом с левым углом комнаты. Вся стена со стороны двери и правая стена была занята огромным стеллажем для книг, только справа был еще один стеллаж, немного отдаленный от стены, что создавало иллюзию еще одной комнаты. Посреди комнаты стояло два дивана напротив и параллельно им два кресла, тоже напротив. В центре стоял кофейный столик, сделанный из стекла, который также был геномом владельца комнаты. На столике стояла лампа, лежало пару книг, одна из которых была открытая почти пустая кружка чая. Возле стены, напротив входа в комнату, стоял большой комод из темного дерев, а на нем большое зеркало. Справа и слева комода были две тумбочки, а рядом с ними двери. На стенах висели светильники и картин, наисывание самим Ацуцуки. Возле левой стены стоял еще один комод, на котором стоял телевизор, а точнее плазма. Вся комната была застрелена ковром темного цвета. За стелдом была дверь, которая вела в спальню. В спальне стояла большая трехместная кровать из темного дерева. Напротив кровати был комод и большое зеркало на нем. Справа и слева от кровати стояли тумбочки. Под правой стеной стоял большой шкаф Купи, под потолок. На левой стене и на кровати висели картины и светильники. На комоде также стояла лампа. Дверь, которая была в гостиной, справа от комода, вела в ванную. Ванна была небольшой, разделена стеной. Сначала большая раковина, снизу была тумба, а сверху большое зеркало, справа и слева были светильники. Напротив была большая ванна, над которой также разместились два светильника. Чуть дальше был туалет, там же была и прочная. Левая дверь в гостиной от комода вела в кладовку склод. Тут было много стеллажей со свитками, много ящиков и много стеллажей со ряжей, доспехами и артефактами. Дверь, которая находилась с левой стороны комнаты, вела в просторную кухню. Здесь был полный комплект кухонной стены, тубы снизу и сверху, раковина, холодильник, плита, печь, посудомоечная машина. Все это занимало стену напротив двери. По центру стоял огромный стол, вокруг которого было восемь стульев. На стенах висели светильники. Все комнаты были застелены коврами. Сейчас владелец всей этой красоты сидел в гостиной, на кресле, напротив входа и смотрел вошедших. На нем были темные штаны, забинтованные от колена дощи калатки на поясе, чуть выше пупка. Его торс был оголен. Сняв свою обувь, а точнее тапки, девушки босыми ногами зашли в комнату и сели на диван, справа от Нарута и на кресло напротив. Посмотрев на пришедших девушек, от Суцуки начал разговор. «Прекрасно выглядите, в принципе, как и всегда», произнес он с улыбкой на лице. Девушки так же мило улыбнулись, и поблагодарив от Суцуки, продолжила Табирама. «Нам очень приятно слышать такие слова, но мы же здесь собрались не для этого». «Да, вы правы, поэтому перейду сразу к делу». Спокойно проговорил Наруто, «без всякой строгости на войне произойдет много всего, и я бы хотел кое-что уточнить. Я знаю, что на войне будут воскрешены Хакаги, но меня мучают именно Хаширама, а точнее ваши состояния и эмоции при его появлении». На минуту замолчав, от Суцуки начал смотреть на девушек. Он хотел узнать, что они думают и чувствуют, ведь как никак им предстоит встретиться с дорогим для них человеком, но следующее слово заставили его удивиться. «Не волнуйся, милый, мы не будем бояться, сожалеть либо испытывать дискомфорт при встрече с ним». «Спокойся», произнесла Мита, «как ты знаешь, Хаширама хороший человек, хотя точнее его так везде описывают, но есть такая сторона, о которой знаем только мы». «Начнем с того, что благодаря связям с Узумаки он выучал одну печать, печать подчинения разума, благодаря которой он контролировал нас. Я не должна была быть его женой, и уж тем более не хотела, но он меня заставил. Я не любила этого человека от слова совсем. Всю моя жизнь с момента нашего знакомства я помню только то, что могла делать только то, что он приказывал. На виду у всех он был самым светлым человеком в мире, но наедине, зная, что я не смогу ничего рассказать, он превращался в последнего ублюдка. Он позволял себе бить меня, оскорблять и унижать, делая все, что он пожелает, а я не могла противиться. На мне стояла такая же печать», добавила Табираму в детстве. «Иногда я видела его истинное лицо, но он этого не знал. После того, как он выучил эту печать, я стала его политической игрушкой. Отец научил меня многому, и я поставила на себя печать молчания. Табираму не мог вытянуть из меня информацию, которую я не хотел говорить, но заставлять меня делать что-то, он мог свободно. Именно он заставил меня убить из уну. Со мной такая же ситуация, только на мне стояла такая печать с самого рождения. На Наваки тоже. Он часто бил меня и унижал за оплошности. А для того, чтобы все было как надо, он отдал контроль надо мной и Наваки Херузину, и Сарутабе выполнял все его прихоти, ведь так же был его куклой, даже после смерти. Твоя чакра смогла сломать его печать, мы благодарим тебя за это. Спокойно проговорила Мита. Поговорив еще некоторое время, девушки покинули Ацуцуки, оставив его одного, перед этим поцеловав его. Взглянув еще раз на Хаширому, Узумаки сложила руки на груди и стала ждать дальнейших действий. Взглянув на Мита, Наруто вспомнил их разговор, и улыбнувшись, произнес, А теперь, самое главное. Осталась ты одна, время действовать. Не нужно быть гением, чтобы понять, кому это было адресовано. Фигура Ацуцуки даже не шелохнулась. Она стояла в своей любимой позе, скрестив руки на груди. На ней была броня синего цвета, с иероглифом на груди, что переводилось как «вода», а на воротнике был белоснежный мех. Боевое кимоно было черным с вышитыми на нем водяными драконами. Не двигаясь, фигура приподняла свое запястье и щелкнула пальцами. То, что произошло дальше, повергло абсолютно всех в дикий шок. Маска начала постепенно превращаться в воду снизу вверх, капая, а после формируясь на груди. Когда маска исчезла, неизвестная произнесла, «Все карты раскрыты, вот и конец», — серьезным голосом сказала Табирама. Шиноби, которые находились на поле боя, были в страхе. Перед ними стояли боги. Сейчас все личности были раскрыты Дейдара, Сасари, Хидан, Кокозу, Кисуми, Шису, Зитсу, Кинкаку, Гинкаку, Кокаши, Нагато, Канан, Карин, Самуя, Мабуй, Юга, Югита, Ханаби, Карин, Анка, Таю, Амиря, Покура, Рин, Арочмару, Цунади, Мита, Мей, Табирама и Наруто. Высоко в небе возвышался Мадара, который на данный момент был Джин Чирики Джуби, но он не заметил одного нюанса. Из-за колоссального количества чакры, заметить отсутствие половины, которую запечатал в себя отсутствие в то время, пока стоял на голове Десятихвостого, было нереально. Пока все отходили от шока, Наруто заканчивал разговор с Шинджу, так звали Десятихвостого. Он смог незаметно для всех поставить маленький барьер времени на одного себя, и уже который день общался со всеми хвостатыми. Было решено, что после окончания войны Ацуцуки поможет разработать всем хвостатым человеческие тела, к которым у них будет предрасположенность, то он есть пол. Для всех прошла минута, для Наруто прошло две недели. Закончив разговор, Ацуцуки покинул подсознание и также незаметно для всех снял барьер. «Чтож, раз вы уже познакомились!» Сказал он снова детским голосом, чем заставил напрячься всех, а после продолжил грубым, что еще больше напрягало. «Вот и пришло время вашей погибели!» Встав, Ацуцуки сложил руки в печать Хитсу Джи и закрыл глаза. За долю секунды его внешность начала меняться. Волосы стали белоснежно-белыми, кожи также, рожки стали более выразительные, а черты лица более аккуратные. Длина волос также изменилась, они стали длиннее, до пояса. Также, на теле стали появляться татуировки в виде цепей. Нужно заметить, что на тыльной стороне ладони появилась еще одна печать, в формуле которой были все те печати сдерживания, из которой начинала выходить та самая цепь. Называлась она «Печать Крамвеля». Данная печать имела 94 уровня ограничения, и была самым сложным изобретением Наруто, на которое тот потратил около 100 лет под барьером. «Печать Крамвеля». Снятие печати до 94 уровня ограничения, корректива с, полное снятие. Произнеса Цуцуки. Все почувствовали колоссальное давление чакры. Кто-то потерял сознание. Но на этом все не закончилось. «Печать Крамвеля». Снятие печати до нулевого уровня ограничения, корректива с, полное снятие. Также спокойно произнеса Цуцуки. Всех, абсолютно всех, придавило давлением чакры Наруто. Сейчас все буквально видели, как чакра вылетела из Наруто, а теперь снова собираюсь в его теле. Буквально за пару секунд вся чакра была в беловолосом. На секунду его окутала дымка из чакры, но сразу же пропала. Сейчас те, кто потерял сознание, умерли. В основном это были сенсоры и люди склонные к сенсорике, без возможности контролировать эту способность, поэтому она была всегда активирована, что и заставило их умереть. Всех, кто имел возможность контролировать этот процесс, сразу же отключили свою сенсорикио из-за сильной головной боли. Наруто стоял и смотрел на всех, с полными презрения глазами. Так продолжалось до того момента, пока Цуцуки не заговорил. «Я предупреждал вас. Я говорил, что когда все маски будут сняты, ваша война будет проиграна». Во время своей речи, Наруто снял с руки черную ленту и, собрав волосы в высокий хвост, заплел его этой же лентой. Закончив с волосами, А Цуцуки щелкнул пальцами и мгновенно все исчезли, начиная убивать всех направо и налево. На своем месте остался лишь Зицума Дара. Бог Шиноби, который спокойно и возвышался в воздухе, сейчас был напуган до чертиков. Парень, который был его союзником, сейчас раскрыл правду и силу. В его команде были не только дети, но и знакомые ему люди, которых он считал мертвыми. Мало того, его сила в сотне, а то и в тысячи раз превосходила его силу. Все, что оставалось у Чихи, это ждать. Подойдя к Зицу, Наруто посмотрел на Мадару. В глазах от Цуцуки горел мангёк и шаринганшисуэ. Не нужно быть гением, чтобы догадаться для чего все это. В следующую секунду сознание Мадары помутнело, но спустя пять секунд он снова вернулся в реальность. В его голове витала только одна мысль «Я инструмент для создания Высшего, Прекрасного. Кагуя, я не знаю, как она выглядит, но стану тем, кто вернёт её в наш мир. Я готов исполнить своё предназначение!» Прокричал Учиха. Те, кто обратил внимание на это, сразу же были убиты. Те, кто был умнее, продолжали следить за врагом, попутно пытаясь заметить, что происходит на фоне. В данный момент Учиха начал медленно спускаться к двум персонам, которые сейчас стояли и ждали его. На его лице была улыбка, ведь он преследовал благородную цель воскрешения богини. Как только Мадара приземлился, он закрыл глаза. Наклонив голову вниз, Учиха стал ждать, когда он исполнит своё предназначение. Зицу не стал медлить, а подойдя к Мадару, коснулся его лба указательным пальцем, выливая в него крупицу чакры Кагуя. Подождав пару секунд, метаморфозы начались. Учиха начал вздуваться и расти на глазах, как будто он сейчас лопнет. Почти так и произошло. Он начал разрываться, в прямом смысле, но в местах разрывов была чёрная субстанция. Спустя жалких пару минут от Учихи осталось только воспоминание, сейчас это был чёрный шар. За всё время, как Мадару превращали в Кагую, команда Наруто убивала всех. От 50% альянса осталось только 25, а если быть точнее 20 тысяч. А, Кабута, Джува, Сугитсу, Анаки, Кенсуча, Бии, Амаи, Даруя, Эй, Шикамару, Чиджи, Сакура, Чиджира, Конкура, Фугаку, Итачи, Хиаши, Старейшины Хьюга, Старейшины Учиха, и многие известные и сильные шиноби все они были убиты почти первыми. Об этом позаботились все из команды Цуцуки. Мита избивала Кушину, Наю и Минму. Табирама игралась с бессмертием Хаширамы, который пытался снова использовать печать подчинения, когда понял что то нет, то пытался поставить новую, но ничего не получалось. Арачимару как и Табирама играла с Хирузеном, который пытался провернуть такой же трюк. Цунади избивала Джирайю. Ханаби раскидывала Хьюг, в частности свою сестру Инаджи, Ашису был занят у Чхами и Саски. Мей, Амею и Рекисами забивали шиноби тумана. Юга была занята Амбу. Какаши избивала битами НАТО. Все остальные просто убивали без разбора, не обращая внимания ни на что. Но как только они почувствовали всплеск чакры Кагуя, все заняли места обороны, вокруг Наруто. Цу был в обороне с другими. Альянса слаб, он потерял всю надежду. Трое из пяти Каги были убиты. Много сильнейших тоже были убиты. Остальные были очень сильно потрепаны и ранены. Наруто почувствовал, что бой идет к концу, но сюда двигается кое-что другое. Все в позу Лутоса, а Цуцуки стал ждать. Спустя пару минут, Шар приобрел очертание Кагуя. Чернота начала впитываться, но то, что было дальше, Наруто уже не видел. Он закрыл глаза и стал просто ждать, накапливая синь чакру в печать для этой же чакры. Спустя буквально минуту, Цуцуки почувствовал прикосновение к своим волосам, их начали аккуратно гладить. С самого начала он знал, что это не угроза, только определенные люди могли себе такое позволить, а этот человек мог позволить себе все. Я смог. Тихо, с невероятной радостью произнес Наруто. По его щекам покатились слезы. Цуцуки сидел, и не верил, что все, к тему он так долго шел и стремился, все это закончилось. Та, ради которой все это было, сейчас стояла рядом и аккуратно отгладила его по голове. Спустя столько времени он дал волю всей радости. Он начал плакать. Слезы лющиеся от счастья. Все, кто был на поле боя, застыли. Их главный враг сейчас плакал, с улыбкой на лице. Рядом с ним стала беловолосая женщина неземной красоты. Только Минма, Най и Саски знали, кто это. Спустя несколько минут, Наруто начал протирать глаза от слез, рукавами кимоно. Закончив это делать, он открыл их. Все плыло, но как только они немного сфокусировались, он повернул свою голову влево и увидев то, что он мечтал увидеть, улыбнулся, самой яркой улыбкой в мире. Рядом с Наруто стояла она. Девушка неземной красоты, в белом кимоно, с белыми волосами и черными рожками. Она улыбалась ему и аккуратно отгладила его по голове. У меня получилось. Так же тихо сказал Наруто, голосом, полным счастья. Стоило ему это произнести, как мир замер. Все мысли улетели, все отступило на второй план. Все события, которые вели к этому моменту, пронеслись перед глазами. От их встречи и до этого момента. И только когда все это закончилось, он услышал бархатный голос, который произнес, «Теперь, я всегда рядом». Тихо произнесла Кагуя, «Спасибо, любимый». Перед всеми предстала такая картина. Тот, кто назвался Мадарой, оказался совершенно другим человеком, развязал войну, хладнокровно убивал, а сейчас сидел и плакал рядом с неизвестной девушкой. Сама неизвестная была неземной красоты. Она смотрела на всех с безразличием, но на некоторых персонах ее взгляд задерживался и отражал лютую ненависть. Мината, Кушина, Минма и Наи не могли понять, почему именно они стали объектом этой ненависти, особенно брат с сестрой. Им никогда не приходилось видеть ненависть, ведь их всегда любили. Пока семья на Микази была в своих мыслях, Кагуя решила все же поговорить со смертными. «Сколько ненужных жертв вы понесли, жалкие создания. Я много чего ненавижу, но больше всего я ненавижу ненужные жертвы. Вы лишь жалкая кучка ничтожеств, возомнившая себя непонятно кем». «Я не знаю, что мне нужно будет сделать, но я уничтожу вас всех до единого». Все напряглись. Услышав эти слова, Минма, Саски и Наи решили действовать. Заметив это, Наруто приготовился защищать Кагую, чего бы ему это ни стоило. Но когда он уже вставал, внезапно его остановила рука, которая аккуратно легла ему на плечо. Посмотрев влево, он увидел лишь прекрасную улыбку Кагуи и ее тихий шепот. «Не волнуйся, солнце, они мне ничего не сделают». Успокоившись, беловолосый вытер слезы и лучезарно улыбнулся Кагуи. Он продолжил сидеть в позе для медитации, разгоняя и накапливая чакру. В следующую секунду, Кагуи исчезла из поля зрения всех и оказавшись в рядах Альянса начала убивать всех и каждого. Для команды Ацуцуки это был сигнал, и все вновь начали атаку. Пока происходила бойня, Наруто спокойно сидел, зная об опасности сзади. Там стоял Минато, а позади него сидела Кушина. Намиказе медленно, хромая шел к беловолосому. За все это время Ацуцуки не пошевелился, но слова сорвались с его уст. «Чего тебя, Намиказе? Можешь даже не пытаться, у тебя ничего не получится». Минато крепче сжал трехлезвенный куной в руке, понимая свою немощность, но все же проговорил, надеясь заговорить противника. «Ты убийца, зачем так много жертв? Я бы убил твоих родителей, будь у меня такая возможность, лишь бы ты не родился». Наруто, который до этого спокойно сидел, улыбнулся очень злорадной улыбкой. Повернув голову немного назад, так чтобы видеть обоих, Ацуцуки произнес, «Так, почему вы не умерли тогда?» Намиказе замер на мгновение, не понимая к чему это было сказано и посмотрел в глаза Наруто, оцепенел. Там горел шарингом. В следующее мгновение оба из семейства Намиказе, а точнее Кушина и Минато, оказались в странном месте. Они все еще находились на поле боя, но время здесь замерло, все было серым. Перед ними сидел Наруто, но в следующее мгновение он начал рассыпаться, как и все вокруг. Теперь Минато с Кушиной сидели в пустом пространстве. Прошло пару часов, а может и пару дней, Намиказе не знали, но спустя какое-то время они увидели того самого мальчика в Канохе, который привлек их внимание на день рождения Мин Маинаи. Все тот же черный плащ, все та же черная повязка, все тот же момент. Момент, когда Ацуцуки исчез с праздника при помощи Шуншина. Дальше пролетали все воспоминания героя с того самого дня и до сейчас. И снова пустота. Минато и Кушина увидели жизнь Наруто с того момента. У них появилось много вопросов, ведь много всего было вырвано, но картина была ясна. Спустя какое-то время пустоты, Намиказе увидели тот же самый момент на празднике, только теперь ток времени вернул их назад. Но то, что они увидели в прошлом, убило их окончательно. Роды Кушины, появление Наруто, нападение Лисы и то, как Минато отдает своего сына в приют. Как только Минато положил сверток с сыном под дверь приюта, все мгновенно исчезло, оставляя лишь пустоту. Два человека как будто падало в пустоту. Все закончилось в следующее мгновение, когда они снова оказались на тех же местах, где были раньше. Наруто все еще сидели, а они были там, где и раньше. Намиказе упал на колени, а Кушина лишь прикрыла лицо руками. Они оба плакали. Кушина из-за того, что увидела, а Минато из-за того, что сделал. Беловолосый лишь встал, повернулся к ним, и поднял свою ладонь, где сразу же появился меч. Взмахнув им пару раз, Наруто опустил его вниз и тот начал понемногу искриться фиолетовыми молниями. Ацуцуки поднял его, и навел на Минато, молча смотря ему в глаза. Дальше все было невероятно быстро. Держа меч в правой руке, Наруто завел его за левую сторону, тот начал сверкать фиолетовыми разрядами, которые каждую секунду проходили через него. Согнув левую ногу в полуприсяд, Наруто быстро сорвался с места, оставляя после себя след из молнии. В мгновении, он появился рядом с Минато, слева от него, поднося меч для удара. Все замерло, Минато видел каждое движение Ацуцуки, но понимал, что уже ничего не сделает. Он начал медленно закрывать глаза. В один момент он услышал голос, «Ты сделал тот выбор, и только ты виноват в моей жизни». В следующую секунду Наруто стоял за спиной Кушины, размахивая мечем, который начал светиться белым светом, постепенно растворяться в воздухе. Голова Минато и Кушина слетели с плеч, а тело упали на землю. Все на мгновение замерло. Все видели смерть желтой молнии и кровавые хабанера. Минма, Найя и Саски застыли в ужасе. Остатки Альянса были поражены. Всего от Альянса осталось лишь 10%, а после атаки Кагуи вовсе 2. Стоило Саске замешкаться, как в следующую секунду Кагуя перенесла его в свой мир и тот начал тонуть в кислоте. Буквально за 30 секунд полтела уже не было и посолнее, что он видел, как Кагуи вырывает его глаза, а после смерть. Благодаря своей реакции Минма и Найя спаслись, но то, что они увидели дальше, заставило их замереть. Все вокруг были мертвы. Они стояли напротив команды Наруто. Кагуя была ближе всех, а Наруто дальше всех на горе. И секунды не прошло, они оказались в странном месте и их начало продавливать к земле. Это был один из миров Кагуя, где была самая сильная гравитация. Лишь благодаря чакре они до сих пор не упали, а все еще стояли на ногах. Пару минут ничего не происходило, пока спереди не появилась Кагуя. Они уже собирались атаковать, но почувствовали, как сзади их протыкают, прямо в сердце. Понимание своей смерти пришло не сразу, но после, стало понятно, что это конец. Между ними прошел Наруто, не обращая внимания на гравитацию. Он выбросил куски белых костей, которые в следующую секунду рассыпались пеплом. Это же и произошло с Минной и Най. Они начали покрываться трещинами и спустя пару секунд рассыпались, оставляя после себя лишь пепел. Дальше все произошло очень быстро. Появившись на поле боя, Кагуи использовала вечные Цуки ими, убивая все на планете. Мир погрузился во тьму. Спустя пару минут все были мертвы, а их чакра перешла Кагуи. На поле боя стояла команда Наруто и Кагуи. Перед ними открылся портал, откуда начали выходить белокожие из клана Цуцуки. По всем, кроме самого Наруто, ударила серая молния и они все исчезли, переместившись в его мир. Он стоял один, ветер развивал его волосы, он готовился к последней битве в этом мире. Он смотрел на клан Цуцуки и знал, что всех изничтожат. Наруто стоял напротив безграничного войска белокожих. Ветер развивал его волосы. На поле боя были лишены тысячи или даже миллионы членов клана Цуцуки. Но это было лишь первосортные шавки, которых создали истинные Цуцуки. Позади всей этой армии находилось 50 человек. Среди них были низшие, но истинные Цуцуки. За ними были средние по силе и важности, их было всего 20. Дальше шли выше, их было всего пять кеншики, урашики, мамошики, тонерейшики. Вершину главенства занимал неизвестный до этого момента человек. Главой этого мерзкого клана был Чикорошики. Самый мерзкий из всех ничтожества, предавший своего некровного отца. По воспоминаниям Кагуин был еще ублюдком, который всегда позволял себе лишнего, в отсутствии Создателя. Но даже так, Создатель хоть и видел, почему-то всегда закрывал глаза на это. Сейчас Наруто стоял и готовился к битве, стоило порталом закрыться, как рядом с ним появился другой портал, но оттуда никто не выходил, что и насторожило клан богов. Первым решил заговорить урашики, привет-привет, Наруто. Вот мы и даже так ни одна мышца на лице Наруто не дрогнула. Это заставило урашики начать залиться, но его остановила рука мамошики, который решил вмешаться в диалог. Ты один, что это за странный портал позади тебя? Ответа снова не последовало, но сам портал начал искажаться и из него начали выходить люди. Это были члены клана Цуцуки, которые устали терпеть все то, что было в самом клане. Каково же было удивление всех, ведь оттуда выходили только высшие, которые ранее исчезли бесследно. Кебу Иса, Хэка Изанаги, Ариана, Хирошики, Цуки Хито, Китшики, Киоши и даже трое претендующих на пост главы клана Шэ, Сейка Цу и Бьода. Все это немного напугало врагов, но ненадолго они снова стали самоуверенными. Но то, что произошло дальше, намного сильнее напугало клан Ацутсоки. Рядом с Наруто появились врата. И будь это обычные врата, ничего бы не было, но это были врата Рошамон. Незащитная техника, ни в коем случае. Это были истинные врата Рошамон. Как только они полностью вышли из земли, Ацутсоки поразились насколько они огромные. С ужасным скрежетом врата начали медленно открываться. Впереди стояло семьдесят два всадника на конях, они все были известны Ацутсоки. Высшие демоны, вот кто это был. Баал, Агарес, Васава, Самигина, Марбас, Валифор, Амон, Барбатоз, Пеман, Буэр, Гасян, Сетри, Билет, Лерайя и Легас, Зепар, Батис, Базин, Салас, Порсон, Моракс, Ипос, Аэм, Набирюс, Глоселобалас, Буне, Ронови, Берет, Астарот, Форниус, Форас, Осмодей, Габ, Фурфур, Мархосиас, Сталас, Феникс, Халфас, Малфас, Раум, Фокалар, Вепар, Сабнак, Шакс, Вини, Бифронс, Увал, Хагенти, Кроссил, Фуркас, Балам, Аласис, Кмя, Мурмор, Арабас, Гримари, Оси, Ами, Ариакс, Вепола, Заган, Валак, Андрас, Хаурис, Андриалфос, Кемиас, Амдусиас, Белял, Декарабиа, Сири, Дантелин, Андрамалиус. Все 72 князя тьмы сейчас стояли напротив армии Суцуки, а позади них миллиарды их слуг, которые были как и пешими подразделениями, так и на конях. Также рядом появились еще одни врата Рошамон, откуда вышло еще неимоверное количество владык-демонов. Начиная Ариэлем, заканчивая Ящером. Теперь, армия Наруто была невероятной численности. А Цуцуки начали бояться. Напряжение достигло пика, армия Наруто стояла спокойно, в то время, как А Цуцуки готовились к бою невероятно сильно дрожа, их всех пробирал холодный пот. В руках Беловолосого появилось копье, в котором А Цуцуки узнали артефакт, создатели его одной из сильнейших орудий небесной ось. Взмахнув копьем пару раз, Наруто поставил его на землю, но после снова поднял, показывая на Чикорошеке. Это было сигналом атаки. Все сорвались со своих мест. Началась бойня. Все убивали без разбора, но из-за того, что армия Наруто была намного сильнее и брала количеством, жертв было намного меньше и погибали лишнейшие демоны. На местах остались лишь Наруто, Киншики, Урашики, Ишики, Танири, Мамошики и Чикорошики, но тоже до одного момента. Сделав один шаг, Наруто появился в середине строя Цуцукия, заменив небесную ось на некованый огромный двуручный меч, попытался разрубить всех шестерых. Благодаря своей скорости, при помощи первой атаки, Беловолосый убил Танири, который был самым медленным и серьезно ранил Киншики, по той же причине. Придя в себя после атаки, от Цуцуки сразу же напали на парня. Началась ожесточенная схватка. От первой атаки Наруто защитился при помощи никованного, прикрыв ним спину, и как только меч поглотил огненного дракона, сразу же исчез, а в руках у Беловолосого появился-появился меч-нисхождение, небольшой одноручный меч, с лезвия которого сразу же сорвался поток льда, отрубая руку Урашики, который стоял ближе всем. Тем временем, из-за серьезной раны, Киншики упал. Стало понятно, что раны смертельны, но для него это пустяки, на некоторое время. Быстро встав, он сформировал в руках топор, и быстро появился возле Наруто, пытаясь расколоть его голову напополам. Отклонив свою голову немного назад, Наруто видел, будто в замедлении, как перед его лицом, буквально в паре миллиметров, пролетает топор. Сменив меч-нисхождение на стальное жало таков же, небольшой меч, Наруто разрубил руку Киншики пополам, а после отрубил вовсе. Ударив по Киншики ногой, тот отлетел в неизвестном направлении. Подгадав момент, когда Ишики решит напасть, Наруто схватил отцуцуки за рог, резко дернув на себя и отламывая его, Беловолосый отправил Ишики в воздух, сбив с ног подсечкой, а потом ударом с разворота и отправил в полет. Быстро сменив стальное жало на луг и Леги погибели, Наруто отправил вслед за Ишики три стрелы. Одна была металлическая с сильным потоком ветра на наконечнике, вторая из воды, оперения которой были из-за льда, третья была из молнии, и с горящим наконечником. Сначала попала стрела из воды и льда, мгновенно заморозив врага, после стрела из молнии давая не только сильные повреждения, но и усиливая их огнем, создавая реакцию перегрузки и таяния, при этом поджигая Ишики. Третья стрела прибила отцуцуки к скале, усиливая огонь при помощи ветра. Ишики сгорел до пила за пару мгновений. Осталось всего четверо, и то, один из них был сильно ранен. Пока Наруто приземлялся, ему пришлось выполнять сложные маневры, уклоняясь от Урашики и его удочки. Сам Урашики сейчас преобразовался и стал совершенно по-другому выглядеть, но это не сильно ему помогло, как только Наруто приземлился, легия погибели сразу же сменилась на копье покорителя вихря. Исчезая из поля зрения врагов, Наруто появился рядом с Урашики, нанося серию смертоносных ударов. Сердце, легкие, печень, почки, горло, голова, за считанные секунды все жизненно важные органы были пробиты насквозь, вызывая мгновенную смерть Урашики. Решив не ждать следующей атаки, оружие исчезло, а Наруто сложил печать ума и выдал сильнейший поток огня великое огненное уничтожение. Техника летела на Мамошики, но то не сдвинулся с места. Весь огонь был за пару секунд поглощен. Мамошики преобразовался и теперь Наруто заметил, что рядом не было Киншики. И подняв другую руку, Мамошики выпустил весь огонь, но многократно усилил его. Мамошики не ожидал того, что произошло дальше. Весь огонь начал затягивать меч под именем «Волчья погибель». Мамошики не был бы от Суцуки, если бы не знал этот меч. Его пробрал холодный пот. Весь огонь, который поглотит этот меч, вернется в десять, в пятьдесят, в сто раз сильнее отправленного. Если он у врага, бегите, куда глаза глядят. Это были слова Создателя. Понимая всю ситуацию, Мамошики решил, что он все же превзошел уровень этой железки, но его надежда разбилась, когда на него летел огненный феникс, который не поддавался попыткам поглощения. Весь огонь поглотил Мамошики, а после начал собираться в сферу вокруг него. Каждое мгновение, проведенное в этом шаре, заставляло чувствовать истинную и невероятную боль. Все это закончилось спустя пять минут, Мамошики сошел с ума от боли, а после взорвался вместе с шаром. Из пятерых высших не выжил никто. Все от Суцуки сейчас были мертвы, абсолютно все. Кроме одного. Чикара Шики стоял и ждал. На его лице была улыбка, он знал, что победит всех здесь. Сложив печать, вся армия демонов исчезла, владыки демонов вернулись за врата и те закрывшись, исчезли под землей, а Суцуки начали уходить обратно в портал, оставляя Наруто и Чикара Шики наедине. Оба стояли и молчали. Наруто стоял со спокойным лицом, не выражая ни одной эмоции, а Чикара Шики надминно улыбался, считая себя сильнейшим. Спустя пару минут, он решил заговорить, я-то смогу воскресить свою армию, а твои слуги не смогут тебя. Ты их отпустил, правильно сделала. Не нужно лишних жертв, умный парень, они потом все будут служить мне. На лице Наруто так и не появилась ни одна эмоции. Все это хладнокровие раздражало Чикара Шики и это отразилось на его лице. Он со злостью прокричал, не делай вид, что тебе все равно, ты сейчас умрешь, сука. И снова никаких реакций. Чикара Шики налетел на Наруто, навязывая тому ближний бой. Беловолосый же только защищался, безэмоционально смотря на врага. Бой продлился пять минут, но не принес никаких результатов. Отпрыгнув, глава клана сложил две печати и отправил водяного дракона в Беловолосого. Наруто защитился земляным драконом, который развеял водного и полетел дальше. Чикара Шики увернулся. Так продолжалось десять минут. Наруто не атаковал, лишь защищался, всегда запуская техники, которые были сильнее техник Чикара Шики. Главе клана это надоело. Отпрыгнув, он сложил печать концентрации и покрылся слоем чакры. Спустя две минуты, он открыл глаза. Теперь в его правом глазу горела дадюцу. Черный глаз, а посередине синий зрачий Джаган. Наруто лишь тяжело вздохнул. Снова началась схватка. Теперь Чикара Шики иногда попадал по Наруто, но тот отдавал за это два или три удара сильнее. Спустя какое-то время, Наруто надоело играть с ним. Отпрыгнув, Беловолосый закрыл глаза. Чикара Шики решил, что сейчас самое время и рванул к Беловолосому. Мгновение уже рядом с ним, глава клана пропитав руку огромным количеством чакры, пробил живот Наруто. Беловолосый даже не шелохнулось и спустя пару секунд открыл глаза. В них было два Джагана. Это заставило Чикара Шики опишет на мгновение, а после отпрыгнуть от Наруто, как от прокаженного. Беловолосый решил не мешкать, в его руках появилась небесная ось, он появился рядом с все еще находящимся в воздухе Чикара Шики. За мгновение копье уже было в сердце главы клана и они оба летели вниз. Приземление было не очень мягким для Чикара Шики, ведь мало того, что он упал с огромной высоты на огромной скорости, так еще и Наруто приземлился на него, придавив его на лок земле, ломая все ребра и загоняя их в легкие. Сложив печать концентрации, Наруто закрыл глаза. Глава клана Ацуцуки умер с ужасом на лице. Его насквозь пробила собственная кровь. Такова была сила истинного Джагана. Отойдя от тела Чикара Шики, Наруто посмотрел назад. Все были мертвы. Копье растворилось, исчезая из тела Чикара Шики. Сложив печать Тари, вся земля засветилась, все тела Ацуцуки исчезли, преобразуясь в чистую энергию и начали впитываться в тело Наруто. Теперь в нем сосила Создателя, все сто процентов. Спустя пару минут, поле боя было пустым. Серая молния ударила в героя и он исчез. Появился он уже в своем замке. В самой высшей комнате нем, в своей комнате. Скинув с себя все вещи, он пошел в душ. Горячая вода смывала грязь и кровь с тела Наруто. Смывала все грузы с его мыслей. Он сделал все, все что можно было. Выполнил весь план. Закончил все, что начинал. Теперь впереди его ждала только спокойная жизнь и ничего больше. Закончив принимать душ, Ацуцуки вышел из ванной. На кровати лежало белое, чистое кимоно с черными лозами на воротнике. Вытерев всю воду и высушив волосы, Наруто надел это кимоно. Посмотрев на себя в зеркало, он выдохнул, вспоминая все, что произошло. Все воспоминания пролетели перед глазами, заканчиваясь на новом вздохе. Еще раз посмотрев на себя, он улыбнулся и пошел к балкону. На смотровой площадке, ниже на 10 метров, находилась толпа людей. Девушки Наруто, его братья, Ацуцуки, и владыки демонов. Еще ниже на 50 метров находилась гигантская площадь, ведь сейчас на ней были все жители его мира. Посмотрев на смотровую площадку, Наруто улыбнулся, посмотрев на всех. Они все были в красивых платьях, пили шампанское и просто разговаривали. Но сейчас все внимание было на Ацуцуки. Время пришло. Все наши враги уничтожены, теперь на ничего не угрожает. Я рад вам сказать, что все закончилось. Теперь мы будем жить спокойно, жить и процветать. Спасибо всем вам за вашу поддержку, спасибо всех за старение и спасибо всем за вашу силу. Мы справились. Мы смогли. Теперь мы свободны от всего. Речь Наруто закончилась. Спустя пару минут тишины, весь народ начал кричать в знак благодарности. Весь мир провел великий пир в знак этого события. Наруто спокойно спускался по ступенькам ко всем. На смотровой площадке каждый поздравлял его. Весь вечер и ночь они праздновали. Спасибо за все, друзья. Мы смогли сделать это. Осталось только одно. Подписаться на канал, написать комментарий и поставить лайк. Спасибо. Спасибо. Спасибо.